Нужно сделать большие усилия Буду ли я с Тиран Виком Общаться один или не один А для вас пока просьба Так как это перед играми Есть время и Не нужно мне туда-сюда писать Напишите пару-тройку вопросов Которые вы хотите Спросить у Тиран Виков В комментарии к моему каналу Была его вчера писали Но там просто интервью в центре Турнира было фактически по времени Поэтому было очень неудобно Соответственно Мне смотреть Я думаю с Блайм еще пообщаемся Сейчас же Все по-другому будет Скоро стрим у вас появится Не волнуйтесь Через секунд 10 он у вас пойдет Наверное 15 Но меня вы услышите через полторы минуты Так все здесь Сверх доступ на канале сидит Все стрим пошел Должен пойти он был Так Переименовываю Я сейчас все Пишу новые анонс Точнее не новые пишу Анонс уже делаю ГГ года Так Так Все работает Все замечательно Все работает Миша пока ничего не написал Сейчас ему у нас Чатики Отпишу Пожалуй Так Я еще раз Потраю вопросы В комментариях Комментариях Комментарии Каналу моему Да Помните что На кипбете Конечно же Есть ставочки Встречи все Будут появляться по ходу У нас Встречи все Стрэндж Култи Есть Култи Не фаворит Стрэндж Фаворит Тоже Подозрительно Очень Ну коэффициент Почти одинаковый И Хэппи Против Тиран Вика Тиран Вик Конечно Далеко не фаворит Здесь Хэппи Супер фаворит Ну посмотрим Тиран Вик Умеет удивлять Так Сейчас Мишу Кстати Да Найду Мишу Я сейчас Отпишу ему На стриме Что он там делает Масло Не паникуем Изи Так Отписал Миша Сейчас Утки бета Я вам не показал Вот Коэффициент Ну вы знаете Через кнопочку Все делается Соответственно Уже время Почти 40 минут Так Ребят Сейчас я в туалет схожу Может Миша За это время ответит Я не знаю Посмотрим Разберемся По ходу дела Сейчас вернусь Так Нет Только в комментарии вопросы Вижу Вижу уже один вопрос Ребят Задавайте Тиран Вику Какие хотите Вопросы Я уже там отберу Сам сформулирую их И так далее Причем здесь лотов не знаю Сейчас вернусь Я уже там отберусь Я уже там отберусь По ходу дела Вижу уже один вопрос Смотрю 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 Продолжение следует... 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 Так, вижу Миша здесь. Так, Ложак, привет! Нет, не считал труд Алекса 007 «Математика Победы». Не было... Я вообще не видел его, не было у меня и времени. Если будет когда-нибудь, может, и почитаю. Вот, сейчас я жду Мишу. Так, вижу уже три вопроса в комментариях. Ребят, спасибо вам за вопросы. Пишите еще, как говорится. Вот. Пишите еще, как говорится. Так, Миша мне звонит. Так, привет, Миш. Сори, что немножко задержался. Да, ничего страшного. Всем привет, ребят, в чатиках. Миша на стриме и не только. Так, браузер потише сделаю сразу. Ну что, я тогда зову Тиранвика сразу, наверное, да? Потому что уже скоро нужно начинать. Как раз он и будет начинать. Так, Саня, Саня, Саня. Так, прошу прощения. Миша, прошу прощения, что я мискликнул, когда добавлял. Тиранвика, сейчас еще раз. Так, так, так. Вот. Все, добавляем. АСТ поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Алло, привет, Сань. Здорово всем. Привет. Привет, привет. Вот, ну, еще начнем. Конечно же, представься, как тебя зовут, сколько лет, где живешь, как давно в StarCraft начал играть. Ну, какую-нибудь информацию, потому что мало кто тебя знает. Привет, пацаны. Мне 17 лет. Меня зовут Александр. Играю под ником Большой Босс за слабую расу. Я из города Ставрополь. Играю я с Вола. Ну, я начинал играть протосами. Тогда не так активно. Где-то с середины Ходса более активно начал играть. Попал в Грандмайстер. Из-за тиранов тогда тоже начал. Свичнулся. А почему ты изначально в StarCraft решил играть в свои 16 лет? Есть же более, ну, там... 15? Ну, или в Астрахове. 14? Ну, где-то так, да. Да. Зачем тебе такие сложности? Есть Дотка, есть Хардстоун. Тогда Хардстоун, правда, не было. Изначально я просто случайно увидел на Ютубе видео, где играли в StarCraft. Там играл сливка, насколько я помню, с кем-то. И мне просто понравилась игра, поэтому я ее купил и начал играть за зергов. Ясно. Мне очень понравилось, как он там масил рачей, кучу лингов, дрончиков. Было интересно. Ну, ясно. Так. Ну, тогда стандартный вопрос. Что ты про лотов современный думаешь вообще? В каком направлении движется в положительном... Тут очень двоякое мнение. То есть, с одной стороны, конечно, он лучше, вроде бы, интереснее стало. А почему? Потому что, например, меха больше нет. То есть, в ТВТ больше не придется с каким-нибудь лоумелл-чуваком. Тебе там он настроил танков, туреток, и тебе там что-нибудь придумывать. Из-за чего приходилось самому играть в мех. То есть, теперь только био больше скилл решает в ТВТ. Ну, и с зергом тоже. В конце ходца с зергом вообще био было практически нереально. Почему все играли в мех. Сейчас тоже, конечно, сложности есть. Но, как бы, в общем-то, мех сейчас вообще не играбелен. Поэтому тоже био играют. Это мне нравится. Но вот со стороны баланса, конечно, мне лот совсем не нравится. Почему? Потому что, например, когда ты играешь с чуваком Протасом, и у него 120 АПМ, и ты ему проигрываешь, например, несколько раз. Это как бы вообще не дело. То есть, проигрывать вообще не игрокам, это неправильно. Который чел просто строит домики, там адепт, выигрывает. Я как-то считаю, что это не StarCraft, а херня. Ну, сам, я думаю, ты понимаешь, что АПМ ведь все-таки АПМ. Не, ну, просто существует этот, как бы, минимальная граница, которая должна быть у любого игрока. Ну, например, в Ходсе это было там 200, скажем, да? 250. А тут у чувака, ну, как бы, 120 просто. 130 – это вообще не игрок. Не, ну, видишь, тут я тебе со своей стороны скажу, что во все времена, даже в первом StarCraft… Рейнджеров вспомнит, да? Ну, да, ну, это совсем старый. Ну, то есть, там были, да, такие фиши, типа немцы, там, или ножки. Ну, и даже некоторые корейцы, вот, например, у Storka, у него, там, стандарт 300 был у корейцев всех примерно, ну, топовых. А у него, там, даже до 200 иногда не дотягивало. Ну, он ВЦГ-то… Тоже такой вариант, как бы, ты должен успевать, конечно, все, да? Кто-то скажет, это, типа, полезный АПМ должен быть. Но, как бы, чуваки, которым я проигрываю, бывает, и не только я, все тираны, там, хэппи даже. Вот, это чуваки, они реально не успевают. Не только потому, что у них АПМ, они… Это просто потому, что они бичи, как бы. Ясно. Опасная такая зона. А расскажи, пожалуйста, во-первых, поделись, какими стратами выигрывают чуваки, ну, вот эти вот бичи, у которых, ну, что за страты такие магические, которые позволяют без механики продвинутой человеку выигрывать такого за, ну, продвинутого игрока. Ну, адепты, просто строишь адепту. Вы даже можете вчерашние игры посмотреть, где люди просто строят одного юнита, адепта, призму, и адепта, зелков, и выигрывают. Ну, как бы, где такое, видно, чтобы ты просто строил марика в кучу, да, приходил, нажимал стим и убивал. Я бы радовался, если бы такое было, но такого нет, к сожалению. Ультралов можно построить 10 штук, но там тоже надо миксы добавлять к ним и открыться еще в них. А где ты учишься, кстати? Учусь в колледже. А хобби, кроме StarCraft, какие-нибудь еще есть? Да не особо. Он наверняка, да, много времени у тебя отнимает. Ну да, давай сейчас, Миш, тут времени уже, тут просто я попросил в комментарии вопросов написать зрителям некоторое количество. Сейчас спросим, вот, первый вопрос, как быстро ты так в скиле поднялся, что не было видно тебя? Я сказал, что быстро, в середине Ходса, ну, как года два прошло, получается, как я начал тиранами играть. А поднялся, ну, где-то год назад, стал реально лучше играть и просто улучшался потихоньку. Ну, ты почувствовал сам перелом, когда в чем, по чему так произошло? Что вот именно лучше, как бы, заметил, и вот прям получаться стало? Просто первый примерно год я освоил расу, там, какие билды, все дела, микро. Потом просто постепенно это начало нарастать и все. Там Grandmaster, потом выше, выше. Ну, в Латвии, как бы, тоже я немножко поднялся, конечно, можно сказать. Лучше игроков стал выигрывать, но, скажем так, потому что не все еще освоились. Даже те же корейцы, например, я вот смотрю, они не сильно отличаются, их уровень, от каких-то европейцев топовых. Ну, да, согласен, пока еще корейцы не ушли. Вот, ну, помимо этого, конечно, баланс. Если бы он был нормальный, я бы играл лучше намного. Ну, посмотрим, что дальше будет. Тебе, как бы, не нужно просто продолжать тренироваться. Так, какой твой любимый игрок у СК-2 за все время? Вот такой вопрос. Корейцы разные. Там больше зависит не игрок, а, скажем, игра, которую он показывал. Ну, когда-то там, 13-14-е годы, там, вот, ММА красиво играл вроде бы, да? Дроп туда, там, Био. Скорее, больше мне нравилась мета, скажем, которая была, ну, например, вот в 15-м году все мех играли, да? Я бы не сказал, что мне кто-то нравится из тиранов, потому что это тупо скучно. А вот когда играли Био, там, 13-14-е инновейшн и всякие ММА красиво было. Ну, Хэппи тоже когда-то, но последняя игра, он немножко поменял стиль. Ну, даже не немножко, он более сейфовый такой стал, литовый. Угу, все ясно, спасибо тебе. Так, ну, тут вопрос уже почти, что ты как бы на него ответил, но еще спрашивают, спрашивают, играли ли ты раньше там в первой Старкрафт, то есть в третьей Варкрафт, что тут? Ну, играм, конечно, только с компьютером так, для удовольствия. Ну, то есть, фактически с Волла начал. Старкрафт на начало, потом просто поактивней. Ну, да. Угу. Ну, давай, тут, конечно, там еще есть провокационный вопрос, не буду задавать, тут такой вопрос. Если удастся пройти Хэппи, как ты оценишь свои шансы против Стрэнджа или Кул Ти? Ну, я считаю, что Хэппи это самый сильный игрок тут, поэтому, конечно же, это будет здорово. Вот и все. А, ну, против Протусов, наверное, имеется в виду, как бы? Не знаю, может выиграю, а может нет, если не повезет. Угу. И будешь ли кидать ты мулов, если Кул Ти победишь? Ну, тоже там вопрос продолжения. Не знаю, может кину, если обращу внимание. Ну, как бы просто, я играю, например, да, я скинул там мулов на рабов, ну, на минералы, да, у меня их нету, тогда я их не кидаю. Если они есть, я могу кинуть. Это как бы ни от чего не зависит, просто по ситуации. Ну, ясно. Или если я вижу, что дарков не будет, могу тоже кинуть. Ну, ясно. Ну, что тут, пять минут осталось, тебе время немножечко подготовиться, там, успокоиться, в общем. Спасибо тебе большое тогда. Кажется, он не волнуется вообще. Ну, такое ощущение, что да, от себя скажу, удачи тебе, и будем надеяться, что будешь развиваться, тренироваться, потому что в твоем возрасте, как бы, можно сейчас достигать высоты. Главное, не отказывайся от идеи, что есть игроки, которые лучше тебя. То есть, у тебя сейчас такая позиция очень правильная, она свойственна многим молодым игрокам. Когда авторитетов нет, и ты реально можешь просто мочить. Посмотрим, что получится в перспективе. Ну, постараюсь. Все, спасибо. Так. Все, вожу трубку, кладу трубку, прошу прощения. Прикольно, что есть молодые игроки такие. Вот это здорово. И Сливка приложил частично, сам не того не знаю, к этому руку получается. Увидел игру, вот так вот вдохновляет на изучение новой игры. Вот что получилось. Согласен, Миша. Я сам, честно, поэтому спасибо и всем, кто турнир этот организовал, сделал, поддержал. Что вот так вот есть и люди могут услышать, да, как бы интервью, что вот у нас есть. А то все думают, наверное, что только Сливка там, как бы, на работу ему завтра вставать, поэтому Нейшен Вора не будет. Нет, есть игроки, и мы будем надеяться, что будут находить команды какие-нибудь. Тиран Викари. Да, да. А не было вопроса по поводу игры с Хэпичем? Он ничего не говорил по предстоящему матчу. Тиран Вик? Угу. По Хэпичу ты имеешь в виду? Да, по Хэпичу, по Хэпичу. Только же, что, ну, сказал... Ну, типа, что если он пройдет, да. А, ну, сказал, что самый сильный, как бы. Да, да. Другого ничего не было. Так, ну, я думаю, еще как-нибудь пообщаемся. Вот еще в процессе Изи позвоним. Он закончил выступление, как бы, ну, я думаю, после какого-нибудь было. Да, я думаю, у нас пауз будет много. И, может быть, стоит даже какие-то интервью повторно брать с теми, с кем мы вчера общались. Но, ну, типа, если человек проигрывает и из турнира вылетает, то, если есть пауза, почему бы не созвониться? Ну, если есть, конечно, возможность такая. Ну, навряд ли тут будут большие паузы. Просто видишь, как тут после проигрыша еще... Будет ли желание, да, как бы, там разговаривать у людей. Вот у нас же все горячие ребята. Вот так. Да, надо сейчас проконтролить. Чатикам обоим привет. Я тоже буду читать, соответственно, и тот, и другой хотел, как и вчера, из КДВшни тоже открыть. Но там что-то какие-то картинки, которые надо, видимо, отключить для удобства восприятия информации. Есть картинки, ты его можешь, если мои, как бы, вот, сейчас скину в скайп, там, двойное. А, это двойное открытие, как бы, там будет два. Я еще хаб не взял, ну, то есть, это тоже косяк. Двойные чатики. Ну, я, 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 я просто твой тоже открыл, ну, как бы, им все, перекликивать мне нужно туда-сюда, поэтому тоже контролить стараюсь. Ну, что, две минуты осталось, они уже черкают сейчас. Большой босс, у него и никнейм тоже такой, соответствующий взгляду. А ты помнишь, как вот ты тоже вот первый год, первые два, первые три, когда вот уже начинаешь людей убивать, но, как бы, опыта еще мало. Вот, вот это вот ощущение того, что ты можешь все вообще, что ты можешь кого угодно, как угодно, и проигрываешь, ну, если только, там, не фортануло, там, баланс какой-то или еще что-то в этом, вроде. Такая категоричность у тебя тоже, вроде, была? Слушай, ну, как-то вот я даже вспоминаю те времена, как-то вот прям дико не пригорало, там у меня что-то, у меня, наоборот, во втором Старкрафте уже, как, что-то такое было, там, поначалу. Ну, я помню, что в 2002-м вот мы в первый раз на ОЦГ поехали с ребятами в Питер в М-19, там что-то человек за 100, по-моему, было на отборочных, то есть, ну, просто нереально, как бы, в то время было, вот. Ну, и, как бы, в то время мы только фотонками обстраиваться умели, да, в карьеров выходить, фактически, ну, может быть, чуть получше. А в 2003-м, ну, ты на Асусе третье место уже занял, да, андроиду два раза проиграв, вот, и я как-то вот даже не вспоминаю, не понимаю, как это там за год-то, потому что там мопеды только были, мы вот на модемах начали с другом, с моим играть понемножечку, ну, как-то уровень вырос, так. Вот, ну, такого-то не было, ну, казалось, да, что просто, когда молодой кажется, что, блин, какие-то ошибки нелевые, вообще должен всех разорвать, я лучший, там, все дела, вот это, это стандартный, я думаю, расклад, вот, если ты молод, это просто рвение, вот это желание победить, которое, как раз-таки, потом спадает и мешает многим тащить уже, то есть, уже там, думаешь о призовых, там, начинаешь думать о чем-то еще, там, как бы. Громила, тем временем, поддержал на 100 рублей призовой фонд, Яндек еще выпрыгнул из, в чатике показался, тоже ему привет, еще раз спасибо за базовый призовой фонд. Так, сейчас. И создаем, да, уже? Своя игра, да, создаю карты у нас, орбитальная верфь, сумеречные башни, террасы приона подряд будут идти, так, в общем, порядке. Играют они бот-3 в полуфинале. Так, а кто у нас, Зерк есть, кто у нас будет-то вообще врываться-то, ты же не спросил, ну ладно, сейчас разберемся по ходу, ты, Миш, прыгай тогда, сейчас я... Града, я здесь. Хепич прыгает сам, Хепич, Хепич не тупит, большого босса зовем, Мэджика зовем, Пашу зовем, Зерка зовем, но Зерк главное, чтобы не тупил. Это ключевой момент. Я услышал для себя стратегию, как игроки с низким ОПМ-ом бичи могут поиграть, все, это мой путь сейчас. Да, ну вот это тоже. Не, у меня было такое, видишь, как бы, кстати, даже напомнило, чем-то бы, что, ну, Кабрюс тоже вспоминал, что вот я приехал, там клавиатура, звук, там ОПМ высокий был, мало у кого. Но потом я вспоминаю, что со временем прошло много лет, пока вот этот весь ОПМ, он и подснизился, и он стал действительно полезным, потому что поначалу, как бы, он реально не весь, далеко не весь был полезен. Так, что-то Зерк не заходит. Менее минуты в интерфейсе, он, кажется, только-только запустился. Так, поехали, да поехали, просто я Зерго предупреждал, чтобы, ну, он следил за инвайтами, просто, ну, все, если ждать, так, постоянно будем в следующую зайдет, тогда, я надеюсь, услышит. Ну что, полуфинал Венеров первый, как бы, все с, если кто-то по расписанию какой-то вопрос и есть, то будем стараться делать сверху вниз по сетке подряд, ну, Венера, потом Лузера, естественно. Следующая пара ПВП, Стрэндж против Кул Ти. Да, потом кто спадет вниз к Лузерам, с ними сыграет и Лейзером, и Блаем, потом победитель этих пар сыграет к Лузерах Щобутри, потом финал Венеров, ну, так вот, я думаю, будем чередовать просто, как бы. Кстати, после этих двух зеркалок у нас больше, ну, в ближайшее время не предвидится никаких зеркальных мочапов, то есть вчера Зергов посмотрели, потом будет ТВЗ, ПВЗ, ну и... Ну, дальше может быть ЗВЗ, конечно, но... Ну, вероятность тоже не такая высокая. Ну, да. Хорошо, большой босс, большой босс, 17 лет, все, все отлично у него. Ну, да, вот, кстати, отступая от игры, хотел еще сказать, что мне вот радует и приятно удивляет то, что не Москва, не Питер в основном, то есть, ну, там тоже игроки есть, но много из регионов, как бы, то есть интернет с наших времен усилился, намного улучшился, как бы, появилась возможность, да, у всех, как бы, сидя дома, грубо говоря, это делать. Что вот раньше тащила Москва-Питер, ну, вот, потому что все-таки там посерьезнее интернет был гораздо, ну, понятно, и население больше игроков тоже решало бы это всегда. Да, вот, ну, мы просто недавно с друзьями там с Петей, ну, ты помнишь, в Warcraft играли, вспоминали, что с Игнатом, там, тролль-боксер, который, что... Был бы у нас в свое время интернет с кофт-центром киберсворта бы, был бы тоже, по-любому бы, потому что мопеды, 56к, чудо, скорость. Да, 200 миллисекунд пинг и неоптимизированный протокол, что в игре прям чувствуется задержка в секунду, в полторы, какая-то дикая. Да, на стриме задержка полторы минуты, так что не удивляйтесь, что мы будем слопочить или, там, на чате как-то не всегда адекватно реагировать. Хэппич пришел, начинает уже забуривать, и... и вот он прям так настойчиво заставляет. Удачи, к СМК вынужден уезжать. Тиранвик сейчас... ну, смотри, кстати, АПМ у них почти одинаковый. У Хэппи Тиранвика, посмотрим, чей эффективнее будет. Ну, Хэппи Палец факту у самого ЦЦ-шка через Рипера. Факты пока нету, ну, и газа нет пока на факту. Сейчас второй газ добавляется, ну, там тоже... А, здесь чуть пораньше газилка и нормальное распределение такое экономичное, рабов по паре туда-туда пока больше не нужно. Да, да. Ну, вот у Тиранвика очевидно абсолютно, что билд более агрессивный, потому что ЦЦ-шки нету, то ему он будет, естественно, идти вперед. Вот, так что... Да, и даже не планирует он вроде. Гелеоны пошли, Космопорт сразу же. А у Хэппи Че, да, просадка из-за более позднего газа по технологиям будет. Ну, Хэппи привык, в общем-то, отбиваться. То есть, наверняка это такой стандарт, особенно на карте, где карманные экспы есть. И попроще защищаться. Попроще, ну, плюс и, естественно, то, что ты на хайграунде, дает преимущество. То есть, реперам надо запрыгивать. Ну, может быть, Тиранвик сейчас... Кстати, что это? Интересно, этапа. Скоро, все, дроп гелеонов и запрыгивание реперов. Нет, это под лабу, под лабу Старфорд летит. То есть, это банша, скорее всего. То есть, гелеоны с реперами. А зачем, как гелеоны проехать? Он просто, заезжая Тиранвик на рампу, попытался что-то сделать, но получил гранатку и все, тут уже все. Странно. Ну, в лоб эту тему, конечно, никак не пробиться. Тут и войск поменьше. Да, абсолютно естественно. У Хэппи позиция идеальная, правда, для юнитов его. Ой, репера вниз, смотри, скинуло. Сейчас был момент прикольный. Уважно, доминкой. С край граунда вниз, он смог обратно улететь. Сейчас же бывает, что линги грызут депошки, какие-нибудь минку кидает Тиран, а они внутрь перебрасываются за депошки. Такие интересные темы. Пытается Тиранвик на демо жить, но... Он теряет, теряет. Уже и гелеоны потерял, и сам урона получил, и репера тоже похоронили. Тут уже циклон есть. И, судя по таймингу, баньши с инвизом, но никак не удивит императора. Аве, кстати. Да, да, да. Отбился очень спокойно Дмитрий. И, более того, он едет еще... Ой, циклон баньшу сейчас может поймать, а вот это вообще провал. Если скан бы еще был у Хэппи сейчас, могло бы быть все очень печально. Это идеальное начало бы для него было тогда. И спали на все. Опять баньша. Здесь можно репером подсветить, между прочим, было бы. О, хорошая фишка была бы. Так, минус баньша. Причем, что самое интересное, вот сейчас же как во втором Старкрафте? Как врубается инвиз, демош не наносится. А здесь нанес все, когда уже инвиз врубился. Либо уже там на грани как-то было с точностью до десятых, более секунды как-то вот это произошло. Из-за того, что это способность, а не простой выстрел? Возможно, возможно. Потому что очень часто замечало, как бы вот в первом Старкрафте такого не было. Там как-то, по-моему, добивало. То есть во втором уже к инвизу, уже выстрел летит. То есть демош не наносится. В Аркаде тоже не наносится, если бросветки нет никакой. Старкрафте, насколько я помню, наносился. Вот здесь, видимо, да, из-за того, что это именно каст, а не прямой демош. Возможно так было. Тут надо эксперта кого-то. Да, надо проверять эти вещи. У них одинаковое количество рабов. Хэпич пытается там что-то дропнуть, но ждут. Но у Хэпича раньше третья ЦЦ. И, ну, у него... Как раньше? Тиран Вика уже готова. А, третья ЦЦ уже? Да. Сори, сори, просмотрел я. Просмотрел, да. Так, но здесь другой момент, что у Хэпича точно будет... Так, погоди. Баранин с Баншу готовы? Баншу потерял, Тиран Вика. И, кстати, ненамного и у Хэпича есть импакта раньше будет. Пока из плюсов Хэпича вот самый большой, потому что плюс один у него делается раньше. Парасик Тиран Вика Баншу, Баншу все еще. Пока никого не убил, это уже, кажется, третий Баншу, который умирает. Да, да, как-то они пытаются. Странно, что корейцы же пытаются всегда где-то пофиг, там один-два рабочих с края минералов подрезать, но не дерутся с армией основной. Тем более, когда Медиваки есть, у Мариков тоже эффективно убивать с двух выстрелов. Ну-ка, они не лечатся, другой вопрос. И какой-то выход пошел. Два танка Циклон, Медивак, Викинг, Марики. Ну да. Ну, у Хэпича еще АПМ выше. Тут, я думаю, шансов не очень много у Тиран Вика. Плюс 80 стабильная. Ну да, Хэпич прямо монстр. 380, это серьезная заявка. Ну да, по Тиран Виковской теории тут все. Блин, у нас Гелиончик приходит сюда. По лимиту меньше Хэпича. Но там, хотя у них боевой лимит должен быть одинаковый. Разница по рабам. И, по сути, Тиран Вик по экономике вперед вырывается. Вообще, тут прям очень интересно. И тут третья добывается. И не дабоча больше. Боевого поменьше лимита. Но Медиваки очень вовремя вышли. И танки как бы уже не будут врасплох как-то уничтожены. Хэпич, что танки водят почему-то вдвоем. Два танка, не знаю. Заходят. Раскладывается. Но позицию у Тиран Вика здесь. Ну, хотя бы всего один танк. Он пытается его эвакуировать. И Викинг добивает и Медивак, и танк вместе. Да, они очень расклад. На ровном месте Хэпичи находят позицию. Вообще, просто на ровном месте, где Тиран Вик не готов. Ну, два танка прилетают. Нужно как-то Викинга отогнать, видимо. Викинг отгоняет на циклоне. Очень битые танки у Хэпичи. Сейчас, кстати, можно один выстрел. Там Вижена не хватает? Рейндж вроде есть. Слушай, да мне показалось, что рейнджа, но я не смотрел. Ну, вот залпы добил все-таки Тиран Вик. Они очень ровно идут. Очень ровно. Даже сложно сказать, в плюс ли Хэпичи сейчас дропался. Почему? Потому что по рабам преимущество у Тиран Вика осталось. У Хэпичи же по-боевому. Лимиты равные практически. Но как только Хэпичи отходит, тут, смотри, Тиран Вик сразу в плюс по лимиту ползет. То есть Хэпи реально тут переконтроливает. По макро у Тиран Вика чуть получше. Вот, дропчик пошел. Ох, не уйдет же. Да, да, молодец. Тиран Вик сбил медивак. Дропчик с... А, ну он просто танки передропывает вниз. С новым подвигом готово. Он, кто на ноги! Готовятся, кажется, даже оба собираются выходить синхронно. Хэпи идет в атаку под четвертую, видимо. Тиран Вика хочет просто разбить камни и спуститься. Немножечко Эфпшечку я от Тиран Вика посмотрел. Ну, тут надо полно смотреть просто. Были там разговоры, как обычно, про мэпхаки там и так далее. Но, видимо, игрок быстро ворвался, да? Про всех же было. Про наших практически там. И ревам и пхак, и влайм и пхак. Клуси. Не знаю, не знаю, ребят. Танк забыл. Забыл танк на Тиран Вика один сейчас. Заходит Хэпище. Ба! Тиран Вик не готов. Но Мариков побольше. Ой, как Хэпи подошелся с неудачно. Хороший залп здесь был. Половина морпехов. Остальные отдаются, но они отдаются специально, чтобы, видимо, прикрыть, выдавать и сломать. Не было скорости у Хэпи еще чудом он успел уйти. Ну, и Тиран Вик впереди уже. Впереди по грейдам. 1-1. У Хэпи, ну, Тиран Вик тоже сейчас уже вторую инженерку зарядил. Зарядил, да. Зарядил. Где она? А, вот она на второй базе. И на мейне. Ну, Хэпи 2-2 все равно значительно раньше будет, конечно, тоже. Это очень важный момент. 155-136 по лимиту. Тиран Вик впереди. Тиран Вик, кстати, делает грейды на тех. Черт, я так вот. Мне кажется, сейчас будет продолжение атаки. Хотя тут Хэпич разложился. Танки дропаются, моряки умирают. 20 лимита преимущества. 2-2 делают. Ну, пока позиционная война идет. Вижу, что никто в последнюю атаку не собирается выдвигаться. Хотя Тиран Вик тут какую-то серьезную группу войск готовит на выход. Причем у него 2 факты работают еще. То есть по танкам преимущество. То есть у Хэпи тоже 2 факты, но он как-то немножко втыкает. У меня такое ощущение. Хотя нет, 8-8 в танке. Самариков больше 49 на 31 в пользу Тиран Вика. По медивакам тоже 12 в 7 преимущество. Да, солидно. Ну, конечно, когда вот в Лотве танки возятся, тут медиваки, конечно, не ключевой момент. То есть если моряки на моряки, теоретически, могут остаться, тогда, конечно, будет развал. У Ка столько танков там уже это не ключевой фактор. Так, Хэпи встречается. Сам Тиран Вик затопил немножечко, да, что-то поздно дропнулся. Но потом все-таки дропнулся. Но налом прямо на танки идет. И как-то так вот Тиран Вик неудачно по лимиту дерется. Все моряки отдались. Хэпи законтролил. По лимиту стало роб. Даже Хэпи больше чуть стало. И по рабочим больше. Кстати, грейды-то какие были? Так, грейды были 1-1, 2-1 Хэпи. Да. Ну там, конечно, танки решили. Там больше не моряки. Да, там больше урона было с танков. Плюс вот сейчас такой момент ключевой. То есть очень часто я наблюдаю, авто, ты знаешь, как вот подходит, как бы вот так вот позицию как занимать. И буквально вот танки вот замешкался немножечко. Моряки вражеские побежали. Если ты танки по факту уже под моряков дропаешь, это все раздромтывается. А у них 1,7 секунд вот это КД после того, как дропнули, они не сразу стреляют. И как раз за эти 1,7 секунд моряки могут все разорвать просто там. То есть позицию не занял. И танки потерял, все потерял. Еще Тиран Вику повезло, что у него танков там много было. Так вообще мог отдаться полностью вообще. И что часть не в ренже танков Хэппи была. Да, там 3-4 танка снизу. А, имеется в виду, что Хэппи еще не достреливал. Ну, что Тиран Хэппи, да, они дострелили до танков Тиран Вика. То есть они выжили, как бы. Потому что если бы сразу достреливали, там за первые 2 залпа могло все поменяться просто. Ну и посмотрите, 182-162 в пользу Хэппи. Да, и 4-я база у него раньше получается. 4-я раньше. Идет он вперед, агрессивничает сейчас. Ряды 2-2 в 2-2 сейчас абсолютно одинаковые. Вот примерно вровень дерутся сейчас маленький цикл. Два Викинга очень помогают. Очень помогают, да, согласен. Вынужден Тиран Вик сканить. Танк одного Хэппи забрал. Сейчас пытается забудить то, что отсутствует Вижен у Тиран Вика. И два танка на халяву Хэппи сейчас бревает. Ну, видимо, поддает. Викинг тоже близко чуть-чуть подходит. Приму, что Хэппи снова увеличивается постепенно. Плюс 30 уже лимита у него. Да, 160-130. Ну, все-таки опыт Хэппи и его контроль иногда почти безукоризненный решает. Тиран Вик по макро впереди был. Чуть по грейдам отставал, но реализовать не получилось у него было. Так, что будет делать Хэппи? Как-то нужно наращивать здесь преимущество ему. Он это понимает и двигается. А если справа, там есть возвышение, куда можно парочку танков. Да, им пользуются иногда. Но Хэппи тут рядом, в принципе, приходит. Лучше сюда. Таур минус. Тиран Вик держится. Здесь, в принципе, планетарка. Главное Тиран Вику позицию танка мне. Давайте вот сейчас как раз он отдает эту позицию. Марик и Хэппи еще идут вперед. Отпрываются, да. Да. Мастер, Вик. Мариков слишком много. ГГ. ГГ, 1-0 Хэппи. ГГ-бот у тебя сходит с ума просто в чате. Да, где же Бзик? Бзик поставил, да. Провоцирование. Забанил бот. Привет, Фулл Горыч. Что за студия? Вот тебе бот рассказал. Фулл Горыч спросил. У бота пригорел ее. Он ему просто очень часто приходится на этот вопрос отвечать, но зато мне помогает тут все равно. Я тоже уже озвучивал тысячу раз. Так, вторая карта у нас Сумеречные башни. Поехали. Присоединяюсь. Так, да. Сбрывайся ты. Зоу Зерга сразу. Может заметить сразу Хэпича Зоу. Найджика Зоу. Большого босса Зоу. Все, вроде всех позвал. Так, Зоу пока не заходит. Майджик здесь, Тиранвик здесь. Хэпич что-то не прыгает сам. Не пресыть так. А вот, все, вижу Хэпи. Зовем еще раз его. Ну, что ему скажешь по игре по этой Миши? Ну, очень ровно было. И действительно у Тиранвика было в некоторое время преимущество хорошее, но одна нелепая атака и всю остальную часть игры он проводил уже в качестве догоняющего. То есть Хэпи такие моменты он редко прощает. Это скорее опыт сказывается. Согласен. Так, поехали. Ну, Машистери ставлю. Все готовы. Начинаем. Зерга опять нет. Жаль. Ну, я ему звонил цирк. Да, видимо, он заевкашился. Вот. Да. С Мречной башней. Здесь наверняка же есть какая-то специфика в ТВТ. По позициям, по местам, где лучше всего сражаться. Ну да, но тут в ТВТ 100% четвертая база не вот эта в низине, как бы. Вот это однозначно. Потому что сверху простреливают. Ну да, тут просто из центра позицию тебя занимает оппонент, и ты можешь проиграть на это. Ну, что я скажу, для 17 лет предыдущая игра очень даже... Да, конечно, конечно. Скелета, я думаю, никто не сомневается из зрителей. Тем более, что человек и первый тур прошел, и отборочный прошел, и турниры до этого онлайновые тоже выигрывал, насколько мне известно. Там у него в истории, в профайле уже есть и достижения. Поэтому не слабый игрок. Так, ну даже если Тереновик проиграет Хепичу, то у нас же есть лузера. Конечно. Поэтому... Ну, кстати, я не знаю, честно говоря, я за сеткой вообще там не следил, то есть будет ли перекрест при падении игроков вниз, или они как бы с верхней сетки в верхнюю и будут в лузерах падать. Если с верхней-верхнюю, то с элэйзером-то будет проигравший здесь играть. У Хепича очень ранние газилки, насколько я понимаю. Да, очень-очень даже, я бы сказал, ранние. То есть тут в отличие... Может, это масс-риперы какие-нибудь? Бараков маловато. Не, масс-риперы с одного газа. Бараки начинаются. Тут, наверное, сверх ранние факта, но для чего только. Не знаю. То есть поменялись билдами фактически. Да, похоже. Хепич, кажется, хочет показать, как большие нужно контролировать. Да, и рипер заказан. Ну, рипер-ццшка, то есть это чтобы и на рипера, и на факту. На факту-ццшка, конечно. Так, вопрос в чатике. Сергей, когда хочешь новогодний праздник, когда возвращаешься? У тебя праздники будут новогодние? Слушай, ну, наверное, поеду, да, там. Чего же съесть? Просто если я у меня с горлом, если я не поправлюсь, даже после операции, как бы это, я не поеду. Страшно это очень все, как бы, вот, вирусы все. Если поправлюсь, то поеду. Но 2-го числа уже Нейшн Воры будут, поэтому 2-го января ждите. Врыв будет. А у тебя, Миш, какие планы? Пока ничего вообще. То есть никуда уезжать не собираемся. Более того, в новогодние праздники там все, ни у кого нет работы, и все будут стримить, потому что масса свободного времени. Ну да. Что будет интересно, я думаю. Ну да, в новогодние всегда весело, на самом деле, особенно, конечно. Так, рипперы, с рипперами дерутся. Дуэлечка. И Хэппи пока проигрывает по хп, видимо, он мины промазал или выстрел просто попустил. Да, он, наверное, с лоу граунда просто залетал, и там риппер подстрелял. Не в курсе, как бы, а этого всего. Гиллиончик и второй риппер от хп ипса, и как тайминг реактора-то не очень. Сейчас два риппера, и гиллион могут ворваться на риппера Марика просто. Угу. Почему-то не заказывает пока баньши денег, а решил изменить. Факт, а, слава. Вот как Минки сейчас рамку карасит жестко. Так, пытается хпшить Марика производить. Минус Марика, второй гиллион прейджи. Рипперы минус, ну, гранаты. Что творить-то хппич просто. Вообще на ровном месте сейчас еще. Так и игру проиграть можно. Минки ведь Даня тоже бьют, причем он так кидает, что чуть ли не все три. И реакторы, и лабу убивают. Заходят опять же на хайграунд. КСМ у насерен Вик. Боится, боится заходить, но классно сейчас откачивает. КСМ, КСМ умирают уже полдюжины их. Минус. Это просто жестко. Это великолепная игра со стороны хппич. Контроль на его высшем уровне. Тутерен Вик, кстати, за миш. Сейчас рпм больше, чем у хппич. Поднялся, видимо, с нервозности, что вот так вот давят. Ну, тем не менее, ЦЦшка раньше, а тут даже еще орбиталка не морфится. Он рабочих потерял, и сейчас они по экономике выровнялись. Да, по экономике выровнялись, и Терен Вик вполне возможно сейчас по лимиту и перегонят. Ему танк достаточно заказать, в принципе, чтобы вырваться вперед. КСМ, что мне нравится, у Терен Вика нет такой темы, как у хэппи давно, которого у всех пригорало. Забывал заказывать, да? Ну, он старался, как бы, как КСМ-ка доделается, идеально под, ну, не в продакшн-линию вот эту заказывать по две, как бы, типа по одной, ровно-ровно, и постоянно там секунды три-пять в тык, и в итоге там на промежутке отставания в несколько КСМ-ок получается. Терен Вика, Терен Вика все отстроится. Постоянно пополняется призовой фонд, в том числе, это Asus поддержали на 300 рубликов общепризовой, но все сообщения о пополнении призового вы можете в чатиках тех стримеров, которые освещают. Мы, к сожалению, не на все сможем все озвучивать, поэтому просто знайте, что это не пропадет. Да, спасибо всем, ребят, за это. Ну что, третий СССР, в этот раз третья СССР, в прошлый раз у Терен Вика раньше была значительная, в этот раз у Хэппище, наоборот, вторая, третья раньше. Улетел почему-то с реактора бараком, Терен Вик ставит на нем лабу. Странно, наверное, другим полетит туда, или не знаю, почему реактор оставил. СССР скоро будет готова. У Хэппи стим щиты, вот это очень важно, потому что если получится тайминг Хэппи словить, когда грейдов не будет у Терен Вика, а у него 36 секунд раньше, стимпак 37 даже, это может очень сильно зарешать. Плюс не факт, что у Терен Вика будет вторая лаба, и он одновременно щиты будет делать, то есть если там удастся без стимпака и без щитов подловить, как-то это вообще будет разгром. Ой, смотри, какой призовой прикольный стал сейчас. 777777, да, Хэмл перевел 1357 рублей, подгадал, высчитал, и сделал ровненький, счастливый призовой. Да, но чувствую, что это не конец. Да, сегодня у нас весь вечер, и весь день, и весь вечер будут матчи до самого конца, и финал, Бо-7. Ну да, и ключевые Бо-5, ну я посчитал, 5 Бо-3, и 2 Бо-5, и 1 Бо-7, вот так вот у нас сегодня будет. Короче, игра много из Старкрафта, и немного ЗВЗ, то есть таких Бо-3, как вчера, навряд ли сегодня будут. Динамично очень. Затишье у нас в игре, тем временем. Строится, но видишь, что тайминг, к сожалению, Хэппи не будет реализовывать, пытаться. У него все синхронно доделывалось, там и щиты, и стимпак, плюс один, но стимпак сейчас вот-вот-вот-вот-вот. Но он вроде не торопится никуда выходить, или дропов делать. Да, но видимо боится каких-то там дропчиков от Теренвика, не знаю, что он боится стоить на мейн. Теренвик развивается, третий уходит, реакторы, бараки, все добавляет. Вторая факта пошла для танков. По грейдам. По грейдам вот сейчас опять вот практически так же, как в прошлой игре, Хэппи будет впереди по грейдам. То есть у него сейчас 2-1 будет делаться, у Теренвика только первый армор. Вот если бы он сейчас инженерку добавил плюс армор, и у него он бы практически одинаково по грейдам с Хэппи было. Но Хэппи тоже немножечко втыкает сейчас, кстати, что-то он вторую атаку не заказывает пока. То реточками обносится по имечку Хэппич, но уверен уверен в своем макро, в своем лейте, видимо, и просто он не спешит здесь вперед. А вот и атака пошла. И в этот раз двойной дропчик. Теренвика двойной дроп летит и в странном направлении каком-то. То есть тут через третью пролетаешь, он, видимо, хотел через третью именно вот на эту в левый нижний угол прорваться. Но тут и Викинг, и Сенсор Тауэр навряд ли получится. Ну да, даже если он прилетит, там один танк сразу будет по кому-то стрелять, второй рядышком находится. Посмотрим. При этом нет никакого дополнительного отвлекающего. То есть все, Викинг сразу палит и медеваки решили не лезть. Улетел на бусте сейчас Теренвик. Кстати, редко вижу и вообще забываю, что такое есть. Сейчас же Грейт у тиранов есть на плюс 50% действия вот этой скорости медевака в лаве делается. То есть иногда некоторые делают его, но я, наверное, раза два видел за все игры, что стримил там и корейцев, и некорейцев. Так, и опять, смотри, опять Хэппи не атакует, опять Теренвика больше лимита становится. Мышь втыкает с заказом да нет, у них рабочих нормально все. У них рабочих нормально, но как-то продакшен у Теренвика каким-то у него получше. Не знаю, почему-то во всех играх так происходит и вроде как и зданий-то производящих только же, что самое интересное. Да, мистика какая-то. Кажется, заряжен, да, заряжен большой босс и выходит сейчас то ли на четвертую, то ли нет, то в атаку просто он выходит. А где вот позиция и Хэппич тоже? Да, пошли вперед, но видимо в центре встретиться в центре боя-бой. Тут сейчас Теренвик спалит, у Хэппи сенсор Таура 2 есть, у него хорошо, как пространство все перекрывается от дропов там всего-всего. У четвертой все-таки базы Теренвик вышел, то есть Хэппич сейчас уже летит, у самого босса строится только четвертый, пошла атака, Хэппи раньше дропаются позицию, у Хэппи такое ощущение, что получше была, значительно лучше, и он танками разваливает все просто в план. То есть тут доля секунды решает, первый залп там в частности, ну или... Да, первый залп у Хэппи раньше, и еще маленький у Теренвика видел там вот к этому непонятному, да, неровность, они в куче мимо танков шли, очень жесткой такой, и Хэппи поэтому его развалил, то есть, причем у Хэппи тоже позиция это не акти было, если бы кто-то полукругом вообще хорошим стоял, вот в такой ситуации вообще там под нулину разваливаешь, но все равно у Хэппи получше было. Да, плюс 15 лимита в результате, развиваешься 10 минут, а потом хоп, и так полсекунды не сконтролил, до свидания. Да, 2-2 у Теренвика делается, у Хэппи 2-1 готов, второй армор что-то не заказал Хэппи, и сейчас Теренвик если проживет, он по грейдам вперед вырвется получается. Четвертые ЦЦшки одновременно практически. То есть, вот Хэппи стоит, и Теренвика меньше, конечно, лимит все ближе становится. 3-2 Хэппич заказывает сейчас грейды. Куб продакшн сейчас здание урублю, посмотрим, бараков у нас 6-6, бактори по 2, старпортов по одной штуке, еще одинаково практически, все, все. Хэппич вперед опять умудряется как-то позицию занять, пока Теренвик где-то сзади был, но он сейчас Хэппи на танки полез, опасно очень, Теренвик, да, свои танки не прикрывали, понадеялся, что Марики какую-то часть танков просто уничтожит на халяву, пока прикрытия с другой стороны тоже нет, но колоссальное преимущество хотя левые не сильно участвуют в сражении, но кажется он отрезает четвертую базу и укрепится наверху, а это очень важно учитывая то, что у них все приблизительно типа было ровно, сейчас отрезать четвертую базу. Только Марики Теренвику могут помочь, пока прирост Хэппи не подошел, он может этим воспользоваться, но вот Хэппи стремился именно несмотря на потери, да, именно позицию занять, чтобы атаковать СС-шку, чтобы заставить, в принципе еще не не там крутая позиция, СС-шку можно вычинить, но всегда это нервно хочет Хэппи, чтобы не начать вынужден налабывать сейчас большой босс с Мариками вычищает пару танков, вроде даже прорывается и все убивается, Теренвик отбивается, но это следствие того, что как раз-таки прирост биохэппи не сумел подойти сюда. Смотрите, сколько СС-шек Хэппи там везде, ё-моё, у него там полкарта уже, успевает он вот этот мультитаск именно экономический, задействовать, там планетарки везде, нет, одна орбиталка, одна планетарка пошла, по грейдам Теренвик впереди, кстати говоря, уже будет в перспективе, только по атаке, так, заис, спасибо, только атака, только атака впереди на технику у Хэппича, мейн кончился уже, у Теренвик вторая кончается, у Хэппи то же самое, в кармане чуть больше у Хэппи осталось, но зато на мейне вообще ничего не осталось, на третьей базе тоже уже скудно по ресурсам там и там, в общем-то, сейчас можно решать, что Хэппич так распределил, то есть он по чуть-чуть, у него добыча значительно будет больше, и не критично будет потеря какой-то базы, если даже Теренвик убьет, а вот из Теренвик у четвертого сейчас брить, то это практически все. И заканчивается еще у Теренвика собственно натурал, там осталось нечестно 4 минерала, ему нужно думать, куда рабочих переводить, потому что на четвертый уже как бы подходит она к своему пределу, то есть надо занимать пятую базу. Спалил только что Марик нычку, одну по крайней мере из левых, и тут туда же летит, сейчас кажется будет, нет, не будет, Хэппич врывается, кажется. Ой, как поздно Теренвик дропнулся. Он тут развалится должен полностью просто. Да, тут даже танки Теренвика не ставят, Марики все добивают с 3-2 грейдами, несмотря на то, что у Теренвика уже 3-3 было, а нет, у него 3-2 третья армор, прошу прощения, еще не доделался, у Хэппи вообще даже не заказан. Ну и сейчас тут конечно этим практически похоронил Теренвик надежду всю, так как видно, ну ему-то пока это непонятно, но по карте это видно, что Хэппич значительно его лучше. Да и армии у него больше, одних танков. Правда, без прикрытия их оставлять тоже не хочется. А, не, он полетел, или... Пытается Дмарик там героически бьется в танках, смотрит, он до сих пор стоял, только сейчас убит он оказался. Плюс 70 лимита, Хэппич понимает свое превосходство, вычищает три танка и к четвертой базе сейчас прорываться будет. Да, это уже потанет. Несмотря что у Теренвика там 3-3, ну, как-то не очень... То есть, в чем сейчас дело, то есть, Теренвик по макро немножечко завтыкал, то есть, у него, да, вот этой стадии все вообще идеально лучше даже, чем у Хэппи, а вот дальше, ну, в Эйте, да, вот что-то вот он не пошло так все понакатанно и плюс, как бы, мне вот так кажется, пока видится, что Теренвик не очень хорошо привязывает свои тайминги к грейдам. То есть, он ГГВП, ребятки, 2-0, то есть, он должен, естественно, прокликивать юнитов Хэппи и видеть, какие грейды, то есть, если он видит, что они хотя бы одинаковые и видит тайминг своих, то есть, ты уже понимаешь, что точно не хуже хотя бы с равными будешь, с равными драться грейдами. Теренвик как-то умудрялся на ламу, он сапокатом, у него арморы, атаки не доделались. Он еще пару сражений же провел, ну, не был готов, он не так быстро реагировал и Хэппич удачно их принимал. Раньше раскладывался. заставал, расхлох просто. Ну, это, кстати, у Хэппи всегда славился чем у него? То есть, ЦЦшки есть, он мулов не будет кидать, у него будет минералов не хватать всегда, но у него постоянно скан идет, чтобы позицию правильную занять. Именно все на контроль. Так, ну что, нам надо... Опыт победил молодость, да и АПМ у Хэппича во второй игре было больше, поэтому заслуженная победа, 2-0, Император в финале первой сетки. Да, да, Хэппич уже как минимум топ-3. Так что, он уже в деньгах? Да. Что там минимум за топ-3? 15 555. Второе место еще круче. 23 333. Вот товарищ 777, который 777 добавил красоты призовой. Не вздумайте портить. Так, я пишу, я пишу изи сейчас. Сейчас будет ПВП, то, что вы любите больше всего, даже больше, чем за ВЗ. И сражаться будут Стрэндж и Калти. А Помич пытается созвониться, видимо, с Изи. Сразу Авы, Авы, ну, конечно, конечно. Император. За Императора. Так, Изи пока не отвечает. Сейчас я его просто добавлю. Сюда, может, он заметит тогда. Все, заметил. Добавляю участников. Так, все, поехали. Алло. Алло, привет, Изи. Здорово. Вот. Привет. Ну что, как обычно, представься, сколько лет, как зовут, откуда, когда StarCraft начал играть? Меня зовут Вячеслав, я из Питера, играю с Зергов, 17 лет. StarCraft начал играть, ну, года три назад, наверное, где-то в начале, в середине Вова, насколько я помню. Играл всегда чисто по фану, никогда не хотел чего-то такого высокого добиться, потому что, ну, я знаю, что к этому нужно прикладывать какие-то большие силы, и надо как бы забивать на все, на учебу, на жизнь свою, ну, я как-то просто по фану играю. Расскажи тогда не про StarCraft, а про учебу и про жизнь, на которую ты пока еще не забиваешь. Учусь в SPB Гуте, имени Бонч Провевич на первом курсе, в том же универе, что и Култи. Ну, живу весело. Ясно, да. Так, ну что, я не знаю, как тебе StarCraft, как лотов оцениваешь? Спасибо, Тиксель, за участие в турнире. Надеюсь, надеюсь, что будешь еще приходить и вообще играть, тренироваться. Да, я тоже надеюсь. Ну, как StarCraft? Ну, мне StarCraft просто всегда очень нравился. Еще начиная с первого StarCraft. Я играл в детстве в компанию. Очень нравилось. Первого StarCraft? Я никогда не играл по сети. Я первый StarCraft играл, когда мне было лет 8, наверное, я играл чисто компанию один с братом. Ну, StarCraft старше тебя первой, насколько я понимаю, да? Ну, вот, я 98-ом году рождения, первый StarCraft, по-моему, тоже 98-ом году выше. отлично, отлично, отлично. Ну, прямо, да. Близзарды, да, умеют делать компании, это да, даже приятно перепроходить эту тему. А почему именно StarCraft? Вот, все-таки. StarCraft как-то общаются, уходите, какие-нибудь ланы там есть у вас, или еще что-нибудь такое? Ланы, вместе с ColdC, я был только на одном лане, это был какой-то подвал, где мы играли на ноутбуках, который очень дико вагали, и там не работал интернет еще. Вот это вместе с ColdC, атак я был на двух отжигах, тогда еще ColdC не учился в Питере, я один ходил. Мне нравилось, как бы я там револьвера видел. Ну, это уже, это уже, да, событие, ачивка, видела, главное, чтобы, ну ладно, не буду про провоцирующие всякие вещи, вот. ColdC тебя сдает, что вы там лабы по физике? А, вижу, да. Да. Есть такая проблема, если чем, это нормальная тема для нашего универа. ColdC, да, да пишется, что, что-нибудь это произойдет. Может, препод трансляцию смотрит, или тоже в Старик поигрывает. Ну да, StarCraft игра такая, у нас тут и из Роскосмоса, и летчики есть, и врачи, много кого есть тут. Вот, ребята. Так, что думаешь по поводу ГГГОда, кто фаворит, кто не фаворит, вообще про сцену СНГшную, что-нибудь может сказать? Так, ColdC по-любому, топ-1 должен брать, я считаю. Не, на самом деле, мне кажется, то, что самые-таки сильные игроки, если серьезно, ну, это Happy ColdC, мне кажется. Happy просто мне нравится, как Happy играет, в том плане, что у него очень четкий микроконтроль, мультитаск, то есть, я не могу сказать, что у него такие прям четкие билды, потому что по макро он очень часто отстает от своих соперников, я сейчас такое замечал, и от меня тоже отставал, и от вот Тиранвика только что они брали, то есть, у него по макро какие-то косяки и жесткие, которые он сам не замечает, а вот, именно в самом макро он может спокойно, из какой-то плохой ситуации выйти, благодаря своему микроконтролю, и так далее, то есть, он чисто вот каждого Майрика на карте видит, он все контролирует абсолютно. Ну да, согласен тут, это сильная явно сторона Happy. Так, ну что, Миш, что-нибудь готов-то спросить? Какие у тебя любимые в Лотвии юниты? Оригинальные вопросы я понимаю. Ну и про баланс можешь сразу тогда сказать что-нибудь. Про баланс хочется сказать, что Тиранвик как-то что-то загнался насчет слабой расы своей. Но, хочу сказать, что протезы в свой раз немного недооценивают, потому что они как вот начинали ныть на Леру, только вышел Лотв, я согласен, что тогда она была Маймбой. Но сейчас они как бы уже свыклись с ней, они уже научились с ней играть, как в Рейте, так вот на лепестском сервере тоже полно протезов, которые уже умеют бороться, так сказать, с Лерой. И просто протез, который умеет обузить все раз, он вообще без проблем зерго выигрывает. Все, про баланс, все ясно. Так, ну что, могу сказать, надеюсь, будут в Питере какие-нибудь Ланы, я туда приеду, тебе удачи, желаю, надеюсь, что будешь играть, дальше тренироваться. Ну я играю это постоянно, просто тут суть в том, что вот у меня как раз сейчас зачетная неделя, плюс я вчера еще друзей встретил перед капом, я немного пьяно играл, если честно. Таких подробностей можно не указывать, вот, и лучше так не делать, скажу тебе честно, просто, ну, скул, я не ожидал. Ну ясно. Ну спасибо тебе за интервью, я думаю, еще с тобой увидимся, вот, удачи тебе в Старкрафте и продолжай в том же духе, но только не в как-то про последние обстоятельства. Удачи за счетной неделей и может быть на втором плане опять удастся увидеть револьверы. Да, надеюсь, спасибо. Все, пока. Так, ну, веселые у нас интервью, конечно, получаются. Так, ну что, пора стартовать. Ну все. Сейчас как раз кулки, да. Так, что у нас строят в Сумеречной башне? А, первая карта еще какая вторая вообще-то я. А что, первая у нас орбитальная верфь. Прям подряд, как они в списке все идут. Первая, вторая. Так, зовем кулки, зовем ты прыгай мишта до мэджика зову. Где, так, а где стрэндж-то? Я что-то не вижу. Стрэндж, а вот он, вижу. Все, все здесь должны быть. надо подождать, кулки дослушивают интервью, задержка же полторы минуты. Да-да-да, видимо, я тоже об этом подумал, наверное. сигнал на чатик. Вижу момент, да. Опа, кто-то у нас появился в апсерве. чувствую, тут как бы послушал кто-то интервью и слежка началась, походу, да, тут-да, кулки за изи. Ну, ладно, шутки в сторону, спрашиваю, готовы ли игроки, будем стартовать. Кулдуакт, приезжал на лавн на револьверы, посмотришь. Видели, видели. А кого не хватает еще? Все здесь, просто жду, пока игроки ответят. А, понял, не видел. Готовы. Ой, кулки ливает. Что случилось, чуть не понял. Кулки бывали раньше с интернетом, проблема. Так, пригласить группу. Вот прыгает сам назад. Спрашиваем Стрэнджа. Может, и нет упасть во время игры у кулки. Не кикайте. Все, поехали, все готовы. У кулки просто разрыв этот идет, и таймер, если даже на ноль, как бы у него коннект восстанавливается иногда уже, просто не раз такое было. Кик револьвер, говорит кулки. Хорош. Надо было потроллить под конец. Не, ну посмотрим, кулки обещал без всяких таких штук. Наконец-то протасы, наконец-то я зеркалку хорошего посмотрю, получилось, с чему. Может быть, пвп он такой сейчас непонятный. Пвп необычный сейчас. Колоссов жалко. Колоссов, да, колоссов. Ну вот, я иногда вижу, что их строят, но у корейцев, правда, редко наблюдать, с тираном как бы больше, но, конечно, они что-то вжик-вжик этот у них сейчас вообще долго, они даже мариков бьют. Ну что, поехали. На рампе будет Стрэндж застраиваться, а тут первый пилон сразу в минералах строится. Это пока единственное различие, поэтому что тут скажешь еще. Так, ребят, про кип-бет вы помните, что там ставочки, все там они должны появляться. Не буду вам напоминать больше особо. Так, цвета, да, кстати, цвета не актив. Ну, да ладно, в следующей игре попросим уже поменять, думаю, разберемся. Синий против фиолетового какого-то получается у нас. Ну, типа, смотри, какой билд. Да, да, этот первый пилон должен был натолкнуть меня, по крайней мере, на эту мысль, что, типа, макс экономики не отвлекаются рабочими и все так плотненько дефенс настроит. И не отвлекает, плюс тут застройка, чтобы от этого там мимо минералов не проходили. Без UK, спасибо тебе, что смотришь. Ну, не только нам с Мишей, спасибо, естественно, за это. Да мы-то что, мы-то, что-то. Это главный судья, там еще с игроками связывался, там и т.д. и т.д. Ну, в основном все было на Паше. Ему спасибо Яндеку за призовой, всем за призовой спасибо, ну, всем, кто причастен, в общем-то. Приходилось там пригары некоторые решать, скулти там говорить, чтобы, простить, чтобы не было там всяких врывов. Так, второй гей здесь, ну да, два гейта киберначика после Нексуса, в принципе, почти стандарт. У Стрэнджа более стандартный Нексус после гейта, но не намного более поздний, но кибернат зато пораньше. Так, Вова, ПВА, чем Рева прославился, ну, Рева это известный, известный вообще человек. Да, наследил он, в смысле оставил много всего хорошего, я надеюсь, еще будет много интересных новостей. Рева, если слушаешь, привет себе пламенный, конечно же, помним, любим, скучаем, пили стрим. Ну, кстати, может, уже и запилил стрим, потому что, что, в серверах-то сидел, в ПВП тем более. Так, пробочка возвращается Стрэнджа, оба со сталкеров начинают, у Стрэнджа вот разница по билду, это то здание, которое у него сейчас строится, технологично, это робо. А то, что он наглухо застроился, не говорит о какой-нибудь призме, елайме, или... Может быть, он отменит сейчас этот пилон, пока непонятно. Точно, Тихопатская Меншин, же Дельтоник, он писал мне, Женя, он некоторые цвета не различают. Я понял. Ну да, надо попросить будет. Призма пошла. У Кул-Т, У Кул-Т, Твайлайт. И сталкеры пока что, сталкер, а он не может застрять этот сталкер верхний между, там, пилоном и Сомречным Советом? Слушай, кстати, будет ли он выходить? Вот в чем вопрос. Тут же есть блок, когда им просто не выйти если он просто не даст и ну хотя нет здесь часть гейта может быть вот здесь вот касается за роба за пилоном точно выйти не сможете столько справа гитов в этом узком пространстве он вниз сейчас направляет далее справа выходит отлично блинг блинг сталкеры а здесь 6 гейтов у стрэнджа и он уже полетел полетел со сталкером тоже дома пилончик и не боится тоже не боится мазерфор поздний но оракулов никаких особо не боится товар уперов идет призму закрывать полетит с этим пути нам и не смотри здесь особо пилонами ты не прикрыто все и вот сейчас кстати как многие говорили призма она используется в плане контроля как аналог блин как далека забирается все и очень круто можно законтроливать особенно кого оппонента нет конечно блин когда есть это сильнее чем тут мертвая зона смотри как и здорово сейчас идет бар без без каких-либо спалива и кулки не видят и стал кровь уже 10 просто пилончик падает сразу же на мэне роба отключена не достроится и морковь стрэндж пытается рабочий начинает терпеть но лучше наверное да по сталкерам работы конечно стал убивать стрэндж попадает приятно верча же и пробками как кулки пробками заблочил сейчас хорошо заблочил и ровно количество жертв пробок у него все равно больше адепты адепты следующими пошли попытка развести забежать на экспант они будут на вторую до врываться базу здесь проблемы у кулки начинаются по пробкам блин почти готов сейчас у вершать будет выставим адепты на моем фокус идет 19 уже пробок погибло 2837 призму терять было конечно же не обязательно стрэнджу сейчас так хочу адепты адепты решили дали вновь прошел даже четырьмя до ушел четырьмя стрэндж но наверняка кулки сейчас с блинком будет агрессивнее действовать аркшайн пытается на халявец ну типа гейтов много вряд ли там роба по посту и а вдруг пропрет но по рабочим ситуация очень нехорошие надежно отстает сейчас после таких забеганий и отбивание при помощи пробок кулки но у нее есть блинг да ну кулки не спешит вперед эти четыре адепты дисок ходит будет вынюхивают понемножечку на не спалились на обсе и stalker их сейчас должны нужно иллюзии пускать и блингом агрессивным подходит ну а депто нужно придется телепортнуться при этом грамотно он папа одному адепту на каждую из баз и нам и не при не готов мазер пор две пробки на мэй не заберевает стрэндж 4832 все-таки плюс да получается серьезный не доконтролил жалко адепты который был справа стрелял некоторое время по газу вообще он просто на халде вне рейнджа пилона поставил да был толстый отвлекался то тем уже контролил сам 5035 по экономику стрэнджер все значит лучше по рабам потому что больше по боевому по боевому кулки чуть-чуточку в плюсе пока и кстати пошел с призмы слева два dark атак один dark сяк ну да то есть врыв на вторую базу дарками сейчас вот очень и своевременно выходит на третью базу сам того конечно не знает потому что один всего ops у него на основной армии экспета незащищенный два дарка начинают нарезать и авто может фуку и сейчас нет он час ой далак это окулте стандартная тема по ходу дела да ясно здесь нормализуется если дефолт он просто ждем ну да они это дефолт когда-то должно просто тут конечно в таких моментах кого-то вот вот все пути пытается уйти стрэндж за это обсерва фокус ну в минус культе если этот лак и был конечно потому что он сам мог и обязан был об серверов укуснуть стрэнджовского на блинке то но не фокус ну в это время два dark а залетают сейчас стрэнджу от култе 8 пробок уже уничтоженный барабан то одинаково стало практически в это время сталкеры с dark отменяют третью базу и отменят отменят стопроцентная пою и стрэндж не отменил ее минус 400 минералов неприятный момент у култи когда гигантское количество ресурсов накопилось и почти готов третий нексус до увлекся развлеканием немножко законтролился и не смог вовремя потратить ресурсом сейчас нужно будет перевести экономику в порядок на третью базу перевести рабов под заказаться гейтов добавить да ну и у култи кстати все лучше чем у стрэнджа безусловно сейчас причем у култи есть плюс один у стрэнджа по нулям фаржа нету вторая даже делается тройный грейт на атаку как здесь призма летают все еще дарки две пробки убили но один погиб кстати она в наглую над пилонами летала странно что стрэндж не только ловер чаш да на пилонами может быть сразу не видел здесь спокойно должен хотят и мордова побольше на плюс плюс грейт наверно может порешать дарить обилоны и центре ну и филлы здесь есть еще удержится пункте стрэнджа меньше установить 3 нет причем стрэндж очень долго не заказывал только сейчас заказывает это важный момент я причем он мог спокойно это сделать учитывая то что сам выходил в атаку и угроза вроде как ну третьей базе вроде как ничего кроме дарка разве что вот этого не угрожало избавиться надо от этой призмы уже достала летать залетает бог хашина стрэндж решил что 4 чашу двух достаточно было или 3 хотя бы но все равно энергии много и сотка становится редко когда призме нужно 200 прям единовременно на 8 пилонов выставить как бы иногда бывают зергами в основном такие моменты в пвп навряд будет 104-133 кулки все замечательно ой вторая атака готова здесь только первая пошла и пошли дестабилизаторы угрейдом печаль до грейды просадка серьезным выходит сейчас култим в атаку у него третье раскачано преимущество по лимиту благодаря как раз значительно более ранее 3 базе отменен база противника плюс 30 лимитами сейчас даже плюс 40 почти и опасный момент может и продавить ой как сталкеры не очень хорошо стоят но блин помогает агрессивный блинк не рановато ли нет вроде нормально и любят агрессивно по блинкаться и морталов больше у стрэнджа погибает здесь у ее дестабилизатор попал ну и вот если пункт сталкеров всех попал тогда бы конечно было бы жестче так улти приходит у стрэнджа ситуация не астин 1-0 скорее всего пользу пути да здесь оверчаж даже если придет от пилот отстрелить без проблем не помог к сожалению верчаж вторая игра нужно ну так неоднозначно казалось стрэндж уже до такое преимущество прям да опять качели опять скачели с одной стороны нарезал рабов получил экономическое преимущество но потом на дарках на третьей базе растерял преимущество так прыгай в игру миша святок улти прыгает сам стрэнджа за у мэджика за у криво сам были любопытные графики как раз которые по добыче ресурсов отлично иллюстрировали эти качели там как менялась скорость добычи ресурсов поэтапно так ариева здесь а где стрэндж позвал или нет а нет стрэндж стрэндж что-то ожидает а йома он здесь куплю я йома так улти спрашиваю красный синий цветами нормально все отлично ждем ответа от култи поехали ну вот кстати сейчас такая стадия одну одну выигрываешь попадаешь получается финал венеров и это уже топ-3 а из лазеров пилить пилить лазеров да там просто падаешь уже нам было или лейзера да не злые еще очень опасно играть конечно значительно проще сейчас собраться и пару карт взять чем потом 2-3 дополнительных играть так красный стрэндж синий и кстати карты очень карта очень похоже с точки зрения карманного экспо на предыдущую и судя по пилоном никто не собирается короче это будет застройка рампы и халявного нексуса не будет посмотрим вели в чате игры кто вспомнит там говорит ему пытается объяснить выясняется что какой-то варкрафтер в результате ну бывает бывает я немножко разбираюсь еще в старкарте чтобы больше говорить по делу так-то всего три дня ознакомился с ним нет все таки nexus nexus а потом гейт и разведку и оба так делают причем проверил сейчас култе еще прокси на всякий случай страшно ему продолжает проверять видимо убивали уже странишь не проверяю ну кстати я не знаю какого рода здесь прокси но против такого некс и элемента 3 гейта сейчас прокси делается просто просто и очень опасно это получается кибернеточка пошла чекнули сейчас базы друг друга поняли что развивается зеркально и все все вроде обоих должно устраивать на 2 гейта кибернетка там здесь тоже самое так счет и не проставил так а все был сейчас кто проиграет на и лейзера попадает перекрестно или прямая перекрестно получается по-моему сейчас так это или нет так ты так хэппи тиран свик сверху был попал вниз до тиран век на блая на и лейзера кто-то из этой пары попадется так мы пошли два адепта первых они навстречу двум другим адептам бегут это будет по разным направлением увидит разменутся даже о это такая аркада может быть чуточек у друг друга спалили но непонятно кто был внимательнее культи пускает иллюзию он быстрее получается да да опять начинается походу у культи да 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 жалко ну походу так и будет че-то культи уже второй интернет какой там поменял у него до этого в игры нельзя было заходить зависала все только сам создавал теперь это какая-то очередная при о а жили или поехали птиц трэндж вывел взял пилон поставил здесь на рампе а здесь вот побежали пробежали у стрэнджа смотри адепты и начинает нарезать рабов майнинг я ожидал и не ожидал до добычу сбивает плюс так здесь увер чаш есть на дальней базе заходит стрэндж нужно аккуратнее быть у рейнджа пилона адепта находится где больше пошел опасно но убивали да все работаем рабочих 33 40 парабам в раду стрэнджу придется 10 пилон убивать в итоге и зеркальный блинг только у стрэндж чуть раньше будет роботикс это точно тоже точно должен быть роботикс рублей здесь среди теней скорее просто не хватало до ресурсов из-за убитых рабов да похоже на то 55 58 спасибо кей 320 2 плюс 200 чак норрис в оба чата скинул картинку с не бобра спаси дерево он вообще красавчик и кей 320 до увеличил призовой фон увеличил а подержал ой сарик но кто-нибудь еще и увеличил ну что здесь адептами пытается кулки ворваться 1 теряет 2 телепартнер но он чуть не законтролил а успел вроде краснющий тут адепт что он сделает здесь увер чаш выставляет стрэндж его не хочет умирать пришел взял до 2 верчат сейчас будут вообще классика получается стал блинг сталкер на блинг сталкеров хотя и мортала немножко добавляется и мортала будет но тукулте это стенка такая то есть кто будет снизу драться он не может не давать спуститься да там оппоненту например но как улти на это будет реагировать будет ли он вниз вообще идти здесь 3 не кустроен же абсолютно верный пошел такой да здесь только сталкнет без ничего но прироста нетусь призма желательно там что было летит а об слетит леприя хотя бы какой-нибудь пилон с медленным варпом что вода там устаешь скорее все придет походит что сможет может быть ему главный 3 базовое что ее нет и как бы его это должно устраивать ну stalker по нет да ну вот если был бы блинг стрэндж по подлинку со первым если за залп убиваешь не всегда оппонент успеет среагировать как бы чтобы блингнуться нужно успеть пока эти пули патроны выстрелы сталкера летят спускаться опасно на сталкеров вроде здесь уже даже больше в уколте он подрезает stalker 1 стрэндж ему до подрезать ну кой раньше и минус 2 вот тут за 1 stalker 2 отдаешь то есть такие моменты нужно нужно видеть конечно и 4 пилона на хай-граунде да и тут особо ничего не сделает в итоге култи естественно призма летит от стрэнджер единственное преимущество сейчас стрэнджи это наверное все таки да он и по грейдам проигрывает и хотя по лимиту немножко впереди нычку не раньше это важно еще минуту она феникс и лайковый билда там не по не увидит не получит информацию култи ну то по грейду опять же плюс 2 укусились култи как-то очень четко это тут грейд делается что в плюсе постоянно у рабом близко но боевого стрэнджи больше намного да еще может поубивать три адепта летят в призме правда без каких-либо спалил каким-то образом да да это просто рабочий бегать не не спалил значит будут жертвы два рабочих минус уже могут пузелкам пузелки мои еще твои посты телеворс на дальнюю но не зато оборудовил смогут зато спалил даршань сейчас стрэндж ведь видел что будут дарки 88 пробок погибло в итоге и вот она призма висит на которой по идее это дарки и должны быть ну стрэндж совсем вам стоит на мэне поэтому и никуда и не рыпается на 30 очку в плюсе да аккуратно так увеличивает преимущество спокойно теперь увеличил видки 320 спасибо это кстати будет и со своей стороны тоже вложить туда а то ты судишь пользователи поддерживают а сайт как 10 процентов но это уже ближе к концу это уже ближе к концу уже я думаю потому что когда начнется уже такие стадии где а там будет дальше стадия к матче подряд пойдут там фактически сетка сужаться будут часто еще пока игроки кто у нас еще никто не вылетел пока их с того кто сюда играл да только вчера два зерга и выход какой-то идет преимущество по лимит на такое существенное но а еще не будет 2 грейд на атаку более того там дестабилизатор один будет на защите и уку и тут 4-го 3-го вашу пункте пошло у стрэнджа тоже 2 это же робо бэй обнесся потомками стрэндж никакие дарки тут и близко ничего сделать не могли жалко что адептов он оставил троих они там конечно же меньше сейчас будешь атаковать можно потерять все преимущество на хайграунд единственно что вот как смотри 4 пилона грамотнейших у стрэнджа стоит у таких нет я уже намотал на ус вот эти вот четыре пилоны надо просто представить что тебя теперь вместо фотонок пилоны и жизнь становится значительно проще да причем по дэмэджу то посерьезнее решил вернуться не знаю какой что надо умело сейчас стрэнджа стрэнджа уйти наверняка он что-то увидел то ли иллюзиями то ли еще кем-то от сервер тут висит с краешку видит что курицы на хайграунде стоит может быть поэтому может иллюзия действительно робо бэй спалил понял что дестабилизатора есть их уже много stargate начал делать это чтобы против дестабилизаторов как там попытка но возможно возможно потому что как считают считают фениксами поднимаешь под выстрела нету ну тоже тут это во первых феникс и часть лимита бесполезного получается относительно бесполезного по земле только опса можно парочку дарков добавить если и там и там есть опс феникса сами вражеского убьют и дарки могут подрешать во время сражения например так так видит стрэндж своим опсервам выход култ и култ и кстати без опса идет вперед у него в основной армии нет опсерва есть у него вообще-то опсерва кстати нету вообще опсерва посмотри а даркшрайна у стрэнджа тоже нет он строится только добавляет да но не успеет дарки конечно очень помогли бы вот этот мне кажется причем стрэндж поэтому его и дома и добавляет как вы дестабилизаторов пути трех вообще за залп что за жесть култи вперед идет но тут ой как же если сейчас зарвался там но это пвп современная хорошо тут подловил стрэндж култи сразу же сразу же дестабилизаторов меньше становится пошел в рык ой как неудачно блинкуется попадает под новый дестабилизатор там 6 сталкеров умирает сразу же и тут явно отбивается стрэндж позиция лучше все лучше дестабилизаторы есть по грейдам единственно хотя сейчас 3а 3 2 2 нет 3 атаки 2 на 3 уже доделалась но и мортал из раньше вызыва выживают и все тут даже дестабилизаторы ничего не изменят стрэндж них не спешит уйти в контратаку конечно зачем 4 база он за нее сражался сейчас вот переведет рабочих с мэй на например и часть экспанды он на мой не забыл рабов смотрел него там пачка рабов да нужно мэйн кончился нужно войти култи еще на мэйне много кстати одну как много относительно убивали рабов помнишь там видимо поэтому такое прошло на 2 в кармане у стрэнджа тоже перебор там уже минералы кончаются тоже на 4 пучки там 18 рабов нужно на четвертую часть обязательно перевести минералах здесь даже 16 нету пока стрэндж пока на этот момент не реагирует но кстати в логину что же вот это запомнить важные моменты потому что напомню вам что минерал это теперь неравномерная то есть не везде по полторы тысячи четыре быстрее кончается кучки нужно видеть что если там рабов перебор нужно перевести их на новую базу если она есть конечно под заказ адептов довольно ну 8 человек побежали видимо это попытка диверсии на пятую базу который нет но вот они бегут куда-то даже непонятно куда они бегут левый верхний угол вообще странные ну ладно темпосты заказываются грейд на так вы играет на поля грейд на поля очень своевременный потому что и воздух появляется и морталы было будут благодарны да и настроение тоже на те же самые пилоны тоже приятно архончики опять же да пошли архон и а по 3 темпс это вообще замечательно а кого там посты сейчас убивают то есть они же также по большому ну по воздуху бронированному с бонусом бьют ничего не изменилось особо но я не помню в каком патче подсум брали их просто нереально этот бонус к они 80 били они сейчас меньше значительно бьют по крупным на 15 30 и 44 по крупным ну да папа по массивному воздуху получается только не здесь или просто для того чтобы стрелять постоянные все для того чтобы нычку вот кстати классно здесь как раз рейнджа не хватает темпы ста залетают и давай чтобы чтобы стрелять напрягать если оппонента нечем закантрить оракула отдал за просветку для позиции он для коры же еще точно коржу вас не выдерживает а ваше с бонусом урон идет слушая не уверен что в бонусом чем кора уже нет и рабочих на экспанте тоже нет и сейчас просто заставляет ломиться но даже сюда не хочется ломиться может имеет смысл больших войск ултип снати строить что делать ой как ёба ё что это было все минус кроме одного стрейдж просто царь что он сейчас сотворил это жесть но култива ответку тоже убивает четырех жесть какую творят шары конечно такие аркадные шары вообще же жест они поменяли всю игру 150 на 190 тем не менее у стрейджа даже при этом лимите больше запас то есть ему нужно как-то реализовывать стал кричит у них уже почти добили и сделки сейчас же подходе стабилизатора фокусит пути и кстати микс то устройство здесь вот под сталкерами эти темписты не особо зарешают потеряет всех этих темпистов если им никто не поможет им никто не понятил кизил 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 ки врывается со скоростью его это уже как бы левать тоже темписты новые прилетают пути грамотно киша сталкерами фокусит у стрэнджа мазершип где-то там делается пытается сталкерами стрэндж прикрыть своих там под имморталами беготняется такая что морталы пытаются сталкеров достать друг за дружкой без его товар взялков и имморталы в засаду сейчас попадут разворачивается бой принимает имморталы минусуют сталкеров пути до варфил но счет ваша ровно два дестабилизатор до приходит но ой какой фокус у как они в секунду забрали просто 3 темписта не могут 5 сталкеров победить имморталы все сбривают если б не имморталы кул тип вообще б уже развалился мазершип тоже стрэндж вспомнил что есть у него такая такой юнит берет вперед хорошо ушел ушли сталкера ну тут стрэнджу конечно надо реализовывать как пятый нексус у него преимущество очевидно ему что-то нужно делать сейчас адепты кстати кажется забежали таки на левую базу но мы пропустили к сожалению момент для оттуда и от кулки еще пятую стрэнджа прессуют смаза шипом будет папа уход 2 иммортала смотри на 2 марта с призмин кулки молодец бьется используя всех юнитов своих несмотря на то что технологию таких нету рабочих на убивал прилетают темпистам а что они тут делают просто имморталы в призме то и улетят у них на двоих там 30 киллсов до 23 раба погибну по рабам одинаково сейчас стало стрэндж выдвигается вперед что у нас по миксу мы пулки 8 сталк 6 адепты 4 иммортала один дестабилизатор 2 призмы тут а4 архон 12 зелков темписты тоже дестабилизатора 2 из мазершип конечно же у стрэнджа микс значительно лучше вот я не понимаю почему стрэндж все на хайграунд ломится а у лоб не идет как-то вроде уже пора бы пытаться разобраться с кубки стрэндж сталкер встречаются с мазершипом но там оказывается поднимать 4 шара в это время адепты подрезают рабочих на 5 базе и в это же время на 4 базе 2 иммортала стреляют то есть движух по всем фронтам ну и минус еще пятая база и рабочих стрэндж взбревает почти всех ну стрэндж еще кстати до арками 5 у кулки вырубает наконец-то его нашел и стабилизация от 8 122 нет даже здесь уже все здесь уже все интересное макро у нас было заметил стрэндж что сейчас не так много пулки то что нужно идти вперед идет вперед по одному зелку там дестабилизатор попадает как-то все юниты про разделяются темпистов газ тут печально к этой битвы и дарками кул тип знаете отбивается тащит до сих пор боевой титарикал да и куда мои дестабилизатор фейл ударки пятую срезали зато здесь у нас отбивать вообще нет получается кроме поставшихся четырех минералов на 3 балет и все тут как бы даже он должна nexus насобирать целая проблема я там призма тут еще хорость пытается 6 друг пробок еще убили выходит ну кулки понимаешь что ему что-то нужно сделать чтобы вообще шансы какие-то были идет вперед я придет и отдастся к сожалению нет решил потянуть еще да пока немножко уже тут особо ничего сегодня здесь что 555 и инкам косарина 300 у них и наскрёб они где-то ну да наверху слева есть такое осталось три минеральных поля по 15 10 80 всеми рабочим нужно будет наверх срочно идти добывать но все равно даже при при этом будет два в один минус пара stalker в три сталкера что блин не зал сразу же третий решающий но нету 20 как у хэпи против термин века так что у нас за карта там была сейчас проверю я прием террасы приона третья карта у нас террасы приона вообще так сверху вниз 1 2 3 идет прыгаем до проле меч так всех позвал ревчик сам прыгнет Улти готов, жду ответа от Стрэнджа Все, Тоса Улти поставил Поехали Все, я выношу призовой лепту Опа Вот это лепту Ой-ой-ой Восьмерочки поперли, ребят Восьмерочки Новый уровень Новый уровень, да А сколько там на Варкрафте-то был рекордный призовой? 108 тысяч Ну еще, да, еще Еще долго, конечно Ну, всякое возможно Всякое возможно Так, третье решающее Третье решающее Поехали 888, интересно, кстати Сколько там у нас получается Там же 4444 44 за первое место 50% Из-за округления Почему-то 44, 4, 4, 5 Ну и красивые 1777, 2666 Ну, как бы, достойный призовой Очень даже Блин, вот я всегда Что-то последнее время Думаю, да Из-за меня эти курсы Так можно было бы на такие призовые Нам взлать вообще Как бы, я не знаю Буквально Небольшое время назад Это было в два раза тупо больше Да Ну да ладно Плакать тут нечего Тем более, что Ну, хотя тут есть и лейзер Который забирать Может тоже Но в большинстве случаев Не уходит никуда Потому что не согласны Так Я не знаю Какая у Рева задержка Евгений Емельянов Но должна быть 90 секунд Да Если не 90 Если не 90 Пишите Вот Сдавайте Конечно Нет Просто Все как-то Правильно Все должны быть в равных Конечно Доступ в игры Но С другой стороны Как бы Правило Из правила Там Nexus До кибернетки Да Устрей Причем Газ добывает А вот После кибернетки Да И спасибо всем За призовые Поддержку Конечно Поддерживайте И каналы Все наши Как-то так Ну что Попозже Nexus Пораньше Кибернетка У Култи У Стрэнджа Соответственно Наоборот Второй пилончик Пошел Курабам На пробочку Стрэндж Впереди Получаем Чуть меньше Чем на пробочку На 2 третьих Наверное Где-то Или на половину Да На пол пробки На этой карте Насколько я понимаю Основная Ну то есть Не основная Но очень часто Битва разворачивается При выходе На третью Да То есть Выход с базы Один Третий Это сразу Золото Которое Под боком И Там Очень часто Стычки Происходят То есть Либо все Золото Оба ставят Либо кто-то Давит Уже Потому что Золото Выдается В центр Сильная Позиция Тут Тяжело Оборонительную Занять Такую Можно Около Рампы Разводить Полармии Потому что Ну то есть Так не встанешь Нормально Либо часть На рампе Держать Часть Там Ну посмотри Что здесь Будет Култист Твайлайта Начинает Стрэндж Сырова Наоборот Начинает Ну Для чего Этот Твайлайт У Култи Вопрос Еще Хороший Да Стрэндж Вроде как Ну Во-первых Он понимал Что у него База Раньше И видимо Хочет Перестраховаться Разведки То у него Потом Он увидел Нексус Запоздалый Кажется Более Сырково Хотя нет Он призму И делает Буст И гейты У него Добавляются Как бы Это Какую-то Агрессию Быструю Не переросло Сталкеры На рампе Не пускают Врага Да 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 Странно Сурстрэндж Перестал Пробок Вообще Вот поэтому Да Поэтому Он и перестал Ставить Строить Тробок Выдел Сами Все Утси Блинк Делается Как уже Уговорилось Призма Сейчас Тоже Такой Аналог Блинка Конечно Не полноценный Но все Но все Поэтому Если у тебя Есть призма И больше До вар Вначале А там Еще нет Блинка То можно Так Таймент Словис Просто Разгромить Скорость Блинка Я вижу Не Меняли Да Скорость Грейда Там Было 160 Вроде 170 Было Там Время Еще Пофиксили Да Скорость Я думаю Не меняли Грейда Плюс Буст Теперь Не такой Жест Если Раньше По Кадеты Энергию Тратил Он Гораздо Быстрее Ускорял Чем Сейчас Блинк Тяжелее Кстати Блинк Уже На 2 Третьих Готов А призма Уже Здесь Эти Секунды Могут Решить Призма Здесь Ну Култип Смотри Патрулиру Видит Что здесь Странж Товар Пошел 5 Сталкеров 1 Адепт Кстати Пилон Здесь Фокус Пилона Со стороны Стрэнджа И еще Ивертчаж Туда Не выставить Идет Вперед Стрэндж Теряет Еще Сталкер Одного Один Еле-еле Выжил Рабочий Подрезается Пытается Восстановить Здесь Пилон На Твайлайте Чтобы Блинк Доделся Стрэндж Фокусит Пилон Сталкеров Уже Просто Невероятное Какое-то Количество Здесь 14 Штук Привычка По лимиту Очевидное Блинк Доделается Скорее всего Но Сталкеров Слишком Мало У Култи Чтоб Даже С Блинком Отбиваться Ну вот Про Странжи Могу Сказать Только Одно Вот Эти Блинковые Точнее Блинковые С призмой Пуши Какие-то Очень Четко У него Наработаны Кибернетки Нет Иммортал Правда Появился Но тут Довар Бзилков Прямо Лимиты Почти равные Здесь Есть Иммортал У Култи Есть Блинк Иммортал Правда Без Своего Скилла Почему-то Сейчас Оказался Да В самом Начале Его Сбили Мне кажется Потери Будут Неспоставимы С жизнью 9-10 Пробок Еще Но Кстати Култи Такое ощущение У меня Что отбивается Довар Странжи Сталкеров Еще идет И тут Блинк Есть Бесплатил Култи Почти Драться Самое Интересное Нужно Как-то Уходить Что-ли Лимиты Почти Раны Боевой Пулти Больше Это Очень Плохо Для Стрэнджа Очень Плохо Ну а Рабочие Там 36 на 21 Согласен Но Сейчас Будет Контратака Технологии Хотя У Стрэнджа Есть Робо И он Иммортал Может Добавить Но Ему Нужно Бустить Робо Сталкеров Последних Теряет Вот Это 100% Лишняя Отдача Была Ну Он Не Мог Уйти Там На Рампе Закрыли Блинка Нет А Вот Призму Когда Я Момент Пропустил Когда Призму Убили Она Ж Могла Вроде Как Поучаствовать В Разводах Разводов Ну Зря Стрэндж Призму Отдал В Какой То Момент Пилоны Добавляются Култи Естественно Идет Контратаку Лимиты Равны Центриками Пробуют Боевого Больше В Два Раза Здесь Заходят Култи Ой Только Мазеркор Сейчас Не потерять Нет Мазеркор Не потеряет Тут 200 энергии Это Ключевой Юнит Что Зелков Подставлять Будет Ломиться На Пилоны Нужно Лимит Ломиться Так Вот Ему Со Все Рами На Мейн Как То Поразводить Сталкеров Маловато К сожалению У него Да Он Сейчас Другим Занят То Если Он В Лоб Не Удал Он Понял Что Не Удаётся В Лоб Продавить Учитывая То Что Сейчас Он Занят Восстановлением Тех Пробок Которые Погибли В Атаке И Ещё Ему Предстоит Десяток Наверстать Для того Чтобы Догнать Кажется Выровняется Но Он Подхарасит Опсы Летит Пробка Ждала И тут Иммортал Тоже Ждёт Нечего Здесь Ловить Более Того Может Ещё Успеть Сталкер Умереть Да Сталкер От Иммортал Иммортал С уроном Со своим 50 По Сталкерам Как Убивал 4 Выстрела Так Убивает Стабильно Обитых Так В Три Разведка На халяву Ой Выходит Сразу На золото Что А Ну В Принципе Да У него Ж Там Пол Сотни Уже Рабочих Есть На Две Базы Пускай Стрэнч На Золото Укулти Култи Иммортал Добавил Но Единственное Как мог Стрэнджа Продавитель Что-то Там Сильный Демош Нанести Но Это Крит Массу Сталкер Просто Какую-то Отстроен У него Блинк Был Но Не Стал Он Так Делать Сейчас Может Поподрезать На Отступлении Хотя Там Сталкеры Такие Что Иммортал Огрызаются По Залпу И Да Сан Сталкера Стрэндж Делает Култи У Култи Золота Нету И Непонятно Что Сейчас Култи Собирается Делать Он Судя По Всему Собирается Стрэнджа Давить Хотя Парабам Смотри Лимит То есть Ставь Просто Золото И Разница Вообще Минимальная Тем более Ресурсы Есть Стрэндж Ломится Прости Култи Ломится И Отдается Стрэндж Пытается Нагнать О Адепты Залетают А куда Иммортал У Стрэнджа Вообще Не дерутся Конечно Фейл Так Спил Иммортал Кстати Говоря Поля И Сам Под Иммортал Агрессивно Плинкается Стрэндж Разваливает Други Адепту Чуво Пихоть 72 59 В пользу Стрэнджа И Золото Стоит И Золото Занял И Еще Как-то И Продавливает Стрэндж На Всякий Случай Отменить Эту Базу И Все Победа Практически Вот она В руках Адепты Пытаются Пролететь Мимо Но Вот Зря Наверное Он отдает Последнюю Эту Группу Но Он Понимает Что Уйти Не Ну Просто Отвлекает Любом Случа Он В Клюсе В Гигантском На Него Работает Безусловно Что Это Поперло Там На Турнире Просто Все Только Зеленое Чатики Испортили Сумму Мою Да Эх Вот А Ну Он Перевел Рабочих С Мейна Да Хорошо Золото Сейчас Сразу Раскачивается Наимком Это Не Очень Сильно Влияет Почему Там Култи Пытается Дарков Добавить Сети Обсервин Култи Видит Что У Стрэнджа Такового Нет Но Сейчас Он Будет Сейчас Он Будет И Золото Добывается Култи Тоже Кстати Золото А Стрэндж Не Отменил Ситуация Култи Рабочих Больше Что Это Вообще Прям Ой У Култи Плюс Два И Плюс Один Если У Стрэнджа Вообще Грейды Нулевые Сейчас Может Переворот О Тем Более Так Там Есть Блинк Но Пока Там Сталкеры Офигеть Просто Култи Тащит Эту Игру Очень Жестко Тащит Не скажешь Мазеркор У Стрэнджа Видимо Отсутствует Потому Что Уверчаж Здесь Могли Все Лимита Култи Больше У него Вообще Все Лучше Становится Призма Прилетает И Култи Уже Тут Лоб Собирается Драться Тем Более Часть Арми Вообще Снизу Он Думал Что Надо Будет Поймать Сталкеров Хотел Перехватить Хотя Он Перехватит Часть Филды Надо Ставить Хорошие Филды А Стрэндж Как Сталкеров Зажимает Что За Игры Вообще Идут Но Култи Блинк Закулдаунился Пытается Уйти Ровненько Особенно После Этого Сейчас У них Хотя Грейды Наверное Зарешают Могут Зарешать В равных Ситуациях Сталкер Не собирается Далеко Уходить Им Видимо Понравилось Но Апса Нет Подсветки Нет Придется Валить Уходим На четвертую Наверное Надо уже Выходить Потихонечку Или Не будет Идет Пушить Сейчас Стрэндж Да Выдвигается Вперед Кеа 320 Не остановить Он Вышел На тропу Войны Уже Не остановить Пилончик Пошел От Стрэнджа Блинк Есть Сталкеров Сморталов Очень много Кажется И Сентряк Кстати Тоже Сильно Помогает Там Еще Адепты По которым Бонуса Нет И Гварда Ой Пришел Стрэндж И отдался Ух ты Переворачивай Здесь еще Приходит Сзади Прирост С делками Где он Был До этого Непонятно Этот Прирост Ух ты Иберты Иморталы Живут У Култи Там Сейчас И Поля Их Зарегенятся Уже Сталкеры Бьются Стрэндж Пытается Четвертый Зол Встать Никак И Вот По Лимиту Уже Совсем Разрыв Тридцаточка Становится Это Печально У Култи Слишком Много Робов Два Грейда На Атаку Может Доделать Еще Врываюсь Девять Девять Пробок Дарк Убил Где 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 На Второй Базе Стрэндж У Култи Убил Сейчас Только Адепты Его Убили И между Так У Култи Ёма Посмотрите Ребят Сколько Дрались Они Сейчас Сколько Адептов И до сих Пор Ни у кого Нет Только Сейчас Култи Додел Резонирующий Глеб Но Это Вообще Колоссальная Ошибка От Одного От Другого Еще Потому Что Адепты Без Этого Грейда Они Гораздо Слабее А Грейд 100-100 Стоит И Твайлайт Пустует Ничего Не Делается Очень Странный Момент В общем Стрэндж Пришел Отдался Но При этом Параллельно Строил Второе Золото Которое Сейчас Начинает Работать Хотя Здесь Тоже Наполовинку Сделался Нексус У Култи Ровный Хотя По лимиту Уже Не очень Ровная Игра Кажется Что Одной Атаки Должно Култи Хватить Чтобы Продавить Да У Култи Кстати У Стрэндж Как Ой Обстанет У Стрэндж Обстанет У Стрэндж Так И фаржи Нету Он даже Ну Он просто На нулях Против Плюс Два Там Уже Плюс Три Наполовине Вот Это Конечно Вообще Поехали Как Нужно Стрэндж Убилд Свой Апгрейдить Чтобы Все Так Добавлялась Кая Это Фаржа Ну Конечно Что Надо Получилось И без Дестабилизаторов Но Трё Качели Жесткие Какие-то Идет Вперед Стрэндж Билд Очень Решают Хорошо Очень Да Решают Билды Иммортал Четыре Штук Плюс Два Тоже Они Очень Решают Сталтер Больше Агрессивный Уже Блин Кул Ти Вперед И ГГ Пишет Стрэндж Все Таки Все Таки Сбревает И Опять Качели По Игре В результате Финал Выходит У нас Кул Ти Он будет Играть С Хэппи Так Сейчас Нам Кто У нас По сетке Сверху Стрэндж И Лейзер Получается У нас Сейчас Будет Биться Так Вот У нас Получается Так Так Паша Мне сообщил Что у Левы Нету задержки И надо Ее укикать Слишком Нагло Как-то У него Задержка Вроде На 30 секунд Отличается От Требуемой То есть У него Минутная Задержка Вместо Полутораминутной Хитрый Да Какой Ну Хоть Чуть Чуть Но Надо Так Первый матч Будет ПВЗ Стрэнджи Лейзер И внизу Блай Против Терен Вика ЗВТ Напомню Что вчера Четыре зерга Оказались После первого Тура в лозерах Потом Брат на брата Пошел В первом Туре лозеров Убили Друг дружку И Живых Остались Собственно Блай И Лейзер Тем временем Призовой фонд Уже 91 2223 Рубля И Еще Как говорится Не вечер Сейчас Пройдемся По лозерам А финал Виннеров Это После После Трех серий Трех Бо-3 Получается Там Потом Финал Виннеров Потом Лузеров И Суперфинал Много Матчей Конечно Так Покажите сетку Как говорит Суперфокс Там Прям На 5 сообщений Выше Ссылка Сетка Ну и На главной странице Есть и новости Блог с турнирами И В общем При желании Сеточку Можно легко найти Как и Все информация О турнире Об участниках О регламенте Призовом фонде Всех тех Кто поддержал Их 25 человек Ну и конечно же Ссылки На трансляции Бэби Мэйджик Коми И Ой Определились Они Я вижу С картами Уже Привет Биг Бет Вуду Всем Кто Приджойнился Тоже Добрый вечер Вечер Тут только Начинается Еще Шести Нет Часов А Мы Уже Здесь Так Призовой Все увеличивает Да Хессер 200 рубликов Накинул Как Блай Проиграл Ну Протоса Проиграл Адептам Если быть Конкретнее Ну Первый раз Чисто Адептам А второй раз Там Комбинированные Были Разводы Сталкеры Блинк Немножко Дарки Чуть Тоже Все Карта У нас Уже Известно Так Террасы Париона У нас Получается Прошу прощения Что Перебил Создаю Давай Ничего Страшно Столько денег Для императора Говорит Новая Вообще Приятнее всего Конечно Человеку Поднимать Эту тему Это Опасно В турнирах Я этот Вор Не вижу Может он уже Типа Так Проширь Хотя Не должен Он же Еще идет Да нет Он ГГ года Открытые турниры Вторым Сверху Восемь игроков Так Так Стрэнджи Лейзер Почему-то Отсутствует Приглашаем В игру Еще раз Что Револьер Обиделся Там На что-то Нет Я ему Говорю Что Ставь Задержку Или Кик А Можно Пес Кик Типа Не знаю Может он Не знаю Я сомневаюсь Что Почему-то Я говорю Я его не знал Что Именно 12 секунд Ведь он же Вчера Был Ну ладно И короче Чему Солить Все это Дело Сейчас Наш Стрим Пользуясь Случаем Передай Привет Револьвер Еще Один Пламенный Привет Саверик На странице Всех Турниров Да Заметил Уже Что Этот Висит Почему-то В прошедших Это Конечно Бак Так Ну что Лейзер Готов Стрэндж Готов Поехали ЗВП Так Стрэндж Скорее всего Опять будет С адептами Со своими Он же Именно так Блая В первый раз Убил Так Поехали Да Ребят Спасибо Всем За призовые Кто Каналы Поддерживает Наши Призовые Пополняет Призовой Как на дрожжах Растет Что Очень Приятно Вот Начинается У нас Лузера Уже Кто-то Сейчас Будет Вылетать Либо Это Будет Либо Это Будет Поляк Лейзер Либо Стрэндж Что Конечно Не хотелось Потому что Стрэндж Сех С хорошей стороны Показал Так Сейчас Миша Звук Уберу Мне Что-то Звонит Давай 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 Нечего Анализировать Поэтому Я справлюсь После Пробки Сразу Поехал На Разведочку Чекает Халявное Золото На Случай Потому что Потому что Бывает Так Что Выходит Ставить Базу Сразу Вниз Но Поляк Не Жадничает И Ставит Хату Свою Шестнадцатую Там Получается Семнадцатую На Натурале Экономика Отличная Видя Халяву Протас Тут же Отвечает Нексусом Ну а Почему Нет В конце Концов И Парабам У них Ровненько Практически Ну вот После того Как Тос Поставит Базу Ничего Ему Не Мешает А Не Вот Ну как Раз На Золото И Он И Отвечал Адептами Весь Смысл В том Что Зерк Ставит Три Базы Да Отлично Но Ему Их Нужно Раскачивать Строить Дронов Дроны Как Правило На Минералах И Газа Мало Никакого Там Т2 Никаких Мувленных Роучи Есть Псы Но Псы Против Адептов Особо Не Решают И Вот В этот Самый Момент Приходят Адепты С 6-7 Гейтов И Устраивают Разорение В рабочих Убивают Собак Если Достаточное Количество Их есть Могут Квину Подрезать Квин Подрезать Поэтому Думаю Что Стрэндж Пометуя О победе Над Блаем Я Ну И учитывая То Что Здесь В принципе Картина Очень Ну И Заодно Мы С Вами Посмотрим На Того Юнита Которые Скорее Всего Понерфят Я Вернулся Там же Адептов Режат Резать Будут Говорили Вроде Да Я Не знаю Чем Там А Им Броню Изменят На Тяжелую То То Да И То Сейчас По Моему Ультралиски Одинаково Вообще Хотя Не Уверен Короче Вот так Вот Как Почему Стрэндж Играет Два Матча Подряд Такой Вопрос Ну Несправедливость Так Зик Ну Кто Там Дописал Все Нормально Привет Всем Ребята Недавно Пришел Сетка Сверху Вниз Идет Просто Все Поэтому Там Перекрест Был И Ну Посидят Мюшка Тиран Вик Блай Еще Пока Не Начинал Сегодня Я Думаю Ничего Страшного Там Нет Будет Три Подождать Хотя Непонятно Сколько Здесь Игра Будет Эти Ну У Лейзера Уже Золото Добывается Вот Добыча Минералов Смотрим Да Тысяча Триста Тысячу С чем То На Триста Уже Лейзер Минеральчиков Больше Добывает Ждем Миллион Гитов А Кстати Хорошо Стрэндж Сталкером Саймовера Отгоняет То есть Он Вижен Мэйна Вообще Не дает Пока Не Миллион Пока Плюс Три Гит Оно Уже Это Подозрительно Потому Что Вроде Скоро Стаки Адептом Может Быть Это Будет Еще Больше Гитов Роуч Ворона Тайминг Неплохой Они Медленные Правда Будут Им Три точки Оборонять Может Быть Проблемой Так А что Мазеркору У Стрэнджа Нет Да У него Бил Без Мазеркор Хочет Зилко Точнее Хочет Лингом Отвлечь Зилка Чтобы Овером Ворваться Но Стрэндж Кажется Прочуял Этот Хитрый План Зилком Отогнал Овер Урывает Спалил Овером Ну Молодец Лейзер А что Что Спалил Спалил Что Сталкер На патруле Ходит И улетел Решил Забегает Пилон Сейчас Упадет Офигеть Как И лейзер Наглеет Здесь Устрей Успевает Успевает Да там Стенки Нет Увы Зинги Проходят Адептик Есть Забегает Лейзер Наверх Дома Роучи Доварит 45-8 По лимитам Палил Но уже поздновато Потому что Призма Уже Разложилась И сейчас Начнется Поздновато Но там Роучи Уже Добавлен Минус И по лимиту Отбиваются И Пошли Адепты Кто-то На золото Мимо Рачей Кто-то Телепортируется Конечно Вторую На фокус Фокус Рабычу Это на холде Надо Убивать Ну Пять Дронов Уже Убил Стрэнч На золото Сейчас Смещается Своими Адептами А здесь Еще Довар По адепту Здесь Масс Адепты Будут Но всего Два На золото Умудрились Телепортнуться Это может На мейн Надо было отвлечь Возможно Да Призмы Но на мейн Стрэнч Другими Урывается Сейчас Лейзер Не готов Мейн Свою Раборонять Пока Или Отменил Стрэнч Отменил Стрэнч Телепорт Как-то Не удается У него Совсем Садептами Слушай А что было Если Призму Просто Взять Не здесь Разложить А где-то Справа Третья Чтобы можно Было Шатать Третью И мейн Чтобы Рачам Не надо было Базы Той группы Не на третью На мейн Ворваться А на третью Еще До варпить На третьей Шатать А призму Сложить И в это время На мейн Перевести Как-то Вот так Было Сделать А так Отбился Отбился И колоссальное Преимущество Сейчас У Зерга И второе Золото Делается Да Он потерял Рабочек Но Все равно Плюс Десять И база И еще Не факт Что отобьется Здесь Стрэнч Древеджеры Штурмуют Убивают Пилоны Адепты Не лучший Юнит Против Того Что Врывается Но Самое Главное Экономика Пошли Пилды Неплохие Пилды Мазер Пора Нету 25 Даже Энергии Чтоб Уверчаж Выставить И да Сейчас Лейзер Мимо Всех Юнитов Стрэнджа Ваербол Ну Гейт Один Забрал Уходит И тут Призма Летает До сих Пытается Где-то Веземе место Найти Но Четыре Адепта Ну Надо как-то Шатать В принципе Если Стрэндж Сейчас Рабочих Подбреет Где-то И как раз Переводят Сейчас С мейна На четвертую Базу Да На золото Как раз Ну правда И роучер Реведжеры Вернулись Тоже Совсем Близко Нету Свичи Никакой Даркшрайн Что-нибудь Такое Буду Конечно Могло бы Зарешать Но Чем дальше Тем хуже Сейчас Протос Будет Ему Надо Либо На третью Ползком Выходить Либо Какой-то Неимоверный Дамаг Наносить Рабам Четыре Маловероятно На вторую Дома Пришли Но тут Роучи Ждут Так Будет ли Стрэндж Врываться Так На вторую Не полетел Здесь Адепт Пытается Законтролить И Гидра Уже Есть А это Совсем Беда Для Призм Третьего Никуса Нет Дестабилизаторами Никакими Тоже Тут И Близко Пахнет Там Леркеры Скоро Будут Это Может Стать Проблемой Леркеры Скорее Дестабилизаторами Да То есть Мортал Не достают Там Ну да То есть Тут По Рейндж Удис Плюс Они Сплэшевые То есть Там Все Дорогой Роучи Вот Эти Там Пару Выстрелов Как Против Роучи Реведжжи Они Идеальны Тяжело Конечно Солу Перейти Во Что Хотя Надо Пытаться Странно Пилонов Стрэнджи Много Действительно Здесь Оборона Какая То есть Но Нужно Что То Сплэшевое Даже Даже Не Шторм Потому Что Тут Очень Много Шторма Нужно Если Рюра Будет То Штормить Тяжело Потому Что Сейчас Зерк За счет Рейнджа Может Стационарно Окопаться И Осаждать Золото Решил Что Двес Два Сразу Нексусу Занять Можно Нагнать Ну Да Действительно Это Как Вариант Но Робобейк Это Пузн В итоге Пошел Непонятно Кем Он Отбиваться То Мясом Вот Этим Гейтовым И Оверчарджем Он На Это Рассчитывает Ну Да Скорее 200 Лимита Придет На 120 На 130 Его И Все Да Но Тут Еще Видишь Минус Когда Нет Дестабилизатор Что Такого То Зерк Не Будет Издалека Копаться Он Может На Аклике Ворваться И Леру Прям Под Армией Прот Закопать Зная Что Там Нет Какого Сплэша Гигантского И Что Ну Там Погибнет Пару Зато У Примерно Так И Делает Лейзер Правда Не Филюру Взял Очень Кучно Прота Стоит Фаербол И Попадают Стрэндж 1 0 Да Вот Так Вот Зря Не Надо Адептов Резать Получается Все В порядке Слабый Юнит Ну Лейзер Готов Стрэнджи Как То Что По Карту У Там Было Промогал Так Не Торелок Лейзера Гребень Лейзер Так Гребень Создаем Так Элэйзера Зовем Стрэнджа Зовем Мэджика Зовем Ты Запрыгнул Ребыч Запрыгнет Чего-то Ребыч Правда Не Видно Пока А вот Все Ребыч Зашел Ему Писать Собирался Так Элэйзер Готов Стрэндж Готов Поехали Ребят Третья Бо Три У нас На сегодня Лузера Время 6 часов Почти По вчерашнему Началу Мы только Начинали Еще Через Сколько Да В 19 Что Ли Или Ну да Позже Начинали В общем А Люркер Сколько Стоит Вспомнишь Сейчас Ну 100 на 50 Гидрал И 50 на 100 Люр То есть 150 150 Получается Идея Ну Что Гребень Лерий Лак И Карта Для Проц Ну Не знаю Многие Проц Здесь Прямо В наглую Кстати Ставят 17 Нексус Причем И Корейцы И Не Только Так Миш Мне Надо Сейчас Ответь Денюжку Привезли Приятно Да Ну Не Совсем Просто Понятно Почему Они Здесь Любят Ставить Разве Что 4 4 Спа И Не Всегда Противнику Удается Найти Быстро Потому Что Защищается Такую Базу Учитывая Широкую Рампу Даже Два Прохода Здесь Присутствует Не Очень Удобно Ну Хотя Можно От Рампы Что-то Толковое Выстроить С Пилонами Под Единой Линию Обороны Сформировать О Пилончик Пошел Хорошо Вынуждает Сейчас Стрэндж Ставить Базу Лазера Лазер Скорее Вот Здесь Будет Еще Запилен Пилон Там До Пола Еще Долго 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 Да Пока Не Стоит Видно Что Дрон Даже Сдался Сам Если Ха Вообще Пошел Налево Ставить Базу Здесь А Ее Кстати Весьма Сложно Защищать Зергу Во-первых Потому что Она Очень Серьезно Удалена И от Натурала Которого Нет И Ну И в Принципе Между Натуралом И третьей Базой Расстояние То есть Проблема Со Слизью Может Быть В Некоторых Местах Да И Сама Она Открыта То есть Здесь Огромные Свободные Пространства Одно Дело Принимать Там Пацанов Здесь И слизью Дотянешься Значительно Быстрее Все Я здесь Ребят Шут Прощение Тут Стрэндж Пилончиком Ну и Преследованием Дрона Вынудил Противника Поставить Хату Вон Аж Где Мув Кстати Делает Тулингом Как бы Тут и Лейзер Под заказ Не решил Быть Сделать Угу У меня Долгое Время На руках Было Много Ресурсов Он Видимо За Неимением Лучшего Решил И Подобывать Немножко Газ Домого И Раньше Подождите У него Один Газ Только Второй Ставят Сейчас Фу Все Тебе Больше Вроде Никто Не Буду Привозить Больше Жаль Конечно Ну да Пару Тыщеных Должны Были Человек Тоже Далеко Живет Поэтому Так Вот Ставит Хаттон На натурале После того Пилон Убил Собаки Занимают Зелнагу Оверлорд Спалил Что у Тоса Какой тайминг Нексуса Тоже Немаловажно И второй Оверлорд Судя по всему Летит Прямиком На потенциальную Третью базу Куда-то там Понизу Так обойти И Тоже Попытаться Увидеть Когда будет Поставлен Третий Нексус Но это Уже В перспективе В отдаленный Да У Стрейнджа Судя по всему Ну похуже Вилд Сумречный совет Достаточно рано И первым зданием Как бы После Точнее вместо Там Старгитая Роботикса Выбирает Сумречный Но он и против Блая Сумречный делал В обоих Играх И даже Во второй Когда не делал В массе Адептов Он Делал Только ради Ну Ах Спас Спас Адептеков Ну как хорошо Конечно Лейзер перехватил Их тоже Здесь Стрейндж Позицию За камнями Занимает Чтобы Щиты Да И чтобы Не напали Пытаются напасть Линги нападают А зачем 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 Он не стелепортировался Сюда Слушай Ну подумалось Наверное Примет Лейзер Все равно В перспективе Как бы Решил отойти Домой Скорость Атаки Адептеков Заказано Опять же Роба Так Раз Два Гейта Нужно Камни Та Убивать Ну что Там Обход Снизу Есть Не знаю Как Стенки На этой Рамке Делать Сняв Получается А Или Тут Походу Такая Вообще Китайская Стена Великая Будет Прямо Крампик Углов Так Пришел Стрейндж Попытался Забрать Дрон И Лейзер Спас Спорка Его И Повторение Прошлого Билда Уже Сейчас Можно Сказать Что Это Один В Один То Что Было В Прошлой Игре Там Тоже Роучи Даже Несколько Раньше Лейр Насколько Я вижу Не Хочешь Чтоб Собаки Пробегали На Мейн Как бы И не Пробежала Она Из Зелка Который Стоял Да Ну В этот Раз Не Улыну Это Такая Тема Поржа Устро Поржа Да То Он Сейчас Четырьмя Гейтами Хочет Пролететь Видимо Мейн Поразвлекать А потом Выйти В третий Нексус Ну Разумно Было бы Как раз Очень Странно Если Б Он Второй Раз Полынил Так же Неудачно Так АПМ Чики У У Везера 350 240 У Стрэнджем Блайк Чат Ворвался Агрейт Атаку Иммортал Адепты Легкий Будет Дропчик Развлекать Будет Пытаться Сейчас Стрэндж Оверсир Хочет Во-первых Он спалил Намерение Пробки Ну Пропался Поставить Третью Базу Залетает Видит Что делается Видит Иммортала А тут От Стрэнджа Еще Подвар Сейчас Видимо Дроп На мейн И забегание На натурал Там Плетки Роуч Оверс Палил И призму И адепта Но Не заметил Призму Надо сказать Можно Дропать А Иммортал Здесь нет Как так А где Иммортал Три Три Темп Три адепта На третьей базе Не контроле Начинает Чего-то я подзавис Маленько В чатик засмотрелся Уже на третьей Кстати Стрэнджа Если бы еще не в королеву Сейчас он бил бы Но королева Сликсом погибнет Пару Нет По разным Дронам Атаковал На мейне Начинает Харасил Стрэнджа Хороший 9671 Пока По лимиту Здесь адепт Пытается зайти Стрэндж Отменяет Телепорт На мейне Еще подхарасил Проб Хорошо В смысле Это уже плюсовое действие Конечно же Да Сам при этом Ставит третью Если бы это было бы Без третий Конечно Туда Учитывая что Третья есть Это Очень хороший плюс Все выходит Парабам не отставит Практически Учитывая Убийство 11 дронов Так что Все более-менее Неплохо Блинк Доделывается Нексус Достраивается Первый грейт На атаку есть И Странно что Он его не бустит Правда А что он бустит Вообще Робос Ну понятно Робос Вайлайт Ну все логично Плюс один Устрэнджи готов Нужен плюс два Заказывать бы Побыстрее Конечно Люди и полетели Приземы все еще Рядом с мейном Зилкас Спутал с мимикридом Убил его Жалко Они были так похожи О Инфестейшн пид Спалил Это в Ультралистском Выход Зачем Где спалил Пайф Видимо Наверное Да будет Хорошо Странж Дронов Подрезать С газа Пять уже Шесть Пучник Глокого лейзера Нахарасил Семь дронов Минус Лимит Лейзера Больше Но параван Тоже ровно Абсолютно И там плюс два И третий Нексус добывается И Как-то вот Лейзер очень сильно Был готов к пушу А по макро Устрэнджи все хорошо Вроде как Получается Будет ли выход Да Блин готов Еще плюс два К этому Блинку Правда И везер Все нулевые Игры Там Леркеры Заворачиваются В большом количестве Да Семь штук Леры Так Чуть Щетиком Походу Да Опять Сейчас я от тебя Поставлю Следить СМСП Врубил Вот сейчас Возвращаюсь Так Ну что Стрэндж пушит Рядом Тут находится Призма Полетела Кстати С центрями На мейн О Лейзер Все это Прочитал Сразу же Не дает Конечно Призме Ворваться И что дальше Стрэндж Собирается делать У Стрэнджи Очень много Ресурсов Накопилось Вижу Вторую робу Плюс Чарж То есть Чарж Это конечно же Для разводов На мейн Все будет Ну через скрип Если летать То разводы Неожиданно Не будут Вот Призму Залетает Нужно раскладываться Лейзер Замечает Призму Стрэндж Очень долго Реагирует Тут она висит Уходит Сейчас здесь Пару роучей Принимает Ну четвертый Нету Тут надо ставить Видимо Стрэнджу Где тут Какому А вот Он снизу Ставит Молодец Лейзеру Уже пятая База Заказана Много всего Интересного В продакшене Там и у Тоса Многие Второй грейд На атаку Даркшрайн В перспективе Ну у Зерга Наверное Даже еще Интереснее Грейд Ну и хайф И рейндж И патогенные Хорошие филды И кстати Сделал Да филды Грамотно Стрэндж ставит Так Четвертая Адв Пятая Почти готова Хатта у Зерга Ну Стрэндж пытается Он То есть он ходит В принципе Обрубает Сейчас пока Своего оппонента Это не дает ему Особо тут разбежаться И самое главное Крип еще Он не дает ему Вывести вперед Чарж почти готов По 2 Амор Построятся архивы Темпларов Там Даркшрайн Много технологичных Зданий у Стрэнджа Садвайблок Правда сейчас Очень неприятный Ой-ой-ой Эти лоны Были заказаны Это вообще фейл Сейчас вот Дарков На мейн привести бы Здесь одна спорка Всего Спорку Вкусим И можно и хайф Убить С 4 Дарка Например Там будет Там адреналин еще И пещера Много ценных строений Которые Да-да-да Можно было подрезать И левер пытается Расшатать Лингами на 4 А в это время Люра Ой-ой-ой Закопаться сейчас можно Хорошо Ну да-да И Стрэнджи Матерфор Матерфор не на позиции Нифига Закапывается Люра О-о-о Пытался Оверсира Отстрелить Так, Матерфор 200 энергии падает Ни одного Уверчат же Один Один только успел поставить На все эпилоны Было Снофра Тархидис Эти очень неплохо Подошли И Морталы вышедшие Вдвоем Смотри Морталы вышедшие Сталкеры Ну рабочих Очень много Стрэнджи потерял И 4 Нигзус тоже отдал Лейзеры уже Грейды Так У меня еще Тащатик Нифрена Да Он ожил На секунду А потом умер Ну там разбирается Пара специалистов То точно Поэтому Не беспокойтесь Главное Стримы работают Все хорошо Ну что Стрэнджа Больше боевого Значительно больше Чем у оппонента Боу-лимита И посмотрите Сколько иммортов А что Вот 7 штук В миксе Плюс 3 Скоро будет готов Грейдис Плодчик восстанавливаться Призмы Варп На мейн Зелков Они с чашем Заходят Минус плетка Сейчас моментально И удар Сейчас будет еще По люре Неприкрытый Ну люра Где все же Стрэнджи А есть Все там Такой кучей идут А теперь есть Боку Зелки Правда Неплохо Зашли Сталкеры Хорошо Блинкаются Чтобы Чтобы поле Летели Не в армию А в другие Направления На мейне Зелки отбиты Но там Ой Груды прошли Груды Но стрэндж видит Грудок Кстати Минус 2 Уже Испитие Хорошая атака Получается В это время Контратака На линках идет Главное Что плюс 3 Там не отменилось На мейне Еще и зелки Там А там адреналин Кстати Зергушата Очень быстро Грызут Но Пойти Плюс 3 Буквально секунда Нет Это доделалось Плюс 3 Блин А как стрэнджмейн Будет отбивать Тут может На рампе Надо было Сколько линок Так А есть уверсиры Вообще Уверсиры Не вижу Дорки Могут Спасти Здесь положение То есть Улоп Лейзер Точно не убьет Но элиминейт Он может попытаться Здесь сделать Но Элиминейт Тоже не просто Сделать Куда дарки Пошли Ео мое На мейне Они отбиваться А нет Ушли На вторую Ушли Нет Стрэндж должен Пришли И группу Хотя скукобас У лейзера Сейчас мутка Уже и бруды То есть Он все Сейчас На убийство Зданий Сейчас Пускает И оверсиры Есть Так что Дорки Не помогут Так А оверсиры Где у нас Вообще Где он Придется возвращаться А есть Лепой Убьешься Да какой Мазеркора Нет Печально Ну Узелков Стрэндж Отпоет Да Тут что-то Что-то По лимиту Печально Не Стрэндж Может успеть Сюда Вернуться Так Что бот Там Да Боты Колбасит Но Ты что Тих Заработал Но У Стрэнджа Строения Не остается Пробок Нет Элиминейт Идет Три Здания У Стрэнджа Это Печаль Ребят ГГ Ой Как Лейзер Сейчас Стрэнджа Сбревает А такая Ситуация По боевому Просто Стрэндж Нереально Плюсе Там был Ну Да Печально Кончилась Конечно Эта игра Для Стрэнджа Но Тут Ничего Не поделаешь К сожалению И лейзер Идет Дальше Тиран Былая У нас Да Вот Это Будет Тоже Интересно Чатик Ожил Спасибо За Это Павлу И Олегу Да Спасибо Нашли Ошибку Ну Чё-то Чётчик Начал Беситься Правда Тоже А это Всё Взаимосвязано Увы Я пойду По кассеточку Обновлю Если Это Ещё Никто Не Сделал Давай Ну Что 2-0 Или 2-1 2-0 2-0 Получается Стрэндж Лейзеру Проиграл 0-2 Могло бы быть 1-1 Но К сожалению Сами Всё Видели Элиминейт Зарешал Ну Очень Чёткая Лейзер Кстати Так Отреагировал Понял Что Может Именно Вот Так Вот Сейчас Сыграть Пробрил Ну Если Например Мазершип Кор Был В армии Как Б Это ГГ Скорее Было бы Ну Или Пораньше Бударков Или На Мэйн Там В Проход Первые Собаки Не Пробежали Забустив Лингов На Мэйн Там Печально Стало Плюс Даркшрайн Отдал Отбивал Был бы Мэйн Может Пару Архонов Каких Не знаю Да Сентреи Там Некем Было Убивать Если Есть Газ То Парочка Сентреи Постояли Б Они Там Спокойно Там Караптеры Две Штуки И Масса Собак С Уверсером Все Больше Никого Ну В таких Ситуациях Конечно Очень Сложно Принимать Решение Анализировать После Этого Просто А Там Все Решается В секунды Не сделать Ничего И Очень Часто Вот Именно В таких Ситуациях Игроки Если Опыта Нет Совершают Массу Ошибок А Если Будет У тебя В серьезных Партиях Из Десяток Разменов Ты Уже Будешь Знать Когда Что Спасти Рабов Нужно Что Там Здание Подсейвить Подкопить По крайней мере 400 Минералов Или Как-то Оценить Ситуацию Таким Образом Чтобы Спасти Хотя Что Что Хотя Бо Одну Базу Так Сумеречные Башни Ульрена Прион У нас По картам Создаю Не будем Здесь Паузиться Особо Потому Что Лузеров Нужно Отыграть Побыстрее Дальше Уже По обстоятельствам Может быть Да Какого-нибудь Типа Зовем Ну Не знаю Так Миш Прыгай Дайдем Отвлекся Там надо было Товарищем Подбанить По фейве Святое дело Согласен У нас Кстати Я не знаю Ты пропустил Для меня Это шок Информация Вообще Была Что У нас На Сотню тысяч Пользователей В день Активных Банов Которые Выдают Модераторы Активных 118 штук Активных В смысле Ну Которые Действующие То есть Это Баны У которых Есть срок Ну Это не считаются Конечно Баны Стримеров Понятное Дело Но Модерация Конечно Я думал Там тысяча Будет Какая-нибудь А тут Тысячи Даже Как в Советском Союзе Помнишь Что Одна сидит Другая Храняет Ну да Так Вроде Надо мочить Вроде Все Ну да Много Там Просто Еще При этом Все Таких Которые Одна личность С разных Пишет Да Такие Есть Все Поехали Блайчик Готов Тиран Вик Готов Начинаем Практически Без задержки Так Там Култи Не знает Когда он Будет Играть Он Через Игру Будет После Того Как Лейзер Сыграет С победителем Текущей Пары Да Да То есть У нас Сейчас У нас Тиран Вик Против Блая Интересная Очень Пара Молодой Тиран Вик Амбициозный Да Против Перспективный Амбициозный Молодой Против Уже Опытного Человека Который Играл В Варкрафт Весьма И весьма Хорошо И в Старкрафте История Хорошая У него Да Кстати Там Тиран Вик Сказал Что Он Ровесник Старкрафта Но Брудвор Вышел В 98 А Оригинальный Старкрафт В 97 Вроде В чате Поправили И кажется Это Это Верная Верная Информация То есть Есть Как Да Там Я помню 97 98 Как Там Так Бывает Все Но Нужно Посмотреть Что Час Наверняка Загуглит Так Призовой Еще пополняется Давно Не видел Зелененьких Циферок Повлик На 403 рубля Ну Соточка Я думаю Точно будет Потому что У нас впереди Самое интересное Вообще И очень хорошо Что именно Такой порядок Матчей Хотел Это сказать Потому что Конечно Хочется Финалой А их Целых Три серии Будет Финал Верхней Сетки Финал Нижний И Суперфинал Оставить На самое Самое Последнее Да Да Согласен Так что Ребят Всем спасибо Поддерживайте И призовой И стримеров Мозила 9 Проснулся 91к призовой Почему я не тренировался В StarCraft Ну Есть Не факт Что если бы ты тренировался В StarCraft Ты все таки смог На него претендовать Потому что Желающих много Но Возможно Да Для кого-то Это Ну да Задастся вопросом Например Почему я там Играя там На среднем уровне Не потренился Не поучаствовал В квалификации Для начала Все равно же Участие бесплатное Мог бы оказаться В числе этих Новых игроков И перспективных Попытаться что-то сделать А там глядишь И до императора Рукой Нет Что я несу Нет Может такого быть У нас сейчас Грянет гром Так Чуть-чуть ФП Тут на Эскадывайте И жалуются Что в сеточку Не добавила Надо добавить В описании Светочку Все-таки В 98м StarCraft вышел Дошел сигнал Пацаны Проверили В 98м Да В 97й Рановато Фастлевер Смотри-ка Это Нидус Да Да Ну обычно Для этого делают У Блая Правда Много версий Как можно зачизить Так что Сейчас посмотрим Нашел пару Мертвых зон Во-первых На мейне Оверлорд Таким образом А нет Марик прошаренный Смотри Заметил Мариком Здесь Тиран Виксел Но Проблема Этого Нидуса И вообще Сила В том Что К этому моменту Нет юнитов У юнитов ДПС Чтоб Нидус Сбрить Пока он С залпа И там успевает Ув Ну как вчера Было Ты сам видел Ну Хэпич Подстроился же Хорошо Там Танчика Две штучки Успел сделать В решающей игре Да Именно так и было Против Элейзера Здесь у нас Да Рауч Ворон Пошел Кстати Интересную Сейчас Делает штуку Тиран Виксел Арморин Делает Да То есть Хэлбат Это сейчас На Если Армори Успеет Доделаться Так Убил Свою же КСМ Тиран Вик У него Соплай блок Неприятный Был Какой-то юнит Видимо Не строился Наверное Гиллиончик Скорее всего Вот Если Армори А оно успеет Точно Доделаться Армори 46 Это 36 секунд Нинус Но тут Оно почти готово И пошел Либератор Сейчас А Тиран Вик Вообще В контратаку Кажется Он не понимает Что происходит Да Он не понимает И В принципе Блай не сможет Нинус Сделать При таком Раскладе Но Если он Каким-то образом Примет Атаку Отобьется То Контратаковать Ему будет Очень просто Так Трансформировать Уже Хэлбат Понимаете Сейчас Прекрасно Блэш Приходит Нинус Уже пошел Видит ли Тиран Вик Нинус Либератор Там Или улетел Уже не понимаю Гранатка Риперов Хорошо Заходит Роучи Выходит Вроде Как Отбивается Блай Королевы Стреляют Лечат Ошибка Блая Что Миди Вакуум Не попутился Сейчас Тиран Вик Забирает Два Хэлбата И нужно Развлекал Чтобы Нинус Нинус Выходит Либератор Здесь Нинус Смотрите Пилил Шестеран Вик Нинус Дробчик На Мейн Блай Рабочих У Блая Меньше И ситуация Для Блая Сейчас Тиран Вик Второй раз Нинус Отобьет Печально У Блая Парабам У Блая Уже Все Плохо Очень Плохо Нинус Делает Второй Но Какие Тут Перспективы Либератор Стреляет Сверху Либератор Стреляет Роущи Вышли Правда Есть Мародер Еще Один Нинус Пошел Раскладывать Ну Нужно Мародерами КСМ Убивать Роущи Либераторов Раскладывать Тиран Вику Сюда На Нинус Что Он и делает А Второй Куда Полетел Тиран Вик Что Такой Медленный Королева Выходит Это Фейл Так Ну Либератор Королевам Выдает Просто Дэмэджи Миллионы Все Там Выгорелось Гэгэши Походу Походу Гэгэши Может быть Он специально Как бы У него тайминг Расчет Что он Приходит Не Ну Нервы Есть Конечно Определенные И С другой С другой С другой Стороны Получается Даже Хорошо То есть Блай Выходит Отдается В макро Не перейти Получается Очередной Нинус От Блая Но он Уже Рабов Строит Хитрый Да Да Ой На Бэйковый Вот Коту Привет Да Мама Пришла Гулять Со всеми Попросил Что мне Сейчас Подрываться Вообще Не вариант А то у Чарлика Тайминг Тоже Либератор Полетел Напрягать Сейчас Проверять Есть ли Спорка Или нет А какая Там Спорка Господи Рабов Будет На две Базы Восстановить Блай Попутно Либератор Сбивает Еще Оверлорда В Соплейблок Загонит Таким Образом Там Овер Правда Один В заказе Но Это Приведет Только К Соплейблоку И Что Самое Главное У Тиран Вика Ведь Три Цц Я Только Сейчас Это Заметил У Него Не Две А Три То есть По Экономике Просто Разрыв Идет И Леончик Заезжает Один Чисто В Одно Лицо Заехал Пожгут Не Не Сможет Тиран Вику И Лишний Контроль В Это Вкладывать Ой Так Все Понял Миша Отошел Ребят Я Здесь Все Нормально Мы Вдвоем Кстати Удобно В этом Плане Отойти Немножко Можно Иногда Да Да Прикрывать Тыл Пропадание Стримера Это Конечно Для Зрителей Иногда Неприятно Либератор Сейчас Залетит А Спорки Нет И Шпиль Не Доделался То есть Здесь Ну не так Да Но Все Пострелять Можно Ну да Вот Здесь На Вот Этой Второй Есть Которая В левом Нижнем Углу Там Такой Мет Ой Блаймажет Либератор А вот Выцеливаться Нужно Не по Этой А по Маркеру Снизу Да Ну как С штормом Помутит Старая Такая Тина Ну как Тут Иногда Просто То есть Там Тоже Какой То Площад Которую Что попадает Ну то есть Да Там По вот Этому Маркеру Надо Целиться В первую Очередь Но очень Часто Бывает Так В ключевых Моментах Зерги Промахиваются Так Полетел Двойной Дрог Да Полетел В это В это Время Господи Разорители Я забыл Как они На английском Называются На русском Никто Так Реведжеры Да Идут В атаку Там Мина Встречает Уже Которая Кстати Он может Даже Не заметить Не среагирует Не смешает Не реагирует Один Из Тимпак Есть У Тиран Вика Минус Просто Пять Реведжеров В это Время Либератор Заходит Под спорку Он правда Четыре всего Дрона Убил Но двойной Дрог На мейнглай И чувствую Что это Отбивать Просто нечем На гг Покуда 8 роучи Есть Продакшн Ну что Продакшн Не роучи Не дерутся Тем более Лэйр успеет Убить До того Как роучи Даже Выйдут Не успевают Вылупиться Да Минус Лэйр Минус Спорка Минус Минус Брудлинги Минус Роучи Еще тут 70 на 120 Ну Тут Удивляться Нечему После Нигуса И мол Пошел Конечно Побед Нигус Тиранвика Обязательно Показать Как бы Скажу так По этому поводу Если Тиранвик Будет продолжать В том же Духе И играть Как кореец Эти корейские Штучки Ему Простятся Все Блай Играет До конца Как обычно 69 на 126 На 20 Ровов Меньше Было Меньше Там 2-2 Уже Углая По нулям Ну нет Тут Без шансов Что называется Ту может Огревает Тиранвик Ну он До конца Тоже Отыгрывает Тиранвик Что Раз Не выходит Оппонент Значит Нужно Играть Добивать Что В лоб Собирается Сейчас Этим Да Судя по всему Тиранвик Тиранвик Тимфач Тиранвик Реакция Хорошая Кстати У Не было Фугасов Заметил Злокозаву Это тоже Молодец Там Игрейды Кстати Очень Замечательные Тиранвик 1-1 1-1 Вот Ублая Кстати До недавнего Времени Я так Смотрел У него Во всех Матчапах Минимум Грейдов Уйдет То есть Иногда Есть Конечно Но Такой Стиль Получается У корейцев Уже Все Поменялось Рассчитывают Зерги Чисто Массой Подавить Потом Ультрал Выйдет Ему Уникальный Сделал Там Уже Сразу 5 Даже С нулем То есть Как-то Так Не согласна 98 67 Но Тут На самом деле ГГ-то Давно Просто Бла Не сдается Тиранвику Нужно Добить Танки Дропаются И просто Смивается Все Незначительное ГГ-лайф Контроль У Тиранвика Тоже Подшаг У него Очень четкий Я смотрю То есть Он Именно По Минимуму Трать То есть Там Молодец Какая Вторая Карта Вторая Карта Уль Рена У нас Ну Это Блайфская Чисто Тут Versus 3D Говорит Офигеть Конечно Комиссия УГГ Речь Идет Видимо О 20% Суммарной Комиссии 10% Получает Организатор Турнира И 10% Получает Площадка В общем-то И то и другое Конечно можно отменить В соответствующих опциях Так Так вот Так вот Есть А Блайфская Прошу прощения Блайфская Зау Прыгай Миш Так Майджика Зау И он И он Переводит 1058 Рублей Увеличивает Призовой Фонд До 93 Тысяч Рублей Что ему Спасибо Ну Часть Мы уже С каких-то Комиссий Туда Вложили А кто У нас Организатор Получается Я не знаю Кстати Хороший вопрос Кому-то Там Насчет Смайл 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 Да Тот Человек Который Организует Турнир Как правило Ну Или Судит Организует Он Выполняет Определенную По системе Как получается У нас Там Уже Потом Начисляется Организатор Или Автомат Там Как-то Сразу По Завершению Турнира Конечно Он Закрывается И Начисляется Я думаю Что Смайл Был Не против Под Новый Год Туда Внести Физические Возможности Нет Сейчас На Будущие Турниры Смайл Он Не так Много И выводит Он Очень Часто Сам Турниры Поддерживает И Ну Очень Часто А Блай Нет Что Блай Что Случилось Там Все Поехали Да я В игроках Был А Блай Не было Я пишу Рэдди Блай Говорит Нет А я Не вкуриваю Почему Нет Думаю Смотри Он В апсерверах Сидит Ну Что Еще Не вечер Говорит Вторая Игра Так Не туда Я 1 0 Ставлю Так В Ёлочке Погай А Санька Пишет Тут Такой Внимательный Санька На Логотипе Года Горит Тиран Вик На самом Дне Ну Когда Его Делали Об Этому Не думали А вряд ли Кто-то Протест Будет Заявлять Мэр Дексу Отдельный Привет В чатике Отметился Тоже Выходит Блай На 16 Получается Так Катун Сейчас Я так Понимаю Щечки Криво У нас Работают Или Нормально У меня В чатике Все Ок В смысле Щечки Плеера Цифры Это Хорошие Но Что-то Они Были Гораздо Меньше До Скачок Почему Было 1400 1700 Что-то 1450 Это Было Где-то Полтора Часа Назад Кажется Ну Да Ну Да Вечер Только Начинается Я думаю Что Сейчас Как раз Подтягивается Основная Часть Привыкших Стримы По вечерам Смотреть Будем Надеяться Что Все Так И Есть Пик Будет В 9 В 10 Часов Вечера Так Что Это Еще Не Предел Ну Да Когда Еще Император Выйдет Обычно Увеличение Идет Так Риппер У Большого Босса Он Жить Ренвик Здесь У нас Хата Стандартная Пулгаз Мув Будет Достаточно Быстрый Ну Кстати Ренвик В масс Рипперов Отыгрывал Так Чего На Тейл Не стримить Или на Твич Не На Твич Авест Блин Опять Все Забывает Включение Канал Распанился Там Но Все Я Все Забываю Туда Запились Интересно У меня Ретрансляция Запустилась Туда Автоматически Или Или Нет Хороший Вопрос Но я уже Стоп Стар Идет Идет Я уже Стоп Стар Делать Не буду Вот Но На Тим Ликвид Пусть Будет Может Оттуда Человек Десяточек Придет Какой Ни Другой Чатик У Твича Привет Там 100 Зрителей Сумасшедшие Переходите На ГГ У нас Да Лучше Роуч Ворон Роуч Конечно Лучше Роуч Ворон Готов И Три Роуч Учитывая Экономику Второй База Углая Где Один Дрон Такой Бедня Гази Один Одинеш В них Ходит И Его Рипер Терроризирует Своими Гранатами Это Естественно Какой-то Пуш От Блая Ну Учитывая Второй Газ Очевидно Становится Что Это Реведжеры Будут Но Линки Без Ну То есть Тут Придет Блая Попытается Реведжером Убить Тут Бункера Что Ещё На Рампе Можно С Помощь Овера Ещё Фаербулами Кидать Плотность Хорошая Там По строению Да Пошли Первые Два Реведжера Заворачиваются Один Два Три Весь Газ Спускается Бункер Будет У Тиран Вик Готов Сейчас Гранаточкой Можно Время Потянуть Минка Готова Минку Как-то Сейчас Копать Нужно Как Спалива Да Её Нужно Ну Ё-моё Рипер Вышел Что Это Рипер Отморозки Конечно Всё это Известно Было Вышел Отдался Пытается Минку Здесь Развести Блай У него Вижена Смотри Нет На Хайграунд Он не Может Треводжерами Костануть Просто Сейчас Нужно Успевать Выкапывать Вот Зря Тиран Вик Не Перекапал Минку Сейчас Вообще Молодцом Заходит Блай За минеральную Линию Добычу Пресекает Здесь Его Ран или Поздно Здесь Убьют Так Фаерболы Пошли Блин Тиран Вику Пришлось Выходить И по Фаерболу Ой Заходит Заходит Хорошо Ё-моё Зачем Запустил Да Да Ты просто Рабочих Уведи Все же Танк Сейчас Вы Все Отобьет Да Причем Блай Понимал Что Как бы Этот Пуш Не имеет Продолжения Учитывая То Что Он Обошел Бункер И Краешком Краешком Там Завел Эти войска И Тупо Сейчас Заказывал Рабочих Пока Тиран Вик Не добывал Ничего Пытался Отбиться Реведжер Герой Даже Как-то Ушел Мог Уйти Отсюда Решил С Мариками Подраться Пошел Лэр Ну Блай Посмотри Ублай Нет Третий По Боевому Тиран Вика Лучше Правда Почему-то Мне кажется Он Завтыкал С Инвизом Банши Немножечко Может Быть Да По Рабочим Да Тоже Печаль Согласен Сейчас Блай До Заказ Просто Сдел До Заказа Не Блай Обред Королеву На Умирает Рабочий До спорки Еще Долго Вторая Квина Приходит Может Имел Смысл Еще Парочку Дронов Пытаться Забрать Забирает Тиран Вик Ну 34 20 Вот Уже И Парабам Ближе Становится Что Там Происходит С призовым Фонд Призовой Фонд Выравнивают Чтобы Было Там 93 3 3 3 Потом Эрдекс Тридцаточку Свою Хитро Скиловая Тридцаточка Вылетает Все Портит Бумажка Достает Скомканые Штанины Какое-то Все Грязное Портит Которое Есть Только У него Ну Что Банша С инвизом Сейчас Будет Через 7 Секунд Главное Не отдать Здесь Реведжеров Морфит Блать Королева Это Все Одна Спорка Сейчас Можно Вне Спорки Драться Баншами Что Тиран Вик И делает Подрезать По крайней Мере Тех Кто Собирает Газ Как Минимой Баншу Отдал ДПС В два раза Меньше Становит Сразу Углая Очень Четко Под споркой Законтроливает Сейчас Держит Десанция Грамотно Третью Пату Блать Трой Ох Минус Квену Сейчас Делает Минус Вторую Кстати Если Убить Эту Квену Рабочих Можно Беспрепятственно Будет Харасить Тут Что Углая Только Первая Пина Заказана Тиранвик Улетел Зря Улетел Еще Одна Банша Двоем Сейчас Двумя Баншами Танков Достаточно Много Становится Уже Обрати Внимание И Парабам Сравнялся По лимиту Практически Сравнялся Как бы Каких-то Технологий Прям Таких Сверждут Да Вот Как ему Выход Танков С первыми Медоваками Убивать Непонятно Хотя Медовак Только Еще Реактор Строится Дадит Чедар Банши Три Дронечка Еще Минус Королева У нас Где Ублая На мэй Одна Полудохлая Стэча Вторая Еще Выйдет Третья Хата Вообще Не Раскачана Ублая Рабочих Уже У Терранвика Больше Но Кстати Отсутствует Третья Цц И Судя По всему Это Какой-то Такой Будет Выход Интересный Блай Пытается Подземным Мум Как-то Здесь Отделаться Спорку Банши Харасит Ну Спорку Не добить Терранвик Королевами Дерется Банши Демиджи Трансьюз От Блая Хороший Потеря Ой Две Банши Нарол Отбился Две Банши На ровном Месте О Смотри Справа Он выбивает Камни Видимо Для того Чтобы Словить Наверное Выход Или Проверить Беспалево Третью Базу Либо Ну И все Вместе Видимо С тыла Напасть По возможности Третью Проверит И Поймёт Что Происходит О Как Хорошо Два Танка Полетела Они Не Заметили Группу Зергов Справа Напряжение Нарастает Два Танка Ну Кстати Тиран С таким Миксом Именно В чем Сила Он Может Этот Проход Очень Хорошо Использовать Для Своей Атаки Если Если Блай Вразмен Не Пойдет Как Раз Таки Вот Поэтому Наверное Камни Выбил То есть Он В лоб То Драться Вообще Не Сможет Практически Вот Сейчас Роучей Изменилась Скин И Понятно Стало Что Подземный Мув Есть Нужно Быть Аккуратнее Я Думаю Терен Вик Прекрасно Это Понимает Третья Цц Строится Ну Кстати Он Не Спешит Перед Ломиться Третья Цц Здесь С Одной Инженерки Грейды Ну Атака Зато Уже Почти Готова То есть Если Армор Будет Заказан Один Один Почти Там Одновременно С Блайм А вот Блайм Может Попытаться Что Как-то Третью Нет Не Будет Лезть На Танки Видимо Не Будет Инфестейшн Пит И Кажется Оба Согласны Ох Тут Можно Сплошно Закидывать Танки До Стимпака Получается Блайм Напасть Но Юнитов Тирана Био Очень Много Танки Держат Тиран Хорошо Законтролил Ой Ну Только Сказалось Там Прям Медиваки Погиб Отступает Еще Лыше Стимпак Наконец Доделся 88 На 81 Ситуация По лимиту Уже В пользу Тиран Вика И Тирелозеры Тут На Био Просто Отдаются Хорошо Тиран Вика Уворачивается Додор Попал Опять Я То Что Говорю Все Знают Это Правило Все Противоположность Происходит Противоположно Танк Нужно Тиран Вику Вычинить На Третьей Добыча Началась Армор Делается Практически Армор И Второй Инженерки Правда Не Наблюдается Бараков Работает 5 И Факта Старпорт В принципе В принципе Тиран Миг Выглядит Перспективнее Потому что Мы не раз Видели Что Роучеры Если не Получилось Продавить Потом Очень тяжело Будет Он Только Сармор Затыкал И После Первой Атаки Которая Была В то Сражение У него Он Немножко Отстает Ну В смысле Не отстает А преимущества Не будет Такого Явного По Грейду На Такую Роучер Готовый Запас Там Туретка Бункер И Стенка Они Могут Конечно Проползти Мимо Но Я Стану Мародер Сидит Кстати Обрати Внимание Что У Глая На Третьей Это Вообще Рабочих Нет То есть Он Фактически Улынил И Это Очень Печай Роучи Заползли Хорошо Вовремя Но Тут Выход Который В лоб У Глая Просто Не Отбить Тиран Вик Почему А Вот Сейчас Свет Показалось Назад Пошел Танки Забыл Нет Все Таки Остается Здесь Танки Вперед Пошли Роучи Пытается Заползти Под Тиран Вика Красиво Может быть Пару Залпов Хороший Вопрос Один Танк Жил До сих Тиран Вик На Му И Бегает Два Танка Даже Один Спас Передрохнул Направо И Они Конечно Очень Много Дамага Отбивается Еле Еле Блай В это Время Там Пытался Убивать Рабов Минус 10 У Тирана Минус 5 У Зерга Но Все Равно Учитывая Мувок Учитывая Лимиты Учитывая Что По Грейдам Все Вровень И То Что Там Роучи Релоди Для Тирана И Как Раз Это Все Хорошо Да Блай Нужно Что Придумывать Такое Прям Чтобы Переломить Ход Игры Удавшейся Совсем Неудачное Какое-то Заползание Скан Есть Минус Тиро Учер Лимиты Все Еще Рану И 8 КСМ Убил Блай Проблема Блая В том Что У него Самого Экономики Практически Нет То Не То Что Как Бут Роучи Релоди Не Нечем Его Добавить Тем Более Свич Нутся В Как Них Хайф Там Заложник Выбранный Сейчас Хотя Инфесторы Первые Добавляют Но По сути Основа Армии Это Роучи Реведжеры Инфесторы Помогли Вот Этот Фаербол Плюс Микос Очень Хорошо Работает Заходит Реведжер Здесь Четыре Роучи Плюс Еще Роучи За 10 Сканит Тиранвик Спалились Товарищ Ублай Не выкакует Я не понимаю На халяву Спалил Сканом И они Погибли В итоге Печаль 2-2 Делается Ублай Автора Атака То есть Еще Сейчас 2-2 Игры Ды Лучше Станут Совсем Беда Какая Это Все После Того Как Еще Тиранвик Как То Не Лучшим Образом Вот Этот Врыв Самый Начальный Происходит Как Отбиваться Сейчас Блаю Совсем Непонятно Позиция Шикарная Сложно Прорваться Роучи Роучи Пропускает Рачей Двух Спасает Кое Как Так Ну да Но они Все Красные Блай Идет Вперед 16 На 100 По Лимиту Здесь Блай Убьет Но Тиранвика Смотрю Там Прирост Идет Правда Без Стимпака Пока Забрать Не мешало Можно Простимпачиться Тем Что Снизу Подходит Но Тиранвик Вообще Даже Этой Группой Развалил Очень Похоже На 2-0 Сейчас Еще 2-2 Заметься Очень Поздно Инфестры Вышли У Блая Сплит У Тиранвика Булы Полетели Ну Понеслась Дерский Тиранвик Против Лейзера У нас На горизонте Показал Тиранвик Что умеет Заиграть Посмотрим Насколько Лейзер Готов Еще Один Мульчик Кидается 40 На Стоп По Лимиту Танк Сиджа Блай Бьется До Конца Ну Да Непривычно Кстати Непривычно Было Видеть Финалы И Какие Такие Стадии Без Блая А тут Получается Что Прессуют Надо Тренироваться Блай Еще Тренироваться Хардстоун Уже Не Покатаешь Он Катает Хардстоун Ну Блай Да Любит Рассказывал Во всякие Игры Поиграть Разное То есть Есть Периоды В Ходсе Были Когда Он Прям Ну По КД В Старкрафт Не Тренился Что Называется То есть Чисто На опыте Тащил Его Устраивало Все Это Так Мне Уже Хейпич Что Не терпится Ему Поиграть Пока Сетку Обновлю Так Отписываю Хейпич Что Вы После Бутри Малого Лайдеров Это Последний Бо Три Которая Будет Дальше Все Бо 5 2 Бо 5 И 1 Бо 7 Снова ТВ З Тиран Вик Против Лайзера И Удастся Ли Не Пропустить Поляка Или Поляка В Топ 3 Посмотрим Фактически Следующий Матч Будет За Попадание Призы Так Ну да Да То есть И Погодите То есть Может Хэппи думал Что Я не знаю Может Паша Написал Хэппи Я не знаю Сейчас Если Лайзера На месте Нет Так Конечно Будем Проводить Мобу 5 Сначала Я думаю Что Лайзер Недалеко Отошел Не так Много Времени Прошло Для начала Мы Всего Два Матча Котнули Ну В смысле Посмотрели Ну Ну да Коэффициент На терран Вики Знаю Такого Ставить Товарищи Но Вообще Неадекватный Абсолютно Коэффициент 4.5 Это Это Дичь Какая-то Там Получается 1.1 1.2 1.25 Снаблая Только Даже Может Поменьше Ну Что Лейзер Тиран Вик Ждем Ждем Да Лейзер Здесь Все-таки Отлично Черкает Там Видите Появился В чате Ему Товарищ Пишет Фибоначчи Братан А кто Дизайн Рисует Можно Ему Руки От Понятно Художника Обидеть Легко Старается Он Старается Да Убежает Витя Ну да Витя Витя Спасибо Он Долго Всего Сделал Полезного И в процессе Там Еще Больше Я жду Не дождусь Когда Ну и долго Буду ждать Эту резину Чувствую Там уже Картинка Хорошая Ну ждем Пока Лейзер С Теренвиком Подчеркают Карты Это последняя Бутри У нас Пятое На сегодня Время Почти 7 часов Как-то Мне кажется Дольше Семь минут Да Там ЗЛЗ Не было Просто Сегодня Нет Пока Ну и что Блатчик Вылетает Спасибо Влая За участие По сетке У нас Остается Получается Кто у нас Хэппи Кулси Венера ТВП ТВЗ Лейзер Теренвик Кто сейчас Вылетит Тому будет Обидно Потому что Четвертое Почетное Место У него Будет А победа Тебе Не только Третья Гарантирует Но и Дает Возможность Посражаться Дальше Посражаться Дальше Ну да Плюс Четвертое Без Приза Остается Совсем Ну тут Уж ничего Не поделаешь Призовой Фонд Тем временем 93 392 Рубля Победитель Постремить Ну я думаю Что буду Стремить Надо Пода Там Выяснить Что там Да Как Так что Будет Первого Старика Еще В празднике А кто Там Будет Играть Еще Ну то Кто Из знакомых Игроков А я вообще Даже без Понятия Даже не знаю Кто сейчас Играет Кто то Наверное Будет И заслуживать Пользователь Спайка 3D Активировал Премиум На ваш Канал Так Спасибо Ребят Всем За поддержку Огромная Вот Вот Вам Скажет Что у меня Написано На экране Ну К концу Января Надеюсь Уже С вебкой Буду Я Сидеть Так Еще Там Происходит Еще Не черкаю Вообще Сейчас Да Какая-то Тишина В чате Ушел Кто-то Они уже Почеркали Все Все Так Прион Центральная Прион Первая Карта Терраса Преона Создаем Создаем Так Ревач Прыгает Прыгаем Элэйзер Зау Большого Босса Зау Бэби Мэджика Зау На что Император Потратит Деньги Если выиграет Вопрос В чатике Я думаю Что он Не нам смертным Во-первых Такие вопросы Обсуждать Во-вторых Казна Должна Пополняться Не важно Куда Что Тратится На звезду Смерти Ясно А уже готовы Похожим Нафиг Звезда Смерти Тут и Либераторы Имбовые Есть Сейчас Скажут Что-нибудь Про такое Вижу В чатике У тебя Там Товарищ Мистер ЛГМ Который Сандроид Смотрит Значок Его Выделяет Надеюсь Там все Хорошо С приложением Раз Пишешь Раз Смотришь Это радует Ну что ж Большой босс Перспективный Молодой Дерзкий Терн Который Одолел Уже Блая Почему Одолел 2-0 Сейчас Будет Играть Со вторым Зергом Знаешь Что Для многих Стало Неожиданностью Четыре Споловиной Коэффициент Четыре Споловиной Да Кейт С 120 Вот Может Быть Лучше Так И в призовой Просто Это Вносить Но Всякое Бывает Азарт Дело Опасное Об этом Всем Всегда Говорил Так Что Вот так Вот Ребят Так Он сразу На золото Идет Ставить Базу Или Прокси Проверяет Написайте На Хэппи Тоже Ну По крайней На Кейтбете Один Один Четыре Култи Четыре Пятьдесят Шесть Тоже В култи Чего-то Не верят Хотя Хотя Будем Посмотреть В общем Дрон Просто Прокси Проверял Боится Проверил Лейзер Прокси Да Кстати Теран Вика Что-то Прокси Особо Не вел Но Уже Не Прокси Да Пошли Пошли Бараки Жесть Хотя Как-то Почему-то Мне кажется Мало Третий Хочешь Нет Терановик Как-то Ну У меня Как-то Лучше Получается Мне кажется Стандартным Будем Будет Поджимать Большим Количеством Риперов Так Но будет Не просто Будет Очень Контактная Игра Агрессивно Начинает Теран Вик И Очень Много Будет Зависит Конечно От контроля Риперов От минок Но контролит Он хорошо Мы видели Как он С мариками С мародерами Под стимпаком И Риперы Кажется Были Сегодня На старте Но Тоже С кем-то Играл Из Зергов Он Умеет Контроль Да и АПМ Мирило Такое Определенное Которое Он Напоминает Часто У него Высокий Первый Рипер Приходит Овер Кстати Спалил Только Один Барак Пока Только Один Но Я думаю Он подозревает И Сейчас Он Все Поймет Приказ Рипер Начинает На второй Базе Стрелять По лингам Везер Шоп Контролит Королева Сейчас Будет Готова Дрон Ох Воздух Я увидел Как Сроки Там Да В Плате Как раз Зерк Особо Не Заморачивается Кажется Он Недооценивает Немножко А вот Смотри И Рипера Так Немножко Под Контролил Подставил Одного Под удар Чтобы Не Добили Случайно Риперы Пока Все Живут Ну У Зерка Тоже Всего Один Дрон Погиб Пока Что Цц Строится У Теренвик Кстати Очень Подозрительно Что Не Стал Теренвик Так Гранат Кидается Ой Не Попадает Все Мимо Все Мимо Ох Сейчас Попал Хорошо Странно Что Не Стандартно Где Вторую Рампу Переградил Этими Бараками Теренвик Что Контр Убегай Какое Опасное Может Быть Еще Минус Рабочие Еще Собаки Умирают Какая Жесть По-моему Происходит Зря Репер Одного Далековато Далековато Ох Своих Френдли Файр Не Выключили Ему Что-то Похоже Самому Понравилось Вот Он Так Попер Дальше По Компании Ох Ты Собак Много Ну Хотя Под Кайти Можно Он Думал Что Будет Окружение Какое То И Вот Посмотрите Миш Что Дэйзер Как раз То О чем Я Говорил Понял Что Можно Ворваться И Начинает Врываться Но Тут Момент В том Что Это Минус Селинги А здесь Ничего Нету Просто То есть Сцшку Достроит Теранвик Просто И Будет Контратаковать Так же А там Застройка Это Достаточно Сомнительная Отдача Два Ксм Сцшку Задержал Тоже Конечно Такой Момент Третья Сцшка Пошла Отбиваться Чем Будет У него Роучи Нет Он Рабочих Да Заказывает Но К нему Риперы Вернутся Ну Да Риперы Возвращаются И Роучи Не успеют Уйти Сейчас Ну Еще Такое Одно Забегание Интересное Неожиданно Засадный Пол Был На втором Золоте Это Провальная Забегаем Теранвик Вынужден Развернуться Сейчас Грамотные Сценки Падают В бункер Сядь Не затупит Не отдаст Всех на халяву Где-то там Риперов То он может Просто не лезть Наверх И вот эту Третью С гранатами Отменить Изи Просто Базу Что называется Потому что Риперов Десять штук Десять гранат Это уже Сотка Дамеджа Плюс Их весь ДПС Квены Подтягиваются У них Трансфьюз Есть Ну Как бы С другой стороны Кстати Королевы Так вышли Опасно На мейн Грамотнее Будет Чем на золото Вообще Класс Королевы Пока вернутся Пока Роучи Вернутся Это будет Такой Ооо Бомбит Роучи Четыре штуки Ну нужно ли Под Роучи Лезть Терен Вик Коже ты Лезешь Та Ёмок Типер Трансфьюз Да Опять Залез Куда-то Ну вот Нужно Рабочих Было Подлетать Конечно Не спешить Туда Так врываться Есть Линги Приходят Ну Линги Ничего Не сделают Даже Ни один Рихер Не погибнет Наверное Только Роучи Сверху Немножечко Под Подэмоджили И так А золото Это видел Нет Посмотри Рядом Так прилетел И золото Не видел Терен Вик Жесть Какая Ну он должен Проверить Уже пора Как бы Терен Вик Не верит Что там Золото Что ли Есть Хотя В принципе У него Так и так Все неплохо Трансфьюз Зайду Еще Трансфьюз Как он Что Контроливает Да Хорошо Ну и лейзер Кстати Не хуже Со всем Контроливает Да Отбивается Сейчас Отбивается Хорошо Лэйр До заказ Рабов Золото Скоро Будет работать Ну Хату Наконец-то Спалил Все-таки Краем Глаза Увидел Третья ЦЦ Достроилась Штампует Рабов Риперы Забегают На третью Базу Но здесь Уже Идут Жертвы Минус Два Рипера Да Неприятно Но Недалеко Не смертельная Особенно Мне нравится Тот момент Что Посмотри Тайминг 1-1 Какой У тебя РНГ Если он Сейчас Армори Прямо Сейчас Закажет И 2-2 Здесь Только Плюс Один Вообще Заказан С армором Завтыкал Лейзер Может быть Ресурсов Нет Не знаю И Армори Да Посмотри Пошло Вообще Почти Что Идеально И на Третий Вылет С Будет Медиваки Очень Поздно Главное Чтобы Эйвейзер Не пошел Прямо Сейчас В атаку У него Вроде Нет Оснований Нет Ему Нет У Эйвейзера Он Медленно Будет Идти Тирановику Крипку Законтролить Рипера Отконтроливает Одного Минус Нуля Правда Рипера Потому Что Тоже Путь Они ДПС Гигантские Не вносят Если Они В замесе В каком Таком Первом Выходе Есть Против Зерга Крут Они С вами Гранатами Там Очень Важно Делают Процесс Пока Там Юниты Не Стреляют Подпрыгивают Себе Его На Стимпаке Там Разносят Стимпак Щиты Кстати Готов Уже Фугас Опять Забывает Фугас Тиран Вик Так 2-2 Пойдет Ли 2-2 Сейчас Наблюдаем Этот Момент Армоли Готова Пока Заказа 2-2 Я не наблюдаю Армор Только Тыкнул И Атаку Тыкнул Да Молодец Криптумора Подрезай Смотрите Лейзер Заметил Один Законтролил Криптумор Тоже Какой АПМ Дайте Глянем 366 Лейзер 200 323 Прошу Прощения Тиран Вик Тиран Лейзер Тоже Типа Тиран Вика То ли 18 То ли Сколько Там Лет 19 Очень Молодой Игрок Угу 60 62 По лимиту 55 На 91 По Боевому Сейчас Интересно Будет ли 1-1 Тайминг Лейзер Ловить Судя По лимиту Что должен У меня Такое Ощущение Есть 2 Медивак Уж 2 Бункера Танки Есть Танки Тут Даже Вот Таким Лимитом Если Тиран Вик Будет Хорошо Контролить В принципе У него Шанс Есть Подраться Хорошо Бараков Добавляет Деп Соплай Блок Небольшой Но Сейчас Деп Пушки Достроятся Как Мулы На Золото Летят Сейчас Главное Что Выход Будет Какой-то Похоже Что Вот Странно Очень Странно Добавляет И Цц И Пару Бараков И при этом Идет Как бы В лоб Атаковать 2-2 Посмотрел То есть То Что Про Грейд Я говорил Подожди Ты Хоть 2-2 Не знаю Почти Тиран Не видит Что Успеть Уйти Ему Отсюда Танк Один Сразу Не Отконтроливает Видит Что Там Роучи Реведжеры Просто Если Как По Мне Сколько Игр Смотрел Тиран Вик Должен Понимать Видишь Роучи Реведжеров Нужно Понимать Что У тебя Лимит Это Меньше На Такой Старе Была Там Переть Там Забегание На Золото Четырех Рачей Один Мародер Под Лимит Б мог Ну На Пятнашечку Больше Мне Кажется Быть Ну Какое Забегание Лейзер Всеми Уходит Всеми Это Такое Ценное Время Для Тиран Вика Потому Что 2-2 Через 10 Успеет Судя по всему Хотя Трансфюз Если есть Может Не успеть Есть Один Трансфюз И он Как раз И спас Чудеса На Виражах Полетел Еще Надо Добить Два Даже Дроп Чудеса Хорошо Здесь Много Лимитов Дроп Вкладываю Сейчас Тиран Вик Очень Опасно Главное Сейчас Не Передроп Самого Себя Здесь Медивак На Мейнлит Причем Лейзер Не Видит Этот Медивак Здесь Тимпак Нужно Даже Не Драться С Этими Роуч Просто Клик Тиран Вик Добивает Здесь Дроп На Второй Прилетает И Лейзер Вообще Кстати На Такой Стадии Гас И Пошли Кстати Заметил Внимателен Внимателен Мародерчик Один Дэк Тут Главное Дроп Сейчас Не Увлечь Перебором Вроде В отличие От Зерга Как Раз Прям Подробующий Подробующий Ревер Ну Заметил Все Таки Часть Юнитов Увез Ультралис Кеверн Пошел Армор Атака У Зерга Дисбаланс Очень Жесткий По Ой Смотри Как Мидова Красиво Поймал На Опережение Пострелял Фаер Воджер Момент Не Заметил Но Вижу Где Он Развалился Дисбаланс Очень Жесткий У Зерга По Газу Ему Не Хватает На Все Про Все Ультралис Когда Достроится Появится Возможности Тренировать Лимит А нет 3 То есть Тиран Вик Правильный Тайминг Сейчас Пытается Поймать На Микозы Главное Не Попасть Лимита Много Достаточно И Часть Армии Зерга Просто Отдается На Халяву Да И Танки Тут Хорошо Тут Прям Часть На Хай Граунде Танки Все Попробуют Добрать Они Так Расплечены И Дэмэдж Вносят Хороший Микозы Жесткий Фаер Булы Тоже Решают Тиран Вик Уже Больше Тиран Вик Убивает Не Стоит Увлекаться Я думаю Надо Вернуть Просто Часть Золото Забрать Пока Паррел Решают 174 Но Только С новым Дозаказом Лейзер По Лимиту Вперед Вырывается Но Без Газ Не Ультрала Смотри А В Роуч Тупо Здесь Сколько Танков На Золоте На Этом Проблемы Большие Танков Очень Много Идет Лейзер Прирост Тиран Вика Подходит Танки На Хайграунд Забирает По Царски Просто На Хайграунд Увозит Просто По Царски Держится Еле Товарищи Внизу Но Зерга Очень Много Но Танки Настреляли Реально Просто Невероятный Демаж Танки Наносит Какая Позиция Крутая И Лимит Уже Такой Что Демотивирует Зерга Деньги Вроде Есть Монералы Ну Тут Прямо Порадовал Тиран Вик Пониманием Позиции Единственное Что Смутило Это Та Самая Атака На Рубеже Грейдов 2-2 Против Мясного Лимита Зерга 200 То есть У тебя Там 140 С хвостом Ты Выходишь Грейды Недоделаны Четвертую Базу Строишь Зачем Выходить Зачем Драться В лоб В этой Ситуации Время Для Дропов Центральный Протокол Мы Этой Карты Вообще Не Видели Еще По Моему Создаю Я Но Кстати Я Знаешь Что Хочу Скать Корейцы Такие Выходы Делают Тоже Ну Зачем Ты А танки С собой Брать Ну То есть Это Крип Чтобы Погонять Там Походить Чтобы Просто Слишком Пассива Не Было Жесткого Такого Долга Ну Так С Хэппи Позицию Терял Тиран Не Учтись Так Привет Гидрос Премиум Подлагивает Сначала Трансляции Первый Ты Пишешь Об этом Реально Ну Премиум Все-таки Будет Тормозить Части Пользователей По Нашим Данным Не У Всех Коннект Позволяет Смотреть Комфор Это Зависит От Удаленности От Серверов Получается У Вас Есть Возможность Тестовый Попробовать Перед тем Как Покупать То Есть Просто 15 Минут Смотреть И Делать Для Себя Вывод Стоит Ли Подписываться Или Нет Ну И В конце Концов Премиум Это Не Только Сочная Картинка Но И Три Четверти Стримеру Саппорт И Смайлики Статусы Отсутствие Видеорекламы В общем Все Радости Жизни Да Да И Как 80 Рублей 79 79 Ну Там С Некоторых Там Этих Платежных Систем Их Там Этот Припал В частности Дороже Выходит Киви Вроде Там Яндекс Там Как Хорошо Прям В В В В В В Во 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 Они Молодцы Уже 12 Лет Держат Эту Комиссию Это Приятно Ну Ладно Вторая Игра Большой Босс Показывает Уже Такую В Который Раз Показывает Качественную Игру Надежную Грубо Не Ошибается Контролит Очень Хорошо И Это В 17 Лет 17 Лет И Уже Близок Топ Три Нашего Турнира Финального Годового Лезеру Будет Обидно Конечно Пришел Ну А Что Поделать Не Только В Польше Молодые Игроки Должны Быть Амбициозные Почему Я только Нерчу Вспоминаю Амбициозных Молодых Ну Лейзер Как Раз Такими Относится Поляк У нас Там Много Гуру Сейчас Еще Ты Просто Не Следил Я Тоже Ну Там Есть Там И Тиран В Польше Очень Много Игроков Может Я Не знаю Какие У них Там Проблемы Наверное Как У наших Тоже Где Лень Где Что Постоянно Поляки Где-то Присутствуют На Каких Турнирах Европейских Тем Более У них Тоже Не Евро Тоже Выгодно Все Дело Там Курс Хороший Как И В Чехии В 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 История Да Ну Уж Да Что-то Все Не Только В Деньгах С 17 Летним Уто Если Он Уже О Таком Думает Во-первых Это Не Очень Неправильно Во-вторых Это Ему Только Мешать Будет Очень Жестко Как Тут Игровой Процесс Локи Там Засаппортил Турнир На 31 Рубль Что-то Он Пытается Добиться Или Проверяет Или Еще Что-то Но Создает Движуху У него Это Минус 5 Часов Единички Три Сделал Да Да Это Чисто Программистская Такая Фишка Какая Это Видимо Так А по Игре По Игре Что тут Происходит Стандартная Хата 17 Пулгаз Роуч Ворон Хотел Не только Хотел Оставят Роуч Ворон Особенности Этой Карпи Посмотри Сколько Со второй Базой Зерга Идти До Второй Базы Тирана Да Очень Близко То есть Тут Можно Даже С королевами Вот этими Медленными Забыл Как они Называются Там Какие-то Королевы Просто Идти Вперед И убивать Поверлордом Он спалил Просто Что нет Застройки На широкой Рамке Что застройка Только на Мейне И при этом Есть база Подорвал Дрона Тут Тиранвик Пока Не знает Он Конечно И кстати На Мейн Здесь Здесь же Можно По-моему На Мейн Заблингнуться Ну да У камней По-моему Есть Ну не пытается Тиранвик Туда Врываться Бункер Заказывает Факта Скоро Будет Ну очень Ранни Рауч Ворон Очень опасно Будет С реведжерами Будет Бункер Конечно Может Зарешать Но и то Не факт Гелионы Вряд ли Помогут Мародеров Сейчас Тиранвик Поймется Что-то Тут Дрончиков Маловато На второй Базе Да Да Насторожить Должно Определенное Его Заказал Он Марика После Этого Явно Не Достаточно Для Того Чтобы Этому Рачей Всего Четыре В заказе Пока Рипером Контроль Просто Великолепный Лингов Здесь Не будет Даже Без Муа Он Пропустил Двух Рачей Он Не Увидел Выход Роучи Идут Перед Вот Случайно Заметил Номер Куда Рипер Летел Близзард Инкорпорейт Четыре Единички Близзы Подержали Наконец Близзарды Поддерживать Начали С Приходят Роучи Нужно Вычинивать Бункер Как Можно Дольше Почему Лейзард С Дамидивак Не Ведет Простите Овера Не Ведет И Реведжеров Не Делает Первый Реведжер Пошел Грамотно Не Вычинит Бункер Бункер Падает 1-1 Будет Сейчас Хотя Рано Об этом Говорю Но Надо Взлетать Отсюда Улетать Нужно Нужно Вот Чтоб Такого Не Ваербол Попадает Да Очень Грамотно Рабочек Контролил Так Что Не Подставил Сплэш Ну Ответ Очевиден Что Нужно Нужно Вычинивать Бункер Карта Такая Что Чизерочек Лейзер Чизерок Банши Могла Бы Помочь Но Она Кажется По Таймингу Не Успевала Раз Такая Карта Раз Такие Респы Нужно Быть Готовым К Банша Очень Поздно Выходит Тут Уже Конечно С Четырьмя Ксм С Тремя Да Уже Это Плохо Там Тридцать Четыре Да Заказ Еще Рабов Сделал Лейзер В тот Момент Когда Зашел То Заказ И Королевы Пошли Что Он Понимает Кроме Банши Здесь Ничего Больше И Хату Ставят Ближнюю Чтоб Еще Крип Был Ну Короче Ред Лейзер Понимаешь Здесь Уже Все Да Жалко Рано Похоронили Это Поляка Ну Да Третья Решающая Нас Ожидает Что Говорить Еще Минус Роуч Медленно Заходят Квены Две Банши Есть Но Там Уже Две Квены Да 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 Контролит Банши Кстати Очень Хорошо Видно Контролит Хорошо Ну Королева С Трансьюзами А Инвиз Был бы Инвиз Хотя Вода Ну Юда Побит Королеву Ну Трансьюз Пошел Вычинить Особо Они Хотя Семь Ксм Есть Если бы Сейчас Инвиз Двумя Баншами Был У Элайзер Эта Технологии Нет То есть Две Банши Выбили Все Третья Плюс Доделась Может Крит Массы Спалился Во-первых И все Может Единственный Шанс Что могло Помочь Крит Масса Баншей Больше Чем Королев Идеальный Контроль Чтобы Ничего Не терять Он Написал Что-то О быке В конце Не заметил Что именно Но Написал Что-то Бул И Неразборчиво Потом Было Что-то Подгорело Маленько Да Не надо Так Конечно Делать Но Так У Лерена У нас Последняя Карта Кстати Такая Спасибо Прохождению Сюда Там Заняты Комментарии В чатике Сразу После Поражения А че Он Мулов Не кидает Ну Как бы Юморок Из серии Таких Анмайнер Мулов При победе Да Да Не тот Случай Не время Для Мулов Так Так Пошпрощение Лейзера Наверх Попросила Тиран Вика Без Пригара Поехали Все готовы Коммент Это так Коммент По игре Говорит Тиран Вик Ну Хотя В принципе Да Оно Уже Не адресовано Было Кому Типа Типа На баланс Типа Вот Черт Как Как нехорошо Вышло Да Согласен Так Поехали Начинается У нас игра Третье Решающее Кто побеждает Врывается В топ 3 Получает Сразу Деньги Слава Успех А кто А кто Проигрывает Тот Занимает Четвертое Место Не получает Кроме этого Четвертого Места К сожалению Ничего Карта Действительно Опасная Мы тут Видели Ну хотя С другой С другой стороны Скорее Тернвику Плюс Потому что Он тут Ну да С лайм Хорошо Играет Ну ладно Четвертый Четвертый Нравится Эти вещи Пригорело Весело Весело Ребят Ну никто Не говорил Что весело Не будет Турнир Серьезный Но Револьвер Не хватает Вот Култита С Тернвиком Да Ее пройдет Мулы полетят Вон Денис Сидит Ждет Наверное Так а может На один матч Дадим добро А да В любом случае Чисто Чисто поржать Пацаны Народа много Чисто Не обидится Никто Из них Они привыкли Одно дело Когда знаешь Там какого-нибудь Хэппи Начинают поносить А он как бы Не отвечает Он другого Типа игрок А если два товарища Подобного рода Встречаются Ну ничего Пусть поливает Главное Чтобы Психик Он сильно Нет А он ССС ставит Правильно Или клетку Влево Все-таки Неагривично И зрителям Что психика Тоже Да Так Да ССС СС 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 Да Не Тиран Вика Тут Винить Тоже Ну Потому что Изи Там С Култи Например Они Хотя В Питере В гигантском Городе Да Как бы Там хоть Есть И домышленники А Что Ставрополе Кто-то На таком уровне Играет Я очень Сильно Сомневаюсь Да Роща Ворона Судя По Сему Не Будет Развивается Тут Рипер Хорошо Напрягает Одно Одного Пса Подрезал Но Минками Пока Промахивается Оверлорд Не чудом Но Улетает Побитый От Марика Слушай Нидус Да Похоже На Лэйр Интерес Может быть Это Будет Нидус Блин Но Тут Может Пригореть Конечно Но Посмотрим Посмотрим Минку Делает Теренвик Но Готов Ли Он Я не знаю Тут Нужно Как-то Обнаружить Ему Что Будет Происходить Так Линги Пытаются Рипера Окружить Но Теренвик Очень Четко Контролит Линги Побежали Чуть Не понимаю Отдаваться Видимо Очень Странно Хороший Контроль Теренвик Демонстрирует Марики Спускаются Риперу Помочь Ну Это Какой-то Может Сейчас Рипером Обратно Вернуться И проверить Линги Памешать Не будут Королевы Передут Королевы Блощат Теренвик Видит Но Это Должно Вызывать Подозрения Всегда О Лаба Начала По плану Пристраиваться Лаба Здесь Бункер Есть Лаба Что у нас Будет ли Танк Да Пошел Танк Он может Не успеть Сколько Танк Строится 32 секунды До Нидуса Хотя Он Как раз Выйдет Под Нидус Тут Будет Очень Важен Как Инвиз Банше Вообще Идеально По юнитам Теренвик Банше Нет Инвиз Есть Банше Нет Либератор Просканил Видит Лэр Все Понял Все Понял Так Куда Будет Врываться Нидус Сейчас Врыв Мариков Нужно С бункера Брать Все Высаживать Минка Перекапывается Овер Залетает Пойдет Нидус Куда Пойдет Нидус Нидус Пошел Танк Сиджа И Мариков Из бункера Че ж ты не берешь Теренвик Тут кстати До танка Дойти Очень Нереально Будет Практически Минка Копается Еще Копается И Марики КСМ Выводятся Сейчас Сейчас Посмотрим Что будет Нидус Королева Успеет Выходить Трансфюзы Пошли Нидус Убить Не получилось Но танк Все равно Дэмэдж Вносит Свой Гигантский Либератор Не готов Че то и лейзер Лимита Много Становится Минка Выстрела Королевам Пока не подойти Либератор Раскладывается Танк Прикрыл Красавчик Либератор Красный Роучик КСМ Увести С мейна Наверное Все таки Нидус Минус Бункер Готов Все Эти юниты В ловушке Потери По рабочим Довольно Серьезные Катаемся Еще 18 Работ Все равно Это улын От дзержа Как ни Крутит Ничего Не поделать КСМ На второй Нужно Увести Тут бояться Уже Ничего Терр Танк Можно Поближе Подвести Под Либератора К примеру Под этого Сплэш Вот этот Так Понимает Сейчас Эвейзер Что тут Все Уже Дальше КСМ Точно Нельзя Отдавать Сейчас Бился Отбился Террнвик Не так Как хотелось Наверное Ему И нам Но Ну Посмотрите Давайте по боевому Что есть Там Пять Роучи Две Королевы То есть Тут Этим Миксом Можно И Так А Медивак Был Годите Медивака Не было Вроде Я видел Что в заказе Медивак Еще Роучи Второй Приходит Блин Что-то Тут Эвейзер Нахарасил На халяву Террнвика Еще ХСМ Очень много Падает Он Роучи Всех Отдает Террнвик Сейчас Делает Выход Какой-то Ибан Шан Кстати Грян Спорок Нет Уверсиров Нет Он Знает О том Что там Лаба Пристроена Была Может Даже Видел Крутящийся Грейт Танки Складывает Не Уверен Что он Видел Либератор Полетает Идеальная Фактически Спорка Здесь Раскладывается По Королеве Дал Дэмеджа Спорку Посмотрите Отманил Отсюда Залетает Сбоку Но Нет Тут Что тут О Можно Квину Убрать Давай Давай Не Уводит Вейзер Квину Очень Четко Террнвик Законтроливает Здесь Будет ли Интерес Какой-нибудь Выход Тут На ранних Лимитах Пока Роучи Безму Нихрена Такой Можно Момент Сделать Так Залетает Рибератор Банша С инвизом Уже Врывается Посмотрите А там Спорки Нет До сих Пор Только Ставится Здесь Спорка Оверсир Мок Только Не Королеву Убить Ну Какие Королевы Рабочие Либератором Здесь Нахарасить Видимо Серрнвик По Либератору Каст Либератор Минус Ну Королевну Не Она Могла Убить Плюс Четыре Раба Аши 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 Жалко Ну Что Будет Выхода Террнвик Четыре Ксм Ездят Туда Сюда Непонятно Так Ну Вот Ошибка Мне кажется Террнвик Что Может Он В Макро Сейчас Играет Хотя Может И не Ошибка Куда Роучи Реведжеры Собираются Двигаться Сейчас Мух Уже Будет Так Синвиз Марши Одной Делает Террнвик Второй Террнвик Вообще Нет Первый Весь О Реведжера Хорошо На контроле Он конечно Тут Неплохо Выигрывает Понемножку Понемножку Подрезает Твой Раз По Грейдам Конечно Печаль Полная У Террнвик Четы Вот Если Если Как бы Чем Мамит Если Ты не Делаешь Выход Какой Либо Сейчас То Где Третья Цц Шка Видимо Террнвик Двухбазовый Какой-то Выход Хочет Делать Ну Инженерку Зачем Он Строит Сложный Вопрос Тут Что-то По Лимиту Беда Да Беда Там Четвертая Хата Уже Пошла Четвертая Хата Ну Да Не Прочувствовал Террнвик Что Ему Нужно Реализовывать Свой Технологичный Лимит С танками С чем-то Еще Ити Вперед Хотя Пока Конечно По лимиту Не совсем Печаль По боевому Но Отсутствие Третьей ЦС Это Жестко Очень Сказывается Грейды 10 Отсутствие 22 Дождемся Террнвик Печаль Будет Стимбак Еще Не Готов Пошел Без Стима Террнвик Тут он уже кто-нибудь забегание пытается делать. Третья ЦЦ пошла. Решил не атаковать. Ну, наверное, это и правильно, учитывая то, что он вряд ли бы пробил. Да, не, ну тут нужно и третью выходить. Вот этот узкий проход, пытаться что-то сделать. Хотя и Лейзер... Ой, как в размер сейчас может пойти. Но если Теранвик вовремя придёт, вот он сейчас просканил, нужно быстрее ему действовать, потому что и Лейзер может... Уже не успеет. Кто первый придёт, тот лучше подерётся, значительно при чём. Так, танки съедятся сейчас. Так, выманиваем. Хорошо, Лейзер и Теранвик. Один танк на провокацию вперёд. Ох, как же опасно. 180 на 120. Я вообще не верю в этот пуш. Да, чё-то тут. Не, ну если Лейзер половится в этот проход, конечно, чё хорошего из этого не будет. Но он сзади хочет зайти. Здесь минка. Здесь дома есть прирост небольшой у Теранвика. Пытается он прессовать на стимпаке, на всех-всех своих преимуществах. Так, отходит назад минкушку. Выходит прирост Теранвика. Ой, ловит, ловит, ловит. И неразложный танк. Это провал. Нужно уходить, да, отсюда нужно. Заходит сзади Лейзер. Ну, кстати, я бы не сказал, что здесь... Хотя юниты деможи нужно эвакуировать по максимуму, что успеешь. Что и делает Теранвик. 178 на 95 по лимиту. Да, третьей базы нет. Там четвёртый уже работает. А, так, а в лоб уже по танкам. Прям по трём. У ЮАЭ Медивака два с двумя танками гибнет. Не доконтролил Теранвик здесь. Прорываются красные, но им на всё наплевать. Рабочие гибнут. Ну да, не на 100 ка лимита преимущества. Всё-таки Теранвик. Созваливался здесь. Кидает игру Теранвик. Сгг, ноу гг, как говорится, ноу скилл. В топ-3 Лейзер. И сейчас будет финал верхней сетки. Долгожданный. Хэппи против Кул Ти. А проигравший будет играться Лейзером. Пойду обновлю счёт. Да, да. Большое спасибо Теранвику за участие. Я думаю, что как раз с Яндеком мы обсуждали шоу-матчи какие-то. Как раз на неделю предлагаю ему, если Титанчик будет готов кончить шоу-матч с Теранвиком провести, потому что, ну, то, что он занял четвёртое, ничего не получил, тоже как-то не очень. Молодых игроков надо как-то поддерживать. Но с этим мы решим потом. Со всем делом. Так, Хэппич Кул Ти тут. Центральный протокол. Первая карта. Ну что, ждать не будем. Будем смотреть Старкрафт. Они так долго ждали. Так, где у нас что-то центральный протокол? А, вот он. Так, центральный. Сейчас посмотрим, что дальше. Центральный, центральный. Что я потерял тоже. А, вот. Всё, вижу. Чат негодует. Неразложенный там в 2015 году. Казалось, что он принимает этот Нидус, но потери показали слишком... Может быть, опять же была эта тема... Потери были... Нужно посмотреть ему демку, Теранвику, сделать вывод. То есть, боевой лимит такой же, а там роучи без му, без всего королевы. Просто там делаем один медивак, идём с танками, как раз вот с этого узкого прохода там чудеса можно творить просто. Так, спасибо хэпичу. Ривыч заходит. Так, где у нас култи? А, вот он култи. Ждём култи. Да, в топ-3 оказались представители всех рас. По факту... Один из не СНГ-человек, но... Был близок Теранвик. Видишь, тут как бы в макро великолепной игрой выиграл, а... К чизам был не готов. Может, конечно, какие-нибудь... Дельные сейчас, но тем не менее, ведь знал и принимал. Все готовы, поехали. Кэпич против култи. Это будет очень интересно. Да, и это уже Бу-5, кстати говоря, у нас. Финал Венеров. Оба игрока здесь ТУП-3. Вместе с лейзером, но как места распределяться, пока непонятно. Причём култи, например, лейзеру всё, что я не видел, раньше проигрывал. Ну, то ещё и сходца было, и как-то давненько. Так что здесь может быть всё, что угодно. Так. Хэпич будет делать, как видите, стеночку дефолтную. Неудобно, конечно, на экспе защищаться. Шароченная рампа и бежать очень долго. Култи застраивается рядышком пока что. Может быть, это... Нет, это будет первый гейт. Так, сейчас. Там голосование запилили. За кого болеет. Император, естественно, побеждает. Но довольно большой процент нейтрально настроенных граждан. 28-27. Култи с незначительным отрывом на третьем месте. Хэппи любят. Ну, конечно, чтобы не хэппи победил в голосовалке. Это было бы странно. Хорошая последовательность. Мне весьма нравится, что после гейта ставится газ, он начинает добываться. Но идет эксп. Соответственно, по технологиям все хорошо. Газ сейвится. И при этом еще экономика хорошая. Да, МЧС. Это в этом веке подозрительное. Ну, не знаю. По-моему... Что именно? Да не знаю. Вышел из ДГ. Не буду все цитировать, что он там пишет. А, да. Что с нами сказали. Вот. Посмотрим. Я надеюсь, что будем наблюдать. Тиран Вика, Александра, Саню. Далее. На других турнирах тоже. Бустят сталкер. Два марика ждут на рампе. А здесь у императора космопорт и гелиончики. И нету, смотрите, ИЦЦ-шечки. Второй вообще нет. Ухо, ведь какая-то заготовка, кстати. Я первый раз такое вижу. Отходи. А, ну это, кстати, что это? Это стандартный марика гелиона передруг. Чисто еще из Ола. Привет. Аптер Барак зачем? В отсе было. Но это уже на будущее переход, видимо, во что-то. Может быть, Steam с одной базы будет, может, еще что-то. Сейчас посмотрим. Ну, факт, что здесь марики по одному. Где-то будет 6 мариков плюс медиваг плюс 3 гелика. Так, SRKUS пишет. Топ-1 Европа, Грульдвара, Поляк Тру. Да, перешел на СК-2. Топ-1, видимо, сейчас. Да, я тоже, как бы, раньше не слышал о том. Ну, я не следил за первым Старкрафтом сейчас. Видишь, давно уже, пора перейти. Да, немножко заприпозднился. Ну да. Год на три. О, хорошо. Развел на Оверчардж, отступил, увидел, что готов Култи. И, возможно, попробует... Да, будет ли на Мэйн. Да, будет ли на Мэйн. Здесь, тем более, можно передрогнуться прям рядом с проходом. Тридцать пять, двадцать шесть. У Култи все просто великолепно по уропам. Сейчас гелионы, я так полагаю, ворвутся на минеральную линию. Ой, Мазеркор не успел перехватить Хэппи сейчас. Очень важный этот момент. Почему? Потому что, если Мазеркор успеть перехватить, то можно очень много деможил здесь нанести. Он сплитит армию, заставляет Мазеркор выбирать, куда идти, куда кидать Оверчардж. Так, да, сейчас пытается... О, прикольно. Развел на жесткий. Да, да, да. Долго бежать просто с Экспанда до Мэйна. И сейчас сложновато. Оверчардж спасает. Оверчардж спасает, но Хэппи все равно он находит. Измени, не стоит. Уже шесть пробок, простите. Дронов, колеса, мы все перебираем. Так, Оверчардж же есть. Есть Оверчардж, но 17 рабов! 18, 19, жесть-то какая. А, там на Экспанде Либератор оказывается. Есть Либератор, еще полетел 6, рабочий убил, мы не заметили даже. Тем временем призовую такую хорошую цифру. Хорошая цифра и становится. 9, 5, 5, 5, 5, 5, миг. Спасибо. Вот в рабочем уже хорошо все ухопил. 28 на 24. Да. Уже больше. Нет, нет, для Процесса это вообще беда, конечно, учитывая тот факт, что сейчас еще до сих пор жив, даже не жив, а два Либератора здесь у Хэппи. Вот второй прилетает на второй, Кул-Ти, конечно, реагирует. Как он успел туда стрельнуть уже, когда у вас пробка выехала. Да, уже было про моментов, что юнит вроде уходит, а там выстрел идет. Ну, сейчас будет выход, кстати, это однобазовая заготовка от Хэппи. Кул-Ти зачем-то идет вперед, вот это мне непонятно. Хороший вопрос, с КСМ-очками вообще идеально, то есть есть чем вычинить. Здесь есть один Имморфл, конечно. Нужно отгонять, конечно, Хэппи Кул-Ти. Он отгоняет, да варп идет прямо здесь. Сталкеров, Либератор раскладывается. Имморфл. Имморфл. О, хорошо засейвил Имморфл. Он почти погиб, но почти не погиб. Капич убивает. Танки без раскладки Сталкером тоже хорошо объясняют. О, хорошо. Хорошо, Кул-Ти очень четко сыграл. Танки подходят ближе. Здесь у Верча живут. Нужно ли туда лезть? Конечно же нет, Хэппи это понимает. Либератор сзади где-то оставил. Он очень важен сейчас для обороны. Кул-Ти какие-то с адептами пытаются чудеса творить. Он контролит здорово, а? Да, Кул-Ти контролит очень четко. Танк все лишь один у Хэппи выжил. Мареки разваливается. Либератор, который так нужен был здесь, он непонятно где находится. Если Кул-Ти отобьются, это 1-0 скорее всего. Хотя нет, СЦ-шка пошла, забегаю вперед. Но Либератор подвел, даже если бы он полетел куда-нибудь в рабов, разложился, попытался или как-то поучаствовал в битве на этой рампе, было бы, конечно, полезнее. Забыл про него Дмитрий, к сожалению. Но Кул-Ти вообще великолепно отбивался. Как он этого Иммортала сейвил, как он им выпрыгивал и танки добивал. Да, да. Это было круто. Иммортал там вообще сделал дел. Оп, опять Либератор раскладывается, минус пробка, но не более того. И может быть 4 юнита убито, из них пару танков. Улетает Либератор на мэйн сейчас, у Хэппи ДС-шка достраивается, мышку стимпак заказан. Есть инженерка. Ха. Контроль, завезли. Сталкер 1. Ох, и второй даже. Ты видел этот момент? Да, 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 да. Еще один Либератор на мэйне, майнинг тайм. Ну, жестко забивает. Конечно, Кул-Ти здесь напрягает этими юнитами. Ничего не поделать просто. Просто ничего не поделать. Инком такой несчастный. Там у Хэппи Чемулы полетели 800, а там 450. Из-за того, что половина пробок тупо отдыхает. Ну да. Ну тут проблема в том, что Кул-Ти просто контраковать не может никак. И у Хэппи копится. Еще стимпак будет, а тут никаких тех... И еще раз Либератор вторую базу блочит, жесть. Три киллса сделал еще на пробках. Чемат-кор здесь летает опять. Передропал ин какой-то, да, получается? Ну да. Причем две призмы у Кул-Ти, наверное, случайно он добавил. У двух там можно было передропкаться. Заходит на хайграунд. Кул-Ти до варп адептов идет. Ну, танк подходит ближе. Имморту до танка достает. Ну, там есть медивак. Кейпи фокус сбивает. Еще рабочий на всякий случай. Тоже очень полезная штука для перестраховки. Да. И Либератор еще, вот, когда его не хватало, минус призма. И добивает. Ни живой иммортал, ни живой еще. Второй, два стола. Минус призма, минус все. Двгвп, один, на тысячу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. 20 рабов в начале. Это было фатально. Это было очень жестко. Сумеречные башни. Вторая карта. Создаем. Более такая стандартная. Вот протокол пару раз за сегодня посмотрели. Мы все какие-то тут чизы идут на протоколе. На этом хэпич. Что у нас прыгает? Хэпич с хэпича зову. Так. Кого-то нету, да? Да, четвертого не хватает. Мэджика нету. Мэджика, мэджика. Так, где Мэджик-то? Да, Михаил, пальто. Я вижу, как надо играть. Я понял. Жизнь. И я сбиваю иностракрафт. Потому что мне так и не дано. Поэтому. Алмаз это мой предел. Да не, если серьезно, я обязательно покатаю. Тем более, столько материала этот турнир. Для осмысления дал. Так, хэпич тут. Все, все тут. Поехали. Кто побеждает в суперфинале, будет бить с собой 7 с победителем. Лейзер против проигравшего. Уже обеспечит 2 место. Ну и хэпич 1-0 ведет. То есть уже ближе становится к этой цели. Ну, я думаю, не дико поздно мы сегодня закончим. Хотя тут, конечно, от игр. До завтра еще воскресенье. Ну да, завтра выходные, в принципе. Так что. Ну, самое хорошее время, по идее. Сейчас проходить все будет. Так, вот. 5-1-0. Скипи негодует, что где же катки 200 лимита? Ну, были сегодня катки 200 лимита. Там в ТВТ были, в ТВЗ. Но очень много как раз заготовок и интересных вот таких вот неожиданных агрессивных билдов. Поэтому он... Ну, такое достаточно часто бывает, когда новая игра выходит. И как раз дэллайта не всегда доживаешь. Сначала базу отрабатываешь. Еще карты такие вот, знаете, посмотрим. Привет, Руставели. Ребят, всем привет. Миша. Да, здесь карманный респ. Все хорошо. Развиваться не должно быть. Всем добрый вечер. У меня Wild Note спрашивает. Здесь способен ли мех при текущем балансе? Ну, пока ни в каком матчапе меха не наблюдается. Ни в Корее, нигде. Ну, что дальше будет, посмотрим. Может. Да что-то будет, конечно, еще. Балансных патчей будет еще немало. Угу. Ох, там. А, ну, в общем-то, да. Там не халявный Нексус. Хороший, нормальный Нексус. Да, после гейта, они... Не заморачивайся с разведкой Култи. А вот Хэпич КСМК отправил на разведку. На мейн. Для начала. Заходим. Что видим? Барак один газ. Кибернетка второй газ. На эксп... Даже не хочет заворачивать на эксп. Представляешь? Странно. Так, сейчас у меня... Поставил голосовавку. Берите, сейчас берем. Так, голосовавку заберем. Дроп мин грядет. Так, хорошо. А там Старгейт. Вообще. Тут опенинги очень-очень-очень отличаются от предыдущей игры. Вообще, Старгейт против минок может работать, если поднимать вовремя. А это дефенсная минка, оказывается. Так я не совсем понимаю. Хэппи пришел на разведку. Видел один барак, увидел два газа. Не завернул на нычку и пошел в дефенсе сидеть. Так, не, ну нычку он понимал, наверное, что будет. Побилот. Это минка не дефенсная, просто она до появления медивака обычно так копается. На всякий. Да, понятно. Сейчас, как бы, шесть мариков плюс минка будет врыв. Ну, как и в первой игре, примерно. С более макроориентированным продолжением. Угу. Там Феникс первый. В заказе. Но не совсем понятно, чем с мариками вообще сражаться. Пара сталкеров всего есть. Не, ну на мэне вот идеально пилоны прямо у култи стоят. Тут ничего не сделать. А вот на второй базе пилончик, я бы сказал, что тут обычно как делается. Вот на дримхаке была показательная такая тема против пака такого пропса американского. Играл хэппи. Там две игры по шесть минут было. Одну он проиграл, правда. Вот он рассекающим дропом вот сюда между базами как бы... Ну, не, не мигает. Короче говоря, вот прилетает и между базами просто ловит медивак. Фу, медивак, мазерфорд. Вот Минка здесь есть. Минка убивает сразу двух. Один марик падает, но они успевают еще трех рабов человек забрать. Странно, что култи и Феникс им сейчас ничего не делает, конечно. Хотел политься, может? Сейчас он его догонит и придется дропать мариков. Да. Только нет. Вот, открывает хэппи дроплесс. Тех, вот, дроплесс. Еще и дэмэджи Фениксу нанес. Вот хэппи дает. Минка на КД. Минус три. Пользователь, пресс активировал премиум на ваш канал. А, да, там уже еще не забрали ее. Так, ребят, всем спасибо за премиумную поддержку. Победу не тому поставил, все поменял уже. Задержка, помните, 90 секунд у всех. Открываются гейты. Фениксы полетели на Харас. Но для хэппи, соответственно, Фениксу не сюрприз. Но, странно, что он, в принципе, ни одной туретки не поставил. Уженерка еще не достроилась. Вроде время для этого было. Как ему с Фениксами сейчас? Они спокойно будут подрезать рабов. На ЦЦ можно рабочего взять. Хороший рабочий. Да, ну турет есть, майк есть. Ну, как бы, хотя нет, на всю энергию подрезать. Просто Фениксы не могут бесконечно их подрезать, пока энергия есть. Так, а там дробь. А, минка-то, е-мое, все стреляет и стреляет. Восемь. Уже восемь. Интересно, насколько. А, там опс уже летит. Опс летит? Ну, еще разок она успеет стрельнуть. Да, и тут, ой, пробки какой кучи стоят. Жесть. Он их еще подконтроливает специально. Четырнадцать, шесть, шесть минус за раз. Еще култить, что ж такой невнимательный-то ты. Е-мое. Одна минка убила четырнадцать рабочих. Она три раза, три раза успела стрельнуть за холп. Я понимаю, даже если обсервера нет, ну, выведет и пробку под нее одну, наверное, чтобы скормить на этой ракете опасной. Вот, култи бы была бы хорошая ситуация, если бы у минка, хотя бы последний раз шесть не забрала бы рабочих. А так как-то... А так по экономике у них там еще ТЦ-3 доделалась. Да, тут страна лучше. У него мула, третья СЦ-шка, билд. Грейды, опять же, что же. На верхнем. Есть грейды, да, ну, просто сейчас обычно, да, там, в две поджи выходят с экономикой. Ну, третий Нексус култи пытается, конечно, поставить, но сейчас Хэп еще каким-нибудь выходом может этот третий Нексус там не то, чтобы сломать. Ну, кстати, если вперед, пойдет просто. Да, пока Фениксы там особо сильно не наубивали, от них пользы в лобовой атаке будет не очень много. О, минус один. Подрезали. Особенно против Био. Это не с танками выход, что можно там как-то извернуться и танк вывести из строя. Им останется только Медваков. Ой, Хэпич, как контролик, классно. Не упускает возможность. Подрезает. Колосс. Колосс. Как давно его не было видно. Да, култи решил понадежнее, видимо, сыграть, чисто против Хэпи, тем более. С колоссами все-таки, хоть они и слабее, но с ними реально попроще обороняться, то есть там можно смелее делить на две части армии. Потому что если в армии есть колосс, то он издалека хоть что-то там выдавать будет и иди рано гонять. А что колоссу порезали? Урон конкретно как? Сильно. Сейчас увидишь ты, сейчас я сам не помню. У него, короче, вот, 24 без гридов, 12. Ну, ясно. То есть он даже с двух ударов сейчас Марика не убьет. А, и дальность ему не 6-9, а 6-8, да? Нет, дальность вернули. Дальность оставили? Да, ну там сначала меньше, потом обратно вернули. Хэпич вырывается на пилоны, которые для оверчарджа, но... Колосс под ударом, но ушел. Тип все-таки не смог колосс выпускнуть. Хэпич. Вот, хотя не, блин, 24, 46. Ну да, нет, 46 Марика убьет двух, но... Но не со щитами. Раньше двух со щитами убивал. Только без щитов. Хэпича уже больше, у него третья база также работает. Лимит хороший, грейды лучшим. Добавляет он еще вторую инженерку, чтобы 2-2 синхронно заказать. И готов спокойно выходить в макро. Там еще либераторы делаются в двух факторках. То есть будет как раз то самое макро, которое... А, подожди, либераторы же под реактором вообще делаются, да? Так вот их 2 и делается сейчас. Да, уже 3, да, 4. Даже 4 можно строить сейчас хэпичу. Здесь он хочет стандартный микс, кубиво плюс либераторы. ЧМ силен. Ну, конечно, сходу атаковать таким миксом тяжело, но вот если позицию занял, и как очень часто я видел у многих в ПВТ, и вот с хэпи не раз видел, просто прилетают там 4 медивака дроп на майные несколько либераторов. Они раскладывают позицию, и все. Просто просто в этих лабиринтах там разгром такой происходит. 146, 129. Больше хэпи по лимиту. Здесь Аксера летит, не смог убить. Либераторы 3 штуки собираются залетать явно там на третью, на какую-то базу. Причем он сначала позаботился о защите, разложился хорошо на случай какой-то атаки противника. Ох, там не просто либераторы, там еще и 3 медивака наполненные так себе. Калорийные там, юнитов только. Ну и сталкеры ждут сейчас кого-то урыва, кстати. Прямо здесь стоят. С чего бы это? Ну, видимо подозревают, что что-то там было. Плюс обсервер на 4 висел. Может он видел тем обсервером, что туда полетел хэпи до этого. Но это я уже не уверен. Вот он ушел. А хэпи-то все еще там висит. Да, хэпи терпеливый. Может 5 лет за андетов играть. По лимиту, по лимиту. Плюси хэпи. Тут и четвертник, хэпи четвертый. Это сэшка. Просканил хэпи, спалил сталкеров. Но они там прям, скорее всего, они просто играли на этой карте неоднократно. Да нет, это стандартный момент, в принципе. Это перехватывать дропы. Исты теоретически. То есть если култи увидел, просто что хэпи вылетел, а дропа не было. То есть он пытается понять, где же там что-то происходит. Ага, вот оно. Ох, либераторы, как они. Сплэшем же еще, да, по воздуху бьют. Да. 14. Дальность на пятерочку. Не дает, не дает. Контролирует, как может култи. Сам тоже на четвертый выходит. Но медленнее, опять же. И лимит у терна больше. И по грейдам сохраняются преимущества. 2-2 будет раньше. Да, в култи с одной паржи все грейды делаются. Хэпич светит, не жалеет, видит тайминг четвертой базы. Наверняка понимает, что сейчас, да, его побольше. Либераторов 14 штук. У меня возникает вопрос, надо ли их вообще раскладывать. Ах, может сплэшем колоски. 14 штук либераторов. Ну, раскладывается. Хэпи в центре. Пулти рядом бегает. Такое минное поле туда. Заходить. Оп. По краешку, по краешкам. Оп. Провоцировал. Минус калкар. Ну, штормом либераторов. Не очень гонять, на самом деле. Заходить. Пулти, штормы неплохие. Попадает. Так, либераторов убивает. И убивает. Ну, правда, иммортвый в рейнже либераторов. Следующим. Нужно аккуратнее быть. Колоссов тоже сюда заводить. Аккуратнее нужно. Ну, очень своевременная была сейчас атака от Култи. Он не полез дальше. Ну, то есть, подрезал все, что мог подрезать. Довольно большое количество либераторов убил. Согласен. И не отдался дальше. И по лимиту идет дальше. есть вариант продолжать пушку. Пулгрейдан 2-2. У Пулти второй армор пошел. Опасно. Есть штормы. Это вообще опасно. Больше всего опасность. Представляют они. Но колоссы падают. И что-то тут Кэппи как-то разбирает. Пулти. Вот залез либераторов, опять же, и с преимуществом Пулгрейдан 2-1-2-2. А, вот так вот скачет. Смотри, классно внутри. там не доценило эту ситуацию. Судя по всему, это похоже на 2-2 вообще. Хотя еще нужно добить лишь Кэппи. Но либератор уже по 5 строится. Где там 3-й Старпорт-то? Я вообще не вижу его. А вот он стоит. Слабый. Так, вот тут Кэппи еще поторопился. Попытался призму добить, из которой варм делался. Марики в итоге добили призму, хэппи выдвигает. Нет, пока не выдвигает. Сперед 3-3, хэппи не заказано, все вкладывает сейчас либератору, хэппи. На пятую с цешкой полетел, плюс орбиталка на третьей базе делается. Нужно выходить. 3-3, вот не заказано, рейндж либератором пошел дальнобойные баллистические орудия. А на сколько клеток увеличится дальность применения способностей? Слушай, 7 на 2, я еще тут точно так, по-моему, 5 так, а 7 так. Как-то вот что-то типа того. Я думаю, поправят, как услышат сразу же в часике. 2-2 у Кэппи будет, вот у хэппи тоже 2-2, 3-3 хэппи не заказывают, странный очень момент. Надо бы, надо бы заказывать, ведь просто с бустами может и нагнать, но... сейчас же позицию может сверху классно занять. Либераторами провоцирует, дропчик еще на 4-ю базу, ой, на 5-ю базу летит. Классно раскладываются либераторы, подходят, прикрывают их по земле маленькие мародеры, уворачиваются, пытаются от штормов. Да, либераторы хорошую эту область за контролем, левый тогин. Ой, как гулянт штормами. Шторм, ём, хэппи максимум дэнндж, по-моему, получился. Но если пойдет кул-ти вперед под либераторов, это будет жесть. Талкер очень много дэннджа получает, имморт упадает, бьет много, 60 на 160, дроп убивает, бигвп. там минус пятый еще, и он понял, что четвертый потеряет, минус 30 тробов. 2-0, 2-0, что-то как-то даже... Ну да, как-то вот, вроде бы да, ну то есть, вроде лимиты есть у кул-ти, но вот не видно, не видно действий, которые бы привели к победе просто каких-то. Да, он в агрессию пытался выходить, но реально это хэппи ни разу угрозы не представляло. То есть, он не защищался на своих базах ни разу. Ну да, ну а хэппи хочет пополнять казну, как бы просто в финале уже быть. Так, ты говоришь, Миш, ты вижу тебя, хэппи, зовем, Мэджика, зовем, кул-ти, зовем. Все, все должны быть здесь. Лобазан еще за 100-ка не перевалило, в данный момент призовой фонд составляет 95718 рублей. Но мы близки, мы с вами близки к этой цели. Психологические отметки. Людей побольше стало, ребят. Ну, да, да, призовой можете поддерживать, это приветствуется, наши каналы можете поддерживать, это приветствуется. все-таки действий против никто не будет, естественно. 2-0, поехали. Поставь счет. Слишком сложно, на самом деле, я уже настолько давно в Старкрафте не комментировал, поэтому я не знаю, как ставить счет. Текст в УБС надо добавлять или хабы ставить. Но счет 2-0, просто 2-0. Император выигрывает. Очень сложно, конечно, после такого в серии Бу-5 что-то поменять, особенно, когда проигрываешь не на какую-то халяву, а так системно, шаг за шагом. Но всякое бывает. Поэтому не будем раньше времени, наверное, Култи списывать со счетов. Может быть, он как-то... А подожди, Култи же на каком-то турнире в Москве Битва 4, кажется, была это? Или... Эвердос был. Эвердос был. Нет, Култи тоже много турниров тащил онлайновых наших, и не только. Просто там была ситуация практически такая же, то есть Хэппи 2-0, а потом как бы серия из трех побед с Чезами, с Грелками. Всякое бывает. Как помнишь, может, ты в Киеве в 12-м Титан с Хэппи по сетке сначала Хэппич накрыл Титана, а что в финале потом было? Вот, Титан 4-0. Вспоминаю я и такое. Бывает, бывает. То есть под Хэппи еще можно подстроиться. Сет-20 тут вкратце написал мне в личку, говорит, что вот по его наблюдениям теряется ламповость. Когда мы вдвоем комментируем, типа и у Миши, и у меня, как бы, и мы теряем и в донате, и вообще, как бы, ну, все нормально сет-20. я думаю, что мы, во-первых, не часто это делаем, надо расслабиться. это скорее всего, чем нечем. Более, Миша в Савадар катает. И такой, например, это новогодний праздник, никто ничего не теряет, я думал. А турнир только приобретают. Да и как-то, ну, вдвоем, честно говоря, полегче. Попроще, действительно попроще. У меня и горло меньше напрягается даже, ну, потому что, когда один, это эмоции постоянно, там, повышенный голос, там, и так далее. И один, ты больше говоришь, конечно. Да, Хепич также делает разведку, Култи, опять же, ему не интересно, особо, что происходит. И, кстати, карта, опять же, похожа в плане карманного респа. И Култи делает, ну, сверх похожие вещи. И там тоже мина, и тоже дроп, судя по всему. Да. Дежавю легкое такое. Вот я вижу только одно, что, не знаю, подстройка, это как вот Хепич анализировал это все, вот, но он все игры однобазово отыгрывает против Култи. То есть, он чувствует то ли свою силу в этом, то ли то, что Култи не готов к этому, да я не знаю, почему именно так, но обычно Хепич через Рипера просто стандартно играл, тут что-то, новые билды какие-то. Ну, просто новый билд, и как бы все, все вот ждут от Хепи одного, то есть, уже готовы морально к этому, а бах, Хепи делает что-то другое, пусть один-три раза, но это новый билд, и реально тяжело. Потому что Хепич, он бы не стал играть билдом, который не может исполнить круто. Да. Култи, кстати, тоже подстроился одним пилоном на экспанде. Помнишь, что Минку? Да, да, да. И Мазеркор, в отличие от прошлого раза, она тусуется уже сразу здесь, чтобы не было проблем. В тот раз пилон был за Мини ранее линии. Да. И не доставал. Смотри, сегодня Кореец выйдет 0-2, а на АГСЛ, напоминаю, да, Тивай вел 2-0 в финале за квоту Тиранчик, а Протес, Минтик потом взял и три подряд выиграл. Бывает и такое. Посмотрим мы, насколько Кулси Мюнсика подобен сегодня. Капец. Залет. Медовака в оверчарже тульш. Моментально еле-еле. Чуточку еще бы. Как она бесит? Это Минка, она не там. А, опс, есть. Тоже подстройка хорошая. Оверчардж. А здесь пилона нет в минералах, а? Ну, здесь пилона нет. Да и две пробки, все-таки две, но убил, но медивак полу... Ну, то есть, тут такого харасса, не получилось, и пол типа рабам все-таки будет не нужно. Но Мазерхор успел забрать, все равно, да, хейпич. он значительно лучше, чем в прошлый раз. Действительно. Я согласен, да. Третья цель у императора. Развиваемся. У него, кстати, с лимитом беда, и по экономике он, ну, как-то, и логично, в общем-то, он отстает. Так, Ади, 114 рублей, привет из Герц, привет Германию, ребят. Всем привет, мы передаем, в общем, всему СНГ, любым странам, русскоязычному пространству, а то много тут бывает всяких моментов, по географию проявляют, все там, про СНГ, знания, ребятки, так держать, и за пределами. Этимосква об этом не нужно. Конечно, это вообще просто не нужно, но я-то это прекрасно понимаю, просто у некоторых цель попригорать. Третий Нексус сразу после того, как Култи отбил вот этот первый дроп и оценил, что отбил хорошо, поставил третью базу, и это адекватная реакция на происходящее, она должна принести свои плоды. Абсолютно адекватно, и по рабочим в плюсе, на десятку, скафельно держится, и что я считаю немаловажно, Култи форжу второго побыстрее добавляет, потому что сегодня такой момент был, что как раз про этот ГСЛ, про который человек говорил, там вот Мюнсик, Протес, там очень жесткие макроигры были, он постоянно ввел по лимиту, но он делал микс именно с массовый талкерами, которые по лимиту 90% армии составляли, но и отставал по грейдам от тирана. И он всегда там в 170-200, он вытаскивал, вытаскивал и переворачивал просто вот это все, первые две игры именно на макро. То есть очень важно от тирана, конечно, не отстать, потому что вот если ты будешь тирана опережать, допустим, с двух форжей, там 2-2 в 1-1, то есть тут тогда и с талкера значительно эффективнее будут драться, и контроль как бы будет эффективнее. Потому что если тиран по грейдам впереди, там и как там стимпак, и контроль не контроль, там я не знаю, даже с идеальным контролем. Слишком быстро все разваливается. Ну да. Ну и соответственно противоположно тоже. Это важные моменты, но особенно если лоб-лоб идет, 200-200 в любом случае, лоб-лоб драться больше. Так, скорость атаки адептам. Култи пошло. Есть ли призма? Нет, призма нету пока. По-тоночке. Ну култи, да, тут перестраховываются. По-тоночке вот на дальней базе в кармане, вот это и тут мазеркорды висит, вот на вот этих базах оборону обязательно нужно какую-то стационарную делать. Тем более там сосредоточены такие ценные строения, типа 2-2 форжей. Ну да. Ценные строения, плюс если раньше, допустим, мазеркора 200 лимита есть в ходсе, то есть ты, вот ты между двумя нексосами висишь, идеально как култи, сюда рчашь, туда, все, здесь как бы уже, если дроп не гигантский, там 4-5 медиваков, которым пофиг на ужин на нексус, то ты щита отбился. А здесь пока она прилетит, пока она пилоны выставит оверчашь. То есть тут увеличилась ценность фотоночек, вот грамотно расположенная, вот такой обороны. Так, колосики опять от култи. Ну, кстати, вот. И грейды действительно делаются у него, прям так бойко очень. Грейды 2-2, скоро будет только вот что-то оверчажа, когда, а, третий, все, рейндж колосс, я сейчас там вижу, куда третий. Не уверчашь, прошу прощения, а густ, густ. На четвертую базу тоже култи выходит. У него и легкий плюс по лимиту, но на самом деле, значительная часть средств была сейчас вкинута в технологии апгрейда, то есть у него такие серьезные инвестиции, поэтому не стоит ценить только по лимиту. Это вот пока пробелом в игре култи, очень важной даже такой ошибкой, я бы сказал, то, что он не подстроил призму и как-то не развлекает, хотя бы по минимуму, Хэппи, то есть пусть, пусть он там много бы не убил бы, но хотя бы летал бы где-то рядом и сам факт того, что тут она есть, напрягал бы. Ну, плюс первый врыв адептами мог бы получить, то есть Хэппич просто взял, отстроил, и у него лимита не меньше, несмотря на начало. Сипарабам сравнялся и по боевому близко. Единственное, что по грейдам пока похуже у Хэппича. Это тоже важно очень. И Армори пока второй инженерки не наблюдается. Причем он сильно по грейдам хуже, получается. Да. У него 0-1, там 1-1 и быстрее будет 2-2. 0-1 на 2-2, да, потому что Армори нет, у инженерки второй нет, то есть если бы сейчас вторая атака делалась, это одно, а так-то она вообще даже в перспективе. А не, погоди, как попросту, ё-моё. Зачёстываю. Да, это Армори, они вот вон и стоят на третьей базе. Сейчас будет очень серьезная атака на натурал, ну, карманный эксп. Там есть потомка, там есть, кстати, еще Даркшрайн, но серьезный очень дроп, 4 либератора и 2 медевака, потомки-то не хватит. Тут ставочка даже больше на либераторов, эти юниты начнут выбивать и будет фиг, и Даркшрайн обрубит сейчас, да, правильно ты говоришь, это очень важно. Пеппи видит, а либератор, вот тут так здание расположено, что либератор идеально просто положить можно. Не подобраться по земле будет вообще никак. Очень много увертяжей у Култи, правда. Да, да, 3 пилона заряженных, но 2 из них уже падают. И здесь еще один дроп. Это минус 20 рабов. Да, дроп на 4, господи, не готов совсем, не готов. 40 на 170, сбивает медевак, конечно, один Култи, но на второй базе проблемы, грейды все сразу обрублены, вот почему. А были бы еще фотонки с уверчажем и вообще бы отбился скорее всего. Причем есть Даркшрайн, тут еще-то дарков, а варпа нет. Некто впадает, ну, уверчажа, молоко, естественно. Ой, как жалко-то, как жалко. на ровно на ровном месте практически. Прилетает один дроп и все, беда сразу. Решает, кажется, все, Култи идти в атаку. Это, это, сорвался он. Ну, куда идти? Пошел Култи вперед, ну, да, тут хоть у Хэппи не так много лимит, но у Култи, что тут, адепта, сталкеров не так уж много. Призму сбивает еще, он раскладывается прям. Плюс еще сейчас вторая атака у Хэппи доделать, то есть уже 2-1 в 2-2 Протаса. Да, нет такого разрыва по Грейдам. Это даже лучше у Тирана Грейдей 2-1 чем Протаса, потому что у Протаса 5 поля есть постоянная в этом Твержу, как бы, да. Ну, как лучше, сопоставимая. 2-2 Тирана 100% лучше, чем 2-2 Протаса, потому что это 3-2 у Протаса должно быть, чтобы такие же голоды были. Так, Либераторы куда-то сложились, полетели, Култи их ловит, но у них уже нет. Ну, кстати, лимит у Култи есть, очень долго он на фаржах восстанавливал, конечно, энергоснабжение, что в итоге как-то не очень по Грейдам уже не то, что отстает, но близко. Ой, как Либератор в наглую смотри, на тресенье. Встал, там битва, хотя у Хори, да. Своя Либераторами Хэппи прям колоссов, смотри, даже без раскладки сбривает, просто сплэшем по воздуху. Ой, отсюда надо бежать, хотя Либераторы умерли быстрее, чем разложились. Это была ошибка серьезная, кстати. Тут одни мародеры остаются и раскладывают Култи Хэппи сейчас. Да, да. Три в три базы, четвертую в итоге Хэппи занять не может, СЦ гонит, Култи, третья атака, там тоже три-два Убиби делаются. ну, а Ниндзя база справа, планетарочка такая, которую не ожидает, наверное, Протосу. Куда полетят Мас, Мас, Мулы. Я чту. Либератор последний там умер, Кора чарджем его сняла, но они, это остатки прошлого десанта, которые столько всего успели натворить, что безусловно окупились. Устанавливают Култи, а у него еще чардж, здесь тысячу лет уже он не делается, там этот чардж. Сейчас начнет все наконец-то делаться, во второй форже грейдов нету, но боевые лимиты одинаковые, у Хэппи рабочих больше, 75 на 60 сейчас. Какой-то не очень качественный лимит у Култи, он колоссов растерял, и бегает такая армия, хоть и грейжная, но ни психов, ни колоссов. Оп, полиговые тем временем все выполняются и выполняются. Да, 96, 6, 6, 6, 6, зазорк, засаппортил. Пси пошел. Опа, опа, посмотри, призма летит с четырьмя зелками, она по маршруту обнаружит и одну базу, и увидит вторую базу, планетарочку. да, но Марик увидит призму, но это ничего не дает, что Марик призму ведь Кул Ти подходит, же боевые лимиты одинаковые. А куда он лезь нельзя, шторма естественно здесь. тут ни шторма, ни колоссов, ничего нету у Кул Ти, что может драться эффективно с тираном, филды, да, пошли, но тут одни сталкеры фактически остаются. И разваливается Кул Ти, полимет печально, все базы заметил, но тут планетарки, что может Кул Ти сделать? Мимо пролетает, штормовички рядом, а есть шторма, шторма нету, ема, шторм через только 7 секунд будет готов. уже у Хэппи Фьюжн Корр я видел, добавился. Для чего, интересно, для, ну, можно буст Мидилаком, по-моему, грейдить, скорость Баншам от него, ну, и Батул Крузеров, соответственно, строить. Да, разрыв по лимиту серьезный, бас у Императора очень много, тут как-то нелепо делать трех архонов, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не в очень хорошем месте кул Ти, 150 на 190 по лимиту, здесь все вообще погибает, очень четко, ребят, контролирует. 3-2 грайды есть против 3-2 кул Ти, у Тирана явно тут преимущество у грайды. Чистые сталкеры. И тем более, микс датку, чистые сталкеры, 90 на 170 по лимиту, это печаль. 3-0. Там предложение, зачем турнир проводить, можно просто деньги хэппи собирать и отправлять. Не, надо кто-то когда-то все-таки. Может быть, может быть, да, вырываются зелки с мувом, но либераторы живые. Земля, конечно, потерпела, но разница по лимиту х2, и это все, это все неважно. Везде, либераторы в левой части карты, тут тоже либератор блочит добычу, кул Ти там начинает по пробкам стрелять, кул Ти пока не реагирует, 3-4, гггл, кул Ти. А что, я же самому еще играть нужно кул Ти. Да еще все, решил отдохнуть. Не верит в победу над Эвейзером. Вот в макро, когда вот уже точек для защиты там, 3-4-5 штук против либераторов сталкерами мне кажется крайне сложно вообще справляться. Как-то без какого-то воздуха отбиваться от них, ну если человек грамотный, если у него мультитаска хватает. Мультитаска, но видишь, тут у Хэппи какой мультитаск тоже на либераторах, когда они на лейте со всех сторон еще там напрягают, плюс и в лоб там драться надо. Да. Так, Эвейзер, Каути, Гуго пишу. Ну, а если Каути не победит Эвейзера, то тогда может повториться финал Бабролиги нашей финальной. То есть, Хэппи против Эвейзера. Там 4-3 счет был. Хэппи проигрывал, причем там 1-3 и выиграл 4-3. Там просто жесть, какие игры были. Да, сеточка обновилась. У нас с вами осталось 2 матча. Каути, Лейзер, Бу-5 и суперфинал с победителем с Императором. Да, именно так и есть. Да. А Феникс и, соответственно, с Либераторами сделать ничего в МАСе не могут. Правильно ведь? Ну, когда вот столько в поздней стадии, как сейчас было, конечно, там просто за залп сдувает. А рейнджем не поможет? Ну, в теории, если идеально там контролить, как бы, у них скорость больше, да-да, может помочь. Ну, когда с рейнджем контролишь, ты в стеке их держишь. Если там залп пройдет, то там... Было даже тут как раз и Лейзер с Хэппи играл. Так, Бо 5. Да-да-да. Так. Сейчас я на минуту отойду, не могу. Угу. Вот. Только в игру зайду. Хорошо. Вот как раз-таки был вот этот финал Лейзер против Хэппи и Брудов делал Лейзер, Корапторов не делал, делая атаку. И Либератором атака делалась. И у них 3 были там без армора и просто 20, там не 20, там штук 15 Либераторов прилетали, 11 Брудов за зал просто минус. Корапторы тоже что-то не смогли осилить в итоге. То есть просто там, ну, такая Валькирия, кто помнит первый Старкрафт, там они примерно то же самое делали с муткой там со всеми вот этими делами. Но там... Не могли прилететь одна штука и базу еще вырубить, добычу. Не могли так сделать, и там были у Зерга окислители, Диороры, которые накладывали кислотные споры, которые замедляли скорость атаки, тем самым Зерги со сплэшем вот этим всем делом боролись. Плюс они тоже с армуром были, как вот Корапторы, там бруды. Там дамаг, кажется, еще увеличивали на единичку от каждого издания. Ну, то есть муталецкие такие, там 2 на 2 имбы было, вот Корсары плюс эти, то есть на кареров, на батлкрузеров накидал, и просто там пару раз пискнули, они и все взорвалось. Запись делается, все в порядке, к сожалению, вчера я не записал первый матч императора, и запись неполная оказалась. Вот, но сегодня все с самого начала, с интервью участников записывается. Они выложены, вот моя, вот я вижу, на главной, там, твоя, наверное, немножечко отодвинулась уже, как бы, ну, вот, по записям. Так что смотрите, кто вчера не видел, на ютубе все будет, как бы тут все наше, никто ничего там не предъявит. Вот. ВБНЗК, будет ли, Миш, сегодня не катать ладер? Ну, да, сейчас, достримим до утра. Я сегодня еще Дивинити было 64 часа до этого, в 11.30, поэтому сегодня ладер не будет. Я сам в 11.10 начал, хотел тоже в 11.30 начать, но увидел, что там турнир идет уже, давно он там шел, решил ворваться, потом GSL, теперь ГГ года. Фулл-тайм стример, в общем, в общем, да, в общем, уже сколько это получается, 9 часов уже стрим идет, ну, и еще сколько-то пойдет. Но у нас два матча, в принципе, я думаю, что, по идее, больше двух часов, если никто тупить не будет, не должно это идти, но посмотрим, как в итоге получится. Ну, и матчи еще не зеркалки и интересные. Ну, да, поэтому... Смотрю, что Хепич просто разрывает здесь, как бы, а вот с Элэйзером у него было напряженно, важно, как Култи сейчас с Элэйзером, конечно, отыграет, будет ли. Так, подчеркали, да. Все, подчеркали. Зизерк еще 500 рублей закинул в призовое, 97 тысяч 90. Неплохая сумма. Так, Даск. Так, Сумеречные башни, поехали, создаю с модом. Я на минуту. Давай, да, Миша. Так, так, так. Всех я сейчас позову, Хепича зову. А, какого Хепича? Прошу прощения, Хепича здесь не должно быть. Так, я чуть не вижу, чуть-чуть. А, вот и лейзер. Култи, где у нас Култи? Култи. Мэджик. Так, Ревчик сейчас сам прыгнет. Сейчас, ребята, тоже на секундочку отойду. Ну, вот и лейзер. Все, я здесь, ребят. сейчас все начнется. Ниша сейчас придет, мы пока задерживать не будем. Стартуем понемножечку. Поехали. Готов Култи, готов и лейзер. Насколько я знаю, Култи с и лейзером тренируется. Иногда бывает, знает его хорошо. Достаточно. Я вовремя. Отлично. Култи, лейзер. Да, только что я говорю, что Култи лейзер знает неплохо, насколько я понял по общению в интернете. Играют, они тренируются, видимо, вместе. Так что, думаю, что знают друг друга стиль, поэтому не должно быть каких-то прям таких разрывных игр. Возможно, возможно, макро. Но утверждать на 100% это тоже нельзя. макро. Да. Я успел. Чалик, извини, ты что? Ты лежишь, что я не понял. Аккурат не будь. Они же еще не сверхдорогие, не требуют дополнительных грейдов и лабы не требуют. То есть, можно спокойно масить, а даже если либератор там трех-четырех рабов забирает и какой-то майнинг тайм с базы. Смотри, что и лейзер пичет. Что-то он там понял. Геттеп. Короче, если будет играть с Хэппи, он попытается законтрить эту имбу. А-а-а. Какой-то своей задумочкой, которую он вынес с предыдущих игр. А вот у либераторов кажется не против темпостов. Армор стандартный. То есть, они вроде как без бонуса должны бить. Если я правильно помню, какой тип брони у либераторов. Они же не массивный юнит. То есть, они тяжелые, типа, но не массивный. То есть, темпосты будут те же самые 30 урон наносить. Скорее всего, да. плюс не маневренные еще. темпостов ты не прикроешь, либераторы до них доберутся и убьют. А темпост стоит в три раза дороже, чем либератор. Короче, и появляется чего знает как. тут тяжело. Короче, обсуждают лейзер скулти. И говорят, что у меня вайперов нет. Но лейзер говорит, ну ты все с адептами можешь залунить. Кстати, они тиммейты, о чем я говорю. тут не всего. Тут такое дело. Култи и лейзер тиммейты. Причем очень неплохая, как я понял, команда, потому что мы когда брали у Култи интервью, он же говорил, что там лан-саппорт тиммейты. Раскачивает Култи вторую, Дилок сейчас на рампу встанет. Stargate. Stargate и лейзер мух не самая ранее далеко третья база, но надежная такая через мух. Оверлорд аккуратненько, аккуратненько, видит, что делается сталкер, видит, что делается грейтинге, но уходить пока еще не торопится. Видимо, рассчитывает кого-то еще увидеть. Может быть, он смотрит, бустится ли Кора, чтобы понять, это оллин гейтовый или нет. Но недолго ему наблюдать. Ну да, опасность умерет отлетает. Ну, хотя они здесь и влетит, скорее всего, опасно вниз посеткаться. Феникс бустится и добавляются потихонечку гейты. Ну, это так просто плановое добавление. Никакой серьезной агрессии. Ну да, будет ли Култи искать овера, лети. Тут новер ушел уже, полетел вперед. Не туда он ушел-то, наоборот ушел. Конечно, понимает култи сейчас. Пролетает, нашел овера и лейзера. Минус линкну забежать пытался. Один овер около второй базы есть. Ну и, судя по всему, култи некто ставит. На 4-10 примерно сейчас собирается ставить. Далеко не самый ранний. Самый 50 ставится, но уже забит привыкли к ним и лингами с ним контлят. Да, сейчас вам не получится ничего сделать. Они хоть и прибегают, но три юнида Тоса. Да, единственное... Пробочка, пробочка неприятна. Приятная на рамке еще не дадут. Сталкеры не нужно скинуть подряд злок в принципе все прогнать. Мазеркор по билду култи култи полный продукт. Газ экономит. вынужден варпануть, но варпает четко. Ну да, четко варпнул, не пробежал никто. Все, готов. Кибернетке уже давно пора снять буст. Никуда сейчас используется практически. Парабам близко здесь култи здесь овера поймает еще одного овера. Пениксов пошел что-то похожее на култи когда-то отыгрывал. Так сегодня он против протаса против зерга против зерга в лазерах. Грейт на атаку сейчас против своего против изи кажется да это было там действительно у него было просто шикарное начало фениксами летал уничтожал всех все что видел то убивал но потом продолжение было очень странное не добил фениксов потерял и там уже чуток бы еще и отпустить бы мог вообще игру о квина причем квина с трансфьюзом неприятно такую терять без помочь ничем не может этой квине феникс улетают прям через спорку среагировал думал королева но понял что это спорка и экономика у протаса уже прям такая хорошая технология нацелен он серьезно две форжи пошел грейт вторая пока не работает неясно кстати почему законтролился фениксами видимо видел скопление оверов но тут две спорки плюс квина не стоит она того да пошел делать грейт первый на атаку форже и добавляет роботик с сумречным советом там будет полный фарш по армии иммортал архон и сталкер адепт первая гидра очень ценно хорошо поймал гидру да вот так сейчас култи спорок поэтому лейзер еще больше добавляет люркер дэн и милишные грэды то есть оборонительная через люрубки их-то ультрала видимо лейзер 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 на вторую кстати вот уже так вот около минеральной линии нет пилончика ну хотя здесь при данном билде может быть и да но всегда можно что-то упустить где-то да ну пилон-то лишним там точно не будет а вот линги забегут там на муи роуч избит заползут я не знаю ну хотя видно что пока нет такого выходит на четвертую сам лимит у тоса уже больше там соплей блок периодически возникает у зерга из-за убитых оверлордов и продакшн тап конечно классный второй роботикс добавляется гейты добавляются ресурсы не копятся все четенько развивается лимит хороший рабочий больше даже главное сейчас грейды как закажет тоже хороший момент и почему у него бус только на одном ты про это ну роба вижу а твой лайт надо допустим роба тоже наверное тут лучше конечно на фаржи чтобы гайды были на две так рейндж гидре рейндж сму в одном флаконе делается о кстати сейчас можно просто оверлордов уже забить на эти две спорки залететь оверов поубивать может на мэни их очень много а гидра не успела бы с четвертой базы перейти не стал размениваться и похоже какой-то подвыход идет камень пробивается вверх не заходил пока что темплары 2-2 грейды видно тиммейт видимо играет очень пассивная игра идет без дропов без всего вообще сейчас без каких-либо врывов ну возможно они как раз притерлись уже к друг дружкам другу знают никто ничего не пытается сделать хотя тут тоже спорный момент стиль каратиться линга тут ловил фениксами неплохо линга никогда еще в жизни он стометров так не бежал быстро все за ним самолеты по земле о чем на мой просто взял и пришел убил пару рабов вот небольшая группка стоит лингов сейчас в районе трех вот поэтому то фотонки и нужны сейчас на рампе ничего нету тут в проходе заблочено на мейн забегают но пополам плетятся штучек штучек 6 на мейне штучек 6 на 2 и все как бы тогда хаос может начаться придется долго вычищать тем более на 2-2 грейдах сейчас хай будет адреналин скоро уже файер возможно грейдер спайм ой тут позиция неплохая для протаса неплохая тут мало люры а может поднять сейчас люру давай давай лови больше поймаешь больше убьешь отлично все поймал идет 200 170 сейчас поймает при выходе на ультру возможно он оппонент фениксы прилетают люру поднимают пулки фениксы пока живут иммортлых ну очень много люра погибает хотя не часть приземляется ой об сервера потерял пулки это такое фейлищ надо валить отсюда сейчас все развалится на леркерах можно кстати вперед было пытаться пройти сейчас но призма здесь рядом 4 архонов будет добавлять пулки или это дома дала дома дала он кстати разменялся это не так плохо разменялся если паб сервер не погиб бы это гг конечно автоматическое было бы вот неужели кулки сейчас не понимает что нужно дожать не знаю куда ему идти на верхнюю базу может быть обойти имеет смысл практически тут как бы мы то видим куда ему идти ему то нужно чем-то это определить разведать феникс он же думаю что лучше на верхнюю потому что ты там ходишь с одной стороны и там нет такого широкого фронта для люры и люры пока нет еще 3-3 игры и ты кулки так архонов он по-моему в лоб можно зайти главное тут обсервера контролить чтобы он вообще никак на спорке не летел просто обсервера никто он через атаку посылает и опять обстоит теряет не ну это смешно конечно такие моменты 200 неужели опыта нет таких действий у тебя нет просто нет воздушных юнитов куда будут спорки логично что по обсерверу ну все и кулки уже передумал как будто бы врываться так там линги забегают фатунки 4 есть в принципе пошла атака хороший до сих пор обстоит он прям без обсервера идет вперед да ну зачем опси он саня полетает сгрем уже начинает контролить кулки обсервера лэзер вкуснул но тут слишком что-то много можно вперед пройти попытаться ул в атаку алё ай ну ладно ну по нам кулки проходит да это правильное решение абсолютно с его стороны тут слишком много эмоций в 10 штук 5 брудов правда может очень своевременная кстати атака там нечем было убивать брудов очень да ну то есть подвар сталкеров а призма призма есть все так сталкер конечно с этим мув и мув нет только обсервером я думал что призме тоже мув нет три адепта три моркова на мэне разрывают все на четвертую кулки заходит минус люр судя по первом бенде вместе со всеми отправлять через атаку 167 89 до есть бруды ну что тут и лейзер хочет и не понимаю без вас вообще сделать экономики нет брудов даже поштормить можно хорошо да гг да хорошо и если не отдавать об софта будет вообще замечательно все такой там врыв был с фениксами люров люру поднял половину там где-то по земле там разорвал и в результате осталось где-то 5 люркеров невидимых которые долгое время держались за всех на террасы приона у нас карта так за у игрок улти и лейзер за у ты прыгай мечта да сейчас magic прыгает девочек прыгнет и тоже все здесь все готовы поехали отлично 10 колте ведет играют до трех побед победитель встречается с импера аудиенцию императора называется заправа вообще поговорить говорите да и разговор там будет дольше уже чем у култи был до этого если он например попадет штамм минимум четыре игры не 3 1 это печально чё-то его из-за тут косячи ну ну ладно ничего страшного сейчас и пересоздам у меня подвисло немножечко прыгайте сюда миш да я чатик отвлекает постоянно просто я не могу анимированные пеки снежок идет в общем праздничное настроение кстати запилили снег или не запилили мне не запилили жалко в чатике можно будет снежок пускать все пути тут поехали да прошу прощения с рекламы как там вылезла криво возможно да тыкнулась не вовремя так себе забыл переименовать так вот 5 ребят у те 10 видит что золото и лазер ставит как реагировать будет к непонятно вижу гей добавляется через гейт нексус култи будет ставить может быть и золото попытается как понапрягать так а и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... пока не вижу никакой агрессии хотя вот старгейт ld ну и лазер не русский как вода поляк он акул типа польски не умеет и лазер по русски не умеет поэтому нам по-английски естественно пишут и говорит не знаю как на этой карте играть зачем отписать не на если даже твой тиммейт залетает over минус over старгейт не спалила лазер кстати у култи не оракула не феникс и что не бля вот оракул заказал золото култи пытается пораньше поставить хорошее решение золото пораньше так что таскай а так миша а че случилось а понял с тобой все комментировали а я че-то думаю что звук какой-то тихий короче странный так ребят сейчас звук восстановлю я прошу отменил это все делаю пара пара галок кликов прощает я рассуждал на тему что если зерк видят что протас дал поставить золото почему бы всех с мэйна сразу к золоту не сорвать дюжину там или штук 15 южа но он там штук 8 при вообще да нужно как бы пар если нет адептов каких-то ранних и же желота нужно сразу раскачку очень хорошо сейчас просто 8 дронов берет и уничтожает и у самого золото готово да а еще рабом он не просаживается черенки делать-то не понимаю он всего понемножку у него там и роботикс и старгейт и гейты непонятно что но за смех то ну то сейчас зерк то перевел просто култи на золото сейчас вообще ничего не переводил в этом да и и вот как раз култи нужно было рабочих уже больше на золото сейчас привести 2 раку залетает счет 5 дронов минус а раку неприятно но барабан култи больше лимиты вообще одинаковые immortal и twilight да все хорошо не знает прекрасно 4 базе то есть тайминг единственное единственное что вот очень не любят и тема к фаржи вообще нет не обязательно делать 2 там кого на стебил такой агрессивный играешь на выход но одну тасс плюс один там сделай хотя бы то есть и и потом свечнуться можно если вдруг не получится что но поскольку кстати царей лазер хочу королеву пока это нет это не загуляли это все это тверло да на каком основании простите он думает что он пробьет ну тут рядом эти три близко королев много то есть уверен уверенность что пробьет култи добавляет пилоны очень вовремя не видя даже что происходит сейчас вот стандартные пилоны стандартные пилоны да такие сейчас мазеркор только сейчас култи отдаст и все пилонов не будет просто здесь не так оверчажа поперли да ты лезешь убеди ты мазеркор иди ты к нексусу куда култи лезет я не понимаю что он хочет почему он идет через аклик тупо вперед это странно очень да и ты не открыт и под варп там 2 immortal в продакшене хочется конечно потянуть чарж делается тени время максимально сиди там около нексуса не рыб и все просто вперед не лезть отдал всю энергию на пилоны которые пилоны эффективнее дерутся которые которые больше рядом с армией а не которые меньше несколько пилонов буквально да неужели додавит да судя по всему да золото минус паути даже не пытается так пилоны пошли хорошие пилоны пацан прям фаерболы впадают ресурсов култи ресурсов до хрена ты есть да почему варпа то нет там не так много армии до слора бам посмотри пара бам одинаково вообще тут пусть если даже сейчас отобьется или immortal у него вот сейчас чуть зилков аккуратненько так или они так дамажит хорошо и реводжеров и роучей барабан да просто барабан то одинаково кстати есть пилону снизу там то есть можно так что култи кора 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 летит сейчас надо защищать надо выходить час чардж делать на этот пилон может пару собак он отстрелит да и роучи отвлек и собака отвлек и седрики выходят отлично 120 на 85 все култи отобьется только нексус спасти нексус култи спасет скорее всего но линги дотекает еще и линги дотекает еще хороший фил пошел вообще великолепно нет держись держись нет не дайте олька элэзер в этот нексус потратил лимитом пути смотри больше сейчас шикарно и добивать лужи крови лужи крови нет эти добивать не получится supply блок пусть у култи ну и мордлов крит масса уже семь штук сейчас будет и один стриме у меня уже точно пригорело почему култи так отбивался но все равно отбился молодец линги забегает вот почему фатонки нужно хотя бы по одной штучке но в этой игре ладно тут в этой конечно тяжело за это винить уж такой кушу в это время оракул пытается летать королев очень много какой ревелэйшн то он авто она 2 спорка есть ну ладно нужно поля по регенит немножечко у из разума почти не добывается вот перед скоро пойдут пойдут психи со штормом а при том что форжи нет психи со штормом и но это может архона будет газ кстати вот култи даже нафиг не нужен этот даршань сейчас хотя может быть на лейте даже это и правильное решение но если идти сейчас куш например то просто сюда вот на этот газ добавляем 3 архончика внутри нет прям сразу на перспективе то будет адрес серьезное количество газа линги забегают на золото опять и отменить не получится опять же вот эти линги до нулевые дати 1 1 1 1 атака все зелки будут сверх эффективно с ними драться 00 это всегда просто ущербно так здесь оракул залетел 4 дрона минус и живет живет чертяга оракул 12 киллсов учителя с активировал премиум на ваш канал и снова собаки забегают собаки забегают потомки нет а мазеркор укулти нету мазеркора восстановить что мазеркор уже черт побери вот наконец-то заказывает золото мазеркор газа немерено газ нужно добывать лимит вообще больше от боевого укулти и тут микс то ущербный уже уже в смысле ущербный конечно миксу и лейзера так два архона сливается собаки как мы достали и культи возвращается всем лицам ну да да вот эти вот забыл мазеркор потомок нет стационарной обороны нету все теряет свое преимущество просто на ровном месте на двух забеганиях нулевых лингов но и mort love 8 и mort love 8 и это страшно конечно но зерга гидры ну хотя 15 гидры там миксу зерга жиденький тут кэш из позиция хорошая будет подраться может хорошо линги вот-вот еще собаки забегая линги забегают на вторую фотонок ноль это провал это полный провал вот хоть на третий отзылся здесь зилки ну кстати лейзер лингов не особо законтролил сейчас между прочим скулти наконец-то он смог выход сделать призмы правда тоже нет здесь линги в очередное забегание на третью зилок на мейн приходит култи зилков ёма он не послал на мейн через атаку всех рабов на мейне терять всех и кажется он тильтанет и пойдет сейчас улынить пойдет он правильно может улынить но нужно вот когда ты так стоишь в центре это просто фейл ну чё то вот что ты стоишь где ждешь что пришел сюда непонятно ну думает отдаваться или нет решишь час назад пойти я думаю или призму ждал у призму сейчас на 300 минералов три зилка да вот сюда сейчас разорвем все так и морков как было так и есть тут просто строится прямо на глазах у култи он сейчас стоит и все через а клик пойдет вперед походу так зилки подтягивать все с дома все берет но кстати боевой то лимит у култи не намного меньше у грейдам у него 11 под 11 не дождался вот вот что действительно нужно было подождать его вперед пошел это забей такой широкий фронт филды не помогут immortal остались фактически одни ггвп да 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 ну вот это участвовал култи вижу уровень хороший но кита ошибки такие вот ну чё зачем эти две фаржи ставить это ж не не пвт ну поставь то одну и фатон очки будут рабочих плюс один будет вообще все вот чисто реально все вот эти забегания фаржа бы законтрила одна об этом так что у нас по картам что у нас пока то что я не вижу так у лирена следующая карта и мы можем кстати сейчас какой-нибудь пуш интересный увидеть возможно ну а может быть и нет посмотрим так миш прыгай остальных зову ревчик сам запрыгнет его на канале нету так поехали или не поехали поехали култи говорит готовы отбивался как на золоте хорошо до конца в первый раз когда первый раз конечно да там просто имморталы вот эти они как реально как какие-то герои в варкрафте по сравнению с зерговской армией были разваливали на ура вообще но потом все таки не хватило ну 11 кажется у нас намечается сегодня вечерком встречу в чатике ильдар там современный который смайлики рисует да а может я не знаю сколько у нас две серии до 11 сейчас до трех побед и потом эпичная серия до 4 главное чтобы не после 12 это все закончилось хватит заболеть за протаса в гритка накал с ноги я тут не совсем заправиться в болели блин за за соотечественника вот и хочется посмотреть на ну в общем да хотя может быть есть определенные симпатии кто сам ну да ну первую то очередь култи просто снг элэйзер поляк то бишь не снг пошел пул газ хата стандартно здесь через гейдник ставит на поскольку 0 лениву отыграет с призовыми затишье пока со всякими поддержками мудра можно играть и выстрелить дальше императора финал у нас впереди это предпоследний матч у нас уже две минимум игры 3 максимум остается такой в общем то все спалил что хотел тут сложно не спалить учитывая карту и респы полететь совсем недолго спалил фактически ничего не спалил вот ему скорее все опять же интересно есть ли бусты или нет бы 100 кибернетки это как бы ну да ну сейчас в лотвик вот она на этом тайминге вообще не видел чтобы бустилась каких-то таких куш и нету сейчас пилона то медленно варки то есть даже с двух бас то есть любом существо будет призма или что-то еще вот какой-нибудь файлайтик и что такое увидеть ранее пока ничего к улте нету пытается догадать собаку сейчас адепт так так подконтроливает подконтроливает раз-два на мероплинг хорошо на пути законтролил лейзер третью хату ставит королеву 1 строится если бы хотел он пушить в медленными королевами то в двух хатах они скорее все строили да и третьего не может быть то не было твайлайт пошел странная позиция для твайлайта тоже такая жили более место запаливная даже там овер сразу просто видеть если залетает адепт приходит пункти так минус дрон 1 спорок тут куртина вынуждал заказать после лейзера трех дронов он спас 0 он все равно потерял ресурсы дроны не добывали на отмене да и это будет судя по грейду аллен чик с двух баз не факт но адепт по крайней мере посмотрим давно что адептов не видели прям таких даже странно нам 3 кстати колте это знает а 3 узнает вижу может догадывается если но предполагаю данным что там 3 должна быть как здесь хруст пробок линги вырывают опять 25 ну вот опять мимо вот побежали один линк успел на мэйн пробежать все спалил даже овером залетать не на но ее мое и рабочего давайте ввезет чеснет рабочим все-таки не сгрыз 3 теник пути так за день и ищет привет у майкера робовойс и пока 1 отписал нет оптик говорит там у тебя похоже что-то не то может он в опере смотрят если через хитмл плеер в опере то для вибраузера не уже пофиксили эту тему а вот сейчас это разкачило у меня а как вот и раньше как он раньше меня слышал тоже странно да ну видимо дашь там что-то так если ты мне плохо слышишь что это не не в браузере дело конечно но сейчас начал только что у нас задержка 2 1 тоже часто ну давай сейчас посмотрим если будет повторяться окей ну что пытается култи разводить адептами нужно иллюзии как-то ближе наверно посылать чтобы они дальше заходили мимо роще но и лейзер с идет против смотри адептиков поплёточки поставил просто и страхуется хорошо у и лейзер мне еще нравится как оверы висят он прям контролирует карту целиком и полностью просто великолепно пути адептами еще раз вот на вторую пытается вот если сейчас адепты кстати на мэйн ворвутся там сплетки нет там спорка между прочим ты ты дэй куда он не знает что нам у меня раньше он не знает пытается уйти на мэйн заходит и уйдет адепт ну так по разводил маленько или форт ушел третий игрок на у него рабочих то больше даже чему понятно да это круто и выстраивается лимит такой хороший про форжу не забыла плюс один сделал вот сказал ему наверное конечно сам выводы после прошлой игры сделать может пилоны хорошие на защите dark shine 3 адепты и мурталы dark shine пошел blink делается ну вроде как все по технологиям по таким моментам путь и все нормально будет ли он пить пуши там выходы делать на и лейзера непонятно будет ли лейзер что такое делать так сейчас пока все заряжаются технологиями там люра инфестэйшн пид грейды blink dark и и защиту классно цикл те делает себя на 3 стенка и фотонок уже не жалеет совсем ночью ты иногда пороговое что-то перезвонимся миша да так хорошо поменится давай я здесь ну вот сейчас вроде нормально все пока так сейчас идет легкий такой подвыход можно часть ручей несколько штучек словил уже хорошо у них смотри как грейда доделывается плюс один плюс один да вообще одновременно да вообще секунда в секунду вообще не нравится второе что на полторы секунды площадь кстати можно сейчас зайти пятую отрезать приходит култи прав без мазеркора как-то он так вообще сюда пришел здесь только гидра и несколько рейлджеров у меня сейчас я не здесь да 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 часть ручей просто находится на третьей базе и будет больше прям надо отгораживаться справа на ноги ядра уже под адептами а это значит что моментально будет уничтожено 14 дронов минус в это время ручь пытается прессовать людей скуки точно отобьется а в атаке разваливают три морду до сих пор живы и природа выходящие разваливаются здесь хотя если дронов все силы и за задействует этому может отбиться пытается законтраливать гидро и там разводить ручьи выходит на мэйн зайти 2 см 3 если хотят на мэйн можно было сразу только на сразу да сразу делать имморталы что-то на муви ходят а култи тут призмой законтраливаются классно тоже как в куаке идет и стреляет прикольно призма здесь есть пас двух вверх сверх демоджа на дарки дарки пошли к даркам кажется не готов к даркам вообще не готов к лейзер имморталы падают но дарки врываются режут 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 дико ядра здесь по лимит 65 98 судя по всему 21 для култи экономика великолепная там экономики нет продакшн сохранился 2 2 атака делается рабочие продолжают умирать да да и гидра здесь некому танковать просто дарки что-то стоят продукт чего не стоят здесь непонятно четвертая хата есть муж четвертую отменить пойти кстати спалил култи четвертую да все дарками тыкнуть нее хотя не оверсир рядом ли там и гидролиски да и кивина ну по крайней мере знает разведка есть до и экономическая ситуация сейчас великолепная просто 40 на 75 там три перекаченные базы рабочих надо на четвертую переводить как только она будет достроена тем более что мэйн уже заканчивается и там явный перебор количество работ и сталкер смотрите с блин комплекс и кулки на тянет да и по почему он иммортал и не ведет бери все через фку и иди сюда чуть частью то бегать это вот четвертую жду пришел и ушел кулки на стран вполне возможно он просто хотел отвлечь от дарков от от следующей базы дашка я взял отвлек но все дожимать нужно конечно черный момент собраться и приварит призму даст достраивает видимо для того чтобы в атаку пойти в следующую и вообще мне очень понравилось так не минус 2 люкера во первых как сера нужно попутнуть кулки вот не видит такого момента успел и дар кстати гря выжил один от вас понимая что здесь беда ключевой момент матча когда пошла это непонятная так от кулки казалось бы да там по слизи между базами вроде как немного там 16 роучи было наверху и он как бы осознал видимо что некому танковать что сейчас как раз там будут обьется а здесь он про атакует и кулки понял что роучи эти очень важны там только реводжеры хотя не знаю видел или нет то есть это тоже реально не я не миша судя по всему не видел вот но он через узкий проход прошел просто и убил так гребень 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 создаю гребень последняя карта руины если что все запомнил я зову всех в игру захожу отлично как magic видит magic видит всем кто смотрит привет вижу в чатике продолжается активное общение и сегодня конечно постепенно подходит концу турнир гг года с двумя квалификациями 8 лучших игроков призовой фонд яндеку всем кто сопротива еще раз большое спасибо тем кто будет еще он на обратный отчет мне подлагнул старка классный призовой почти соточка впереди победителя ждет импер рандом он разу не поставил черт бывает так начинается а может это страта не такая посмотрим что появится не тараса развиваться будет там да не выходим конечно не знаю раз хороший император не жалуется так играть еще раз и лейзер тоже косичную а ну кулки тоже разок косичную ничего не поделаешь еще главное что-то не выходит сразу чего-то там рабочий появляется что можно и найму канатера не откатать дачу что тут и говорить так где ревота арева был до этого а да у него же стрим сейчас еще он идет на главной странице вины baby magic а тоже смотрят там только на gg почти 5к зрителей суммарно на стримах так что так поехали счет 21 до часики спрашивают будет не 21 и в пользу кулки на самом деле даже маленько удивлен то что сколько до этого не вел как-то и лазер обычно разваливал кулки а тут прямо растет уровень как бы в снг то есть если до этого я пускал бы что лизер явный фаворит а тут оказывается пути еще прям ведет призовой на три места распределяются первое место 50 процентов второе 30 3 20 такое распределение идет какой там на данный момент у нас что получается по призам сейчас посмотрю я 97 90 пока до соски не дошло еще впереди финал 48 545 1 20 9 27 19 418 ну что же неплохо даже за третье почти 20 . ну и здесь уже все кто играет уже в призовом с оверлордом не угадал увы а почему вы ну не угадал и не угадал ну да действительно а вот кулфи ты посмотри-ка правильно едет правильно едет сейчас все обнаружит ну кстати нексусов прям сверх халявных он не ставит возможно даже кибернетка будет до нексуса понадежнее сыграет пути может даже с пилонами что-то тут попытается как-то на хате проблемой там три хаты что ли дата или хаты три хаты пулот и лейзера нифига себе и причем как еще ближе 3 гитов и тут как ну да надо как-то видимо наказывать ну кулфи решил нету ставить узелка можно подстроить как он там там же да там же мова черт знает сколько не будет можно же поконтролить по самой кину ну как бы не знаете то может быть это адепта подстроить побегать погонять не тоже как за контроль рабочие могут там окружить я не знаю а нексуса в итоге не будет в принципе в принципе получается что даже с этим нексусу можно питья да там до напрягать как раз про компромисс и хотел сказать потому что тут свободно с 2 гитов можно и попушить и при этом в экономике сильно не потерять ну по 2 базовые имеется ввиду но спускать такую халявую зергу с рук конечно очень не хочется но уже хороший начал он решил что может быть и лэйзер решил что как раз таки култи адептиком пойдет а култи решил что собью-ка я овера овер тоже не сильно палится сталк еще 12 секунд выйдет но за счет густа чуть пораньше я думаю что он не уйдет здесь скорее всего и твайлайти кучу не твайлайти да быстро очень потеря овера каш не критично неприятного учитывая три хаты там лимит быстро набираются узор спасибо ребят всем что смотрите вижу что вы в чатике пишите извините что всем не отвечаю но мы вдвоем все таки как бы здесь я надеюсь что все вам нравится везде мув заказал рабочего из газа снял и полностью сосредоточился на заказе дронов и на раскачке 3 базы 2 еще немножко докачать нужно об забегаю две собаки на халяву палят сумречный совет оверчард число медленный очень типичного кулки какая-то хрень садится на 2 базе сразу делает в ответочку интересное решение только линдом не дай спалить это сейчас давайте еще link прибежит все спалит на 2 как-то поливно это нужно стенка быстрее укулти почему а это не стенка это 3 кстати 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 то бишь если сейчас без лейровые какая-то агрессия зерга то она про атаковать не сможет получается да классная тема умном если получится на харассе то есть если пойдет все как по плану они сыграют эти юниты замечательные невидимые а если не получится зеркала не сможет заказать наказать за это неудачу так спорочка но это спорочка чтобы спасти рабочего телезер он ее должен отменить сейчас я думаю если случайно и он ее достроить сейчас это будет лол так или он ее не случайно достроилась порка ну ё-моё ну заст рабочих еще нет есть еще пара точек куда могут дар самое главное косяк у улти вот у него камни просто не пробитый и это очень большой фейл у меня есть право не делать и что ты делаешь кулки черт даршайн спален вообще все спали не спали не спали не спален и третий нексус тоже не видишь самой но все таки забежит сейчас ну дарк зато пойдет эти на 2 нам и не ничего вообще и главное чтоб пулки сейчас случайно на треть не пошел где вот как раз эти спорки стать только линги сталкера адепту нужно брать линга подбивать идет как дарк приходит как раз на третью единственную где спорка есть что за провалы вообще вот и и в этих играх происходит вели уходи на вторую курти пришел бы на вторую вообще бы просто ези гладился не открыть из фаса нужно камни убить улти неужели ты ну камни куда ты побежал то ё-моё тут пока спорка не достроилась можно похулиганить дарк нарезает у него же 5 киллсов майнинг тайм еще минус ну и на мэйн наверно надо бежать я не понимаю что сейчас кулки делают не иксус полудохлый камни не убиты чем сталкаться на второй базе мысли и собирается да ну не забудь переводит рампа на проходе никого не держит вообще полностью роботикс это полный блок еще и камни пробивает ну а как выходить ты чё ты не понял курс второй вопрос когда еще до выхода столько всего случится может пока не надо пока посидим так делается плюс так фаржа почему-то так пробки что будет так пробок уже все раскачано почему фаржу не будет и странно грей делается с экономикой все хорошо зеркаль еще на четвертую только только вышел то есть у него у него нет такого преимущества все-таки третий nexus подрешал и там до заказа же собак был что это минус рабы где-то восемь штук на вскидку и дарк нарезал тоже где-то с полдюжины рабочих точно и получается что зерк по экономике вместо того чтобы быть сильно впереди благодаря быстрым трем хатам а и спорки же еще он должен был построить то есть тут много факторов которые отодвинули его безбедное существование да 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 ну лимита у культи очень хороший лимит экономика очень хорошая вот сталкера пытается так поплотнее плотнее передеть у вилайзера крип где находится развернись култи креш и выбей крип разворачивается выбивает крип нужно дальше тоже все крип туморы собрались между прочим у визора микса такой который дестабилизатор им очень хорошо можно законтрить и кажется это и собираются делать вряд ли роботик с и тут еще один а вот кстати так и на четвертую сходить так дальше крип тумор не виду все один тут остался они эти мимо идет убить же ты его заметил убил плюс 2 акулти что рада хорошо и пошли дестабилизаторы 1 пошел парабам больше чем у визорную лезер что-то тут кушать такое ощущение сверните мазеркор вообще висит мазеркор на 3 так камни пробивает и что ты делал и не пробивай камни уходи через них же два сталкера сталкера наверх наверх уходить конечно все просто просто на мою уйти он култи ждет пока блин конечно ничего не потерял фух так дома хорошо домом безопасно мазеркор возвращается ну сейчас и проход пробьет лс как ой 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 вот так поджарил поджарилась жалко да дестабилизатор минус в итоге если здесь обсервер делку у льва люра люра развали один есть он около 3 базы обсервер нужно привести его срочно есть у элейзера оверсир кстати это практически у трех базовый такой улыб получается четвертый вообще не раскачивай на обсервер пусть и даже не видит не контролит минус топс моментально фокусную апса то нет в итоге и чего сейчас ли ура ближе перекопается роба 2 добавляет пупцы обзор роба не делает посмотри сейчас роба выбиты лейзеры что делать тогда так агрессивно это перебрел стокерами удар к нам собаки затекают ольга там да да просто чистой воды пилоны сумасшедший дэмэдж наносит он и вообще жестя здесь вот сейчас култи до варп идет адептов выйдет об сервере можно уже агрессивно вперед идти где сталкер это сзади постоянно блин чё култи делает очень непонятно стабилизатор стреляет по двумлю рам дэмэдж хороший ядар сервера смотрю иногда на култи вот это вот типа второй игры такая же хренька это происходит казалось бы принимая не хочу нет чуть непонятное делает и отдай ой на люру блин все это гг это 2-2 он уверсир отстрелил абса не дождался к сани дождался дар шрайн уже давно есть дарков не было тут тоже действовали ураус умудрились пройти еще закопаются конечно абса нет но это 2-2-2 ребята точно так ну да казалось бы лезет зерк прям застройку сам отдается выставь верчажи об сервер возьми сталкерами подойди экономика одинаковая причем насти у тебя тип все те же стартовые условия плюс ты в дефенсе еще мне кажется он любит f2 просто нажимать все в пинде в общем держать видите все таки а кликом протосов не выиграть а псы отдаются а вы говорите а клик раз и нет теперь есть люра теперь не так все просто прыгай мишу игру решающий матч разница там довольно серьезная третье второе место плюс победить же может еще попытаться удачу в борьбе с императором но даже десять тысяч разницы между первым между вторым и третьим местом поэтому надо собраться что-то майкер вспомни болеет в одну калитку ну так ну как протос и спелись так поезер наверняка 80 и револьвер наверняка болеет за зерга так что если у вас прям сильно так коробит что мы переживаем когда протос умирают братья наши вы можете в общем-то послушать другого человека наверняка не будет придавать жалко очень жалко ситуация была отличная экономика была хорошая технологии замечательные зерк фактически шел в последний бой то есть у него была 4 базу там не было вообще рабов никаких в конце посмотрел она не работала в принципе то есть хорошо принять отконтролить отбиться и пойти в контратаку ну да решающая карта очень большая ну посмотрим посмотрим думаю что здесь никто спешить не будет вперед навряд ли клуб это пуши будет делать стиле как странич с адептами там до врывался было я отец от тебя не ждут такое то очень полезно умеете иногда делать так ну как касс в свое время там удивил четырех бараков там или с двух бараков там рашил все уже расслабились с его цешками не нежданчик такие темы проходит очень хорошо но рашить двух бараков тоже надо уметь хотя бы там пару-тройку десяток каток отыграть против грамотного товарища чтобы хотя бы понять базовые тайминги и контроль когда там что выводить что делать полезная штука полезные три хаты до пола но на этой карте еще больше основанию у лазера делать так колте он делает чуть раньше nexus кажется пошла раз было все таки после кибернетки хотя вот я не помню этот момент но карты реально огромные они еще казались на таких респах что на такое можно было конечно не отсюда поставить так детект от оракулы вместе вижу нам не лучше ли его использовать но это гораздо хуже чем ранее прошлое т.к. т.к. оракула потому что так он летал и везде видела так ты кинул в эту область ревелэйшн если на что-то невидимое не попал то она невидимым останется каких-то моментах может это лучше но большинстве случаев это хуже гораздо переводит к культе уже единство смайнинг начинаем здесь пробочка идет сейчас увидим третью хату сейчас третья королева будет билд такой лазер самый халявный получается как предыдущей игре у оракул делает ставку кажется на выжигание рабов но это же не могут быть фениксы правильно слишком медленные на такой карте могут нами фениксы быть ну посмотрим посмотрим что культе будет делать пока не он же он же и фениксов отыгрывал оракулу да он может это самое главное что сыграть ты можешь тут тоже так просто если рассчитываешь на действительно долгую игру то может и фениксов будешь добавлять потому что по-любому это овера летают мобильная карта большая можно разведывать ими естественно так адептики вниз спускают сейчас иллюзиями а видит культе что у пробки на хвосте линк и это минус линк будет ланшот эй там один не выстрелил просто переконтролил больше чем надо на муве ну что и 3 340 нексус третий пошел и оракул ну то есть если в такой ситуации оракул нажигает то третий нексус это так и хорошо лингом и лейзер видит адептов поэтому заказывает 12 еще да это тоже не вышедшие 6 дронов и врываются но линги сейчас будут готовы сейчас мув будет готов через две секунды уйти пытается уйти это позицию какую-то наверное попытаться ну что он бегает здесь я не понимаю ну ушел ты уже ну иди ты дальше ну чё ты бегаешь рядом он не знает о собаках поэтому как не знает он иллюзиями увидел конечно она тогда это конечно фейл очень часто такие вещи странные ну и вот смог уже просто он на 6 часов уйти и даже на оракул залетает так сюда не стоит криво там и не хорошо на майне порки нету королева всего одна уже правда в поля были продам и джина до этого уже так долго он нажигать не сможет на 6 дронов очень неплохо да да вы за правду уч на баке на баке залина и мазер кур вообще не понять 9 сет и вон минус вот двое и скупу сидел и на панорампе никого нет здесь один пилон заходят 6 лингами блин больше чем араб он делал практически уровень хуар старт и царский до успел успел варпануть здесь два оракула в районе мэйна уже висит спорки у элэйзера нету на 3 базе кстати спорки нет там две королевы можно попытаться было бы двумя-то оракулами можно было бы на пофиг с потерей одного штучек 8 дронов убить и предпочитает не 5 у него самого третий никсус есть но опять вот мазеркор у тебя 3 от 2 линга бегают вот почему мазеркора здесь нет ничего ничем не прикрываешь спорка то на коробке на роли варакула два линга вот у него болезнь все-таки такая то ли фобия какая-то он с собаками не знает как бороться не ну тебя так у просто а пм там почти 300 элементарно юнитом позицию правильную занимать ключевым там адепт ну ара этим мазеркором это тупо мультитаск как бы ну мультитаск же это не только по кнопкам жать туда и сюда там расконтролил здесь чтобы был крутой мультитас там эфками биндишь местность юнитов правильно расставляешь то есть с меньшим а пм а можешь достигнуть как бы такого же результата порт уже не суть оракулы сейчас палит четвертую базу самое главное к критикую тогда все наоборот получается обычно ревелэйсона королева пошел 4 4 2 и валь так погоди-ка с трех эволюшных прям гряды что ли у лазера 2 добавилось просто ну и до 3 эволюши и шпиль еще при этом делает ну да чисто макро в стиле в стиле как раз-таки сирала добавляет побольше и 11 и чаши и мортл и следующий гитов очень похоже что как будто какой-то выход будет то есть это примерно также играют в стиле пти дрога такой европейский процесс и некоторые корейцы семена чаш архоны и мортл и выход против про элоджера вот эти всякие темы но даршайн тут как бы нужно тогда архива темпларов делать и архонов оба бухи кулки нет а вот мутка конечно сейчас для кулки может просто сюрпризом быть он хоть и бустит старгейт но это просто забыть и буст в нем и снова псы но здесь они хотят на еле двух юнитов и на халяву происходит наши сроки и полива очень важно свой гейтер шанс болели мутка летит пилонов даже в рабах нет нам и не кутину к этому сколько и много 13 мое так это может быть уже гэшечка может потому что мазеркор сейчас будет убит блинка нету джонни мобильная просто невероятно и старгейт вырубает и выходов никаких даже не идет из кулки где-то уже в атаке был бы то есть тогда да только под варп если какой-то его может спасти прилетает мута забыли сразу вел 21 но и лейзер он той тащитель такой тоже он как бы до конца бьется ну что же хиппи лейзер у нас финал думаю задерживать его не будем скажу чтоб черкали это уже хочется отдохнуть стрим идет уже 10 часов у меня да и у миши тоже примерно до обидно дешево как дешево особенно последняя игра странно что оракулы не спалили эту тему им же никто не мешало летать продолжать там дальше ну да кто выиграл спрашивает и улыбается такая типа а я не в курсе даже не следил за играми там ну кто там ну да не она у него то задержка вот улти говорит спасибо за организатором за турнир спасибо оппонентам за игры так это колте пишет колте пишет круто поздравляем с третьим местом широко улси действительно поздравляем его получает он и призового часть ну не получится с хэппи чем реванш отыграть попытаться но может быть для зрелищности даже это будет и лучше с хэппи как с лейзером просто у него всегда напряженка идет вот Так, сейчас напишут порядок карт Ребята И будем создавать Парион Первая карта Даже Димульдрияна вторая Грит Хепич Так, я как раз Анонсирую, что финал Потому что я напишу матчи конкретные Да, Каути уже сейчас Обновилась сетка и в призовом фонде Он занял третье место Под суммой 19418 рублей Ну да Но еще может увеличиться Его приз, что самое главное Это в ваших силах Так, стрим переименовал я Так, четыре карты определились Создаю ее пока Вижу, захожу Так, приглашаю мальчика Седьмая карта От Элэйзера Так А у Хепича есть преимущество по карте? Или там вопрос серий? Нет, получается нету Наверное у нас как вообще здесь Да нет, нету у нас Такого нету в системе турнира Насколько я понимаю Кстати, да, хороший вопрос Думаю, что нет Надо спайл узнать Не совсем честно По отношению к императору В конце концов Но это Так Я думаю, что тут об этом Нигде не написано Такое обычно пишется Такое пишется обычно Потому что такое редко Я последнее время видел В каких-либо системах Элэйзер отсутствует Походу Я забыл раз поменять Действительно Ну хорошо Начинается финальная серия Босс 7 Кто займет первое место Там почти 50к Второе место 29 Император Любимец публики Дмитрий Костин Он же Хэппи Да Против Элэйзера Зерга из Польши Наверное, его тоже любят Там голосование создали За кого А кто станет Великолепным победителем ГГК И вариант Я упырь Есть Ну Упырей Значительно больше Чем Те, кто Даже упыри Практически Догоняют Хэппича Хэппи 53 На 7% Элэйзер Это сумасшедшая разница Это разрыв Надеюсь То же самое будет И по игре Ребята Красивую Тоже голосовал Купельнул Ну с богом Аве Так Паша говорит Что нету Никаких преимуществ Но это и так Все понятно Уже стало Да и сразу Буду что Все полное Босс 7 У нас Так Ну что Да Действительно Искатель Интересный момент Пишет Хэппи с Вейзером Первый тур играли Друг с другом И в финале же Они И между прочим Уже Второй турнир Наш за последнее время Бобра Лига Еще недавно Буквально Тоже Финал прошел Там призовой Тоже очень достойный Был Но не такой Конечно Как на ГГГ года Так что Надеемся Что он еще Увеличится Они встречались Еще Ну правда Летом Давно На Го ФСК2 Ну да Я думаю Что Много встреч Разгубы играли Да Риппер У Хэппи Через риппера Начинает Ну и через Одного Риппера ЦС Да Классиком Я не знаю Может Хэппи Смотрел Как Тиран Викс Лейзером Играл Какие-то Выводы Сделал Вот Так На Пайпальчик 5 евро Вижу От Игорь Дук Спасибо За стрим Спасибо тебе Большое Всем Ребят За поддержку Спасибо Ну и за Турнир Поддержку Тоже Извините Если Поддерживаете Я не говорю Просто Но Если Все Время Говорить То Улдстрима Будет На это Уходить Тем более Мы вдвоем Так что Тем временем Риппер Залетает Минку Ставит Псов уже Покоцал Рабочий Кстати Один Не прикрыт И Оп Спас 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 Спорочку Запилить За секунду Дранат Взрыв Еще Разрабочий Первый Рабочий Получается По потерям Ну и еще Стоп А Потери Почему-то У зерга Один Но 68 Ресурса Это Отмененная Спорка Может быть И не одна Со Спорки 6 Теряется Тут 18 В Геом Три Уже Спорки Отменил Странно Но Там Улины Псы Окружили Конечно Нагловато Был этот Риппер Вот И кстати Гранди Спишет Такую Интересную Су Что Обе Вобра Лиги Хэппи Лейзер Был Финал И Обе А может, он сам пушить хочет? Может быть, хочет. Он просто без тимула. А, третья СС-шка, типа надежный билд. Ну, посмотрим. Так, в это время Гелионы уже на золоте. Нажигают. Сейчас яйцо сожгут, да? Хотя они демиджи ему просто не наносят. Оно регенится быстрее, чем они ему демиджи. Кстати, яйцо регенится. В первом Старкрафте, по-моему, не регенилось оно. Не помню я такого момента. Банша летит вперед. Через 10 секунд, 12, где-то будет инвиз. Пока нету. Да, остановилась на секунду, подумала. Там спорок не везде они строятся. Не везде, но Хэппи успеет. Тут прилететь, пару рабов забрать. Ну, чуть-чуть, побыстрее летел. Вот сейчас инвиз готов. Нужно инвиз врубать. Три королевы, наверное, Хэппи думает, что есть уверсир, поэтому боится врываться туда очень сильно. Я вижу закупка. А, это мисклик, видимо, был. Закупка отменилась. Здесь муф роучем пошел. Гиллионами Хэппи вейт роучей. Да, не подъехать, не поджечь на халяву. Ну да, ну хотя бы гиллионами в тупую мимо них не проезжает. Отдавая их всех. Так, здесь вторая ванша прилетает, вторая лев. Неплохо, дэмэджет, убирает криптуморы. Нижний, кстати, не убьет, увы. И свет прошел, видит хайв, но не видит никаких юнитов. И сразу после этого инфестейшн. Да-да-да, с харрор хитрей лейзер. Не хайв, точнее, это был лейер. Ой, лейер, да, конечно же. А теперь с инфестейшн будет хайв, скорее всего, в перспективе. Потому что навряд ли это микоз. Хотя, хотя, роучей рейлэджера инвесторы очень сильная такая связка. Лотвин. Особенно против Билла, там, с медиеваками. Да, и он еще шесть газилок сделал уже. То есть он сейчас полностью с трех баз добывает газ. Баншев инвизин, тут оверсир, триквины. Смотри, кстати, меня ГГБРО спрашивает, что лейзер написал, а я не заметил. Эль Классико Финал написал лейзер. Тоже, ну, с юмором подошел. Действительно, постоянный финал практически получается. Сейчас была очень, ну, такая хорошая фишка. Хату добили баньши, сделали залп по-рабочему, он снова в хату и выжил. Ох, там, пацаны, према активирует громко. Спасибо вам, конечно, за это. Заказалась хата, строится. Император выходит на золото. Да, спокойно по лимиту проседает, вообще пока оно не дико. То есть тут, как бы, за него особо нечем вперед пойти. Да. Вижу инфесторов, вижу. Так, два эволюшна каких-то, ёмы, уже хайф делается, эволюшна только делается. По грейдам, конечно, у лейзера сверхпоздние грейды. Там 1-1 доделывается уже. У хэппи армори тоже тайминг не идеальный, но если он сразу 2-2 закажет, то по грейдам будет все замечательно. Тем более лейзер там все в инфесторов вкладывает, но грейды вообще ресурсов, получается, не оставляет. Спалили сейчас гелионы на золнаге. Думали, там собака, а там два роуча. Засада. Ну, хэппич очень внимательный, конечно, к тому, что происходит на мини-мапе. Он и к баньшам очень много внимания уделяет. И тех самых базовых четырех гелионов, которые с самого начала у него игры, ни одного не потерял. Да, 2-2 хэппи радует, что заказывает быстро достаточно. Увидим ультра? Нет, хотя какие ульты? Или может ультравист? Кстати, что вот хайф и поздние еще как бы рейнджовые игры. Да, вот это смутило меня. Банши тут рядом с инфесторами прям висят. Можно микоз сейчас получить, и лейзер пусть не реагирует. Потому что хэппи развлекал еще и гелионами сверху. Микоз мимо в итоге. Ой, но все-таки второй попал. Минус, где банши неприятно. Банши у хэппи всю игру могут убивать, хаты какие-нибудь летать. Гелионы тоже отдались справа, но сейчас, наверное, уже они особо сделать... Хотя могли и заехать на золото. Могли. Ты лейзер молодец. Танки передропываются ближе к четвертой базе. Дропчик, кажется, полетит чисто мариновский направо. И он спалится, скорее всего, на золото, если только не будет скорректирована траектория полета дропа. Да, да. Ой, там как раз ушли раучи. Раучи ушли. Вот хэппи завтыкал. Смотри, щиты забыл заказать. Это может сейчас очень невольно быть ему, если лейзер в атаку пойдет на 200 вот сейчас. Вот щиты не успеют доделаться. Хэппи, заметь же скорее внутрь. Всегда пора... Ладно, фугасы там не всегда в замесе видно, что не замедляют тираны эти. Ну-ка, марики-то визуально, они же жизненькие такие стоят. Даже видно должно быть. Вот дроп прилетает. Хотя просто думают, может, думают тираны, что делается в это время как раз таки. Грейт и лейзер хату, кстати, не отменил. Да, не отменил. Простимпачился и полетел. Ну так веселее, видимо, и полететь. Хатвана халяву убили, под стимпаком весело домой лететь. И еще один дропчик. На мейн все, щиты фугасы, как ты заказал. Ультралы и там гостятня. Ну, ультралы и, соответственно, лейзера. Ультрал из каверн. Но грейт не делается ключевой. На 4 броню. Сука, какая жесть. На 4, да, это вообще жесть, конечно. Но ультралы хотя бы стали... Плюс мародеров же упустили. Ну, раньше, конечно, то, что мародеры творили с ультралами, особенно без скриба, это 18+. Да, без собак это никак. Ну, а сейчас... О, хороший дроп, во-первых, на центральную базу. Там никого нет, но хэпич доконтроливает. Классно, уходит. Здесь контролирует, смотри, справа еще не дает базу поставить. Отлично. То есть сейчас они играют с одинаковым количеством баз. Правда, роучеры забегают на золото, но... Да, по элементу у хэпи не очень хорошо. Но у лейзера только 1-1 рейнджовое. На ультралов вообще не когти, только 1 армор. И у хэпи третья атака уже. Если армор третий закажет, по грейдам вообще просто невероятно. Плюс и будет, и уже и этих, простите, либераторов строится по 4 штуки там. Да. Видимо, они как раз и будут основными юнитами, ну, вместе с танками, что будут пробивать ультралов. Хэпи... Туда же прям... А-а-а... Хорошая связка. Ну, ультралов заметил хотя бы, хэпи понимает. И вот госты, уже гост один заказан. Сейчас будет еще больше гостов. Но на этой вот карте, я помню, у лейзера вообще замесы постоянно жесткие очень были. Я так... Я полагаю, что точно мы без нидуса сверхбыстрого хотя бы одной игры не обойдемся. Потому что, уверен... Для разрядки обстановки. Да-да-да, где-нибудь лейзер его будет делать. А вот здесь, на этой карте, я помню, там 30-ти такие, чуть ли не 40-минутные выбралиги были игры. То есть, там масса либератора, гостов по 20 штук ходило, снайпер-шоты. Ну, тут хэпи две планетарки здесь. Надо бы армор сделать еще им. Да, да, зданием. Ну, конечно, это... Но пока инженерки 3-3, конечно, не будут задействовать. Но потом тоже... Марозер такой, шибко смелый, под либераторами. Это как провоцирует, провоцирует. Слоны не удержались, двое полигра... И сколько слонам дэмэджа? Два слона минус, один на... 19 хп. Можно попробовать поймать. Да, одного поймал. Мариков, но ультра поплатил. Красиво горят они, конечно. Это 33-м армором, как бы, застыкал. Ну, конечно, не может быть. Не решит вообще очень жестко. Но я думаю, что решит. С рейвозера один Марик выдвигается. Джонни Рико прибежал тут из Звездного Десанта с рейвозером разбираться. Но с ним еще один пришел Марик. Два спайра у Элайзера. Рядом. То есть это точно не мисклик. Это переход в воздух какой-то. Ультралис Ценри карает Мариков. Да, да, да. Не, ну сейчас-то, конечно, то, что ультрал... По два урона. С новым армором, это да. А с максимальным у него 8. И у Марика... Ну, короче, один дэмэдж. Ну, примерно, примерно. Нет, первым жестче Марик бил. Первым... Девят. Первым 6. Да. Погоди, а у Марика 6 дэмэджа бил. Да, 6 от Марика дэмэджа сначала было. Короче, бил как... Тут были снайп-шоты, и я не заметил, и оказалось груда просто мясо. Да, кровоучи забежали. 7 КСМ-ок выбивает. Хэпи еще. Но, кстати, ему и не нужны эти КСМ-ки особо. В центре хэпи базу занял. Чё-то хэпи тут расплодился прям. Вот типичный хэпи. Так вот даже можно создавать какую-нибудь... Какую-нибудь хреновину каратину. То есть дохренобас на поздней стадии. Казалось бы, КСМ-ок уже все. Поменяй их на мулоп. Закажи ты орбиталок. По минералам. Вот у КАСА, например, всегда было. Всю жизнь. У него бы тут уже 3-4К было бы. Газа не хватало. Мулы бы добывали. Просто по 8 штук, по 10 везде. У хэпи же постоянно вот какая-то вот нехватка орбиталок. 5 штук. Побольше нужно штук. 10 уже на такой стадии. Да, это отличная инвестиция. Ну да, потому что ты и боевой высвобождаешь. И у тебя и сканы есть. И по минералам ты никакого не будешь. У газа больше, у Тирана вообще. Да вот когда био, не знаю, такая какая-то улыновая тема идет. Кстати, опять хату хэпи отменяет. И по-моему, опять не успел эскейп нажать. 170 на 200 по лимиту. Самое интересное, хэпи постоянно меньше там 150-200. Ну, так он всех развлекает, что все равно до 200 понемножечку доползает. А потом уже эти 200 страшные. 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 Так, ультралы тут дропу очищают. Чуть по центру бегает и лейзер. Запасы у лейзера 7к на 2к просто. Сумасшедшее количество бабла. Минералы, конечно, далеко не такие полезные. Особенно против Тирана. Но, но да. Буфер есть. Хороший. Третий армор, кстати, у ультралисков доделывается. Там уже 7 брони. О, Либератор 7. 9 киллсов настрелял на центральной базе. Да. Папка его там, в смысле, спорка убила. Пытается как-то хэпи развлечь. Мне там справа был дроп на 4к и внизу. Это уже дропа и 160к. Какие-то дропы в никуда вот идут просто. Тут уже вот перебор какой-то начинается. Он, насколько я понимаю, пытается чистый вот такой вот качественный лимит сделать. Типа там Гасты, Либераторы. Ну да, да. Минимум мародера Мариков. То есть только чтобы они кусок танковали перед Гастами. Чтобы снайпер-шот они Гастов... Ой, ну какие снайпер-шоты? Как они отдались? Прям под ультралами. Либератор дэмэдж наносит. Конечно, пытается Планетар убить. Уби выбьет Планетар. Реведжеры ничего нет. Точнее, Либераторы... Ну, в это время дропы. Гасты, Гасты еще сзади. И дропы, да. Снайпер-шоты, Планетар живет. Ой, как за снайпер-шотом Хэппи? Все вообще. Живи! Выживает. Вычинка есть. В это время, правда, отбивает ультрал тоже. Тут весь дроп уничтожает. Но лимиты... Ну, лимиты... Там ультралиск сейчас сбегает. Смотри, ультрал забежал, да. И лимиты у Хэппи как-то не очень. Шупер какой-то навеку. Курятники в этом. Что с лимитом? Что с деньгами? С лимитом печально. С деньгами еще более печально. У Хэппи Мулы. Вот, смотри, кстати, 200 энергии в орбиталке стоит. Здесь. Куда копит Хэппич? Кидая вот на центральную базу тут с обычных... Или на вот, я не знаю, найти 9 часов. Ну, куда-то, я не знаю, нужно... Как будто Хэппи Милит. У него вот и продакшн-то. Давайте по зданию посмотрим. Сейчас посмотрю. 8 бараков, ну, не так уж и мало. 3 старпорта. Тоже немало минералов. Просто катастрофически не хватает. И все равно энергии 200, все равно, может, не забинженная эта орбиталка. Поэтому у них 200, не знаю. Странно очень. Учитывая, сколько Хэппи сканов делает за игру. Тоже, может быть, действительно так здесь. Еще одна группа выдвинулась, судя по всему, мстить орбитных. Планетарки Хэппи раскладывает от либераторов и готовятся. К ним поди, подойди еще. Забегание лингов наверх идет. Так, либератор просто подойдет. Чините, чините. Вычинивает и новый. Рабочие поздно пришли. Либераторы тут, конечно, настреляли неплохо. Линги забегают. Ну, здесь танки есть, плюс гасты. Планетарка на хайгранде. Армор, как Хэппи, здание мы не сделал. 3-3 грейды есть. По технологичным грейдам. Одна, воздух. Нужно продолжать воздух делать либератором, потому что, я думаю, не за горами свитч. Ой, Лейзер, смотри, какие на воздух грейдики-то делаются. 3-3 уже, да. Либератора без грейдов тут совсем не очень будут. При том, что воздуха у Лейзера пока вообще нет. Да. Да. Марики откуда-то пришли. Не совсем поймали. А, он, видимо, просто... Хотя минералов у него не так много. Либератор подходит. Начинает настреливать. И микоз, и зеленка. У меня не было шансов никаких. Да. Один, кстати, на 5 хп, 90 хп у инфестора. Вот, Либератор дал, он тут бегает. Минус дроп. Лейзер очень чётко стреляет. Вот, как-то вот такой, в какой-то момент у меня давно складывается. Что-нибудь хп как будто теряет какое-то вот понимание, что он должен именно конкретного сделать. Он начинает какие-то дропы делать никуда, то есть, которые на халяву принимаются. Ну, не знаю, как будто. Тут сейчас... Сейчас ещё одна атака на базе. Ну, по сути, скопи 200, и как ты уже пытаешься вытеснять, чуть-чуть, Зерги? Снайпершоты, смотри, какие шикарные. Продумикоз, он законтрил, жесть-то, какая... Гасты сверхдорогой, лимит выбивается. Правда, Лейзера тоже лимит уже немного осталось. Либераторы где-то сзади, нужно снайпершотить. Сколько же гастов там погибло, очень жаль гастов. Но по лимиту у Лейзера меньше стало. Но у него, блин, постоянно запас по ресурсу гигантскую. Да, у него есть ресурс, он может себе это позволить. У него запас, и... Единственное, что по газу, конечно, в Лейзере, не бесконечно либератор дронов отстреливает на базе. 24, ну там по личинкам ещё стреляют. Не один, но он, наверное, не только там убил, скорее всего. Хотя, может, и либератор один, но хотя... 21, смотри, дрон. Это больше нигде вроде не было такого. Да, вроде, да, вроде экшена не было ни в каком направлении больше. Так что, возможно, и либератор... Вот, наконец-то, мулуха, посмотри, пошли. Добыча повышается до 2 с лишнимка. Другое дело. Хоть минеральцев прибавляться начало. Почему всё время так делать? Нельзя только... Из-за этого в итоге у хэппи... То есть, если есть минеральная экономика по газу, то всё хорошо. То есть, ты там без обломов вообще лимит есть. Там армори, грейды, везде всё делаешь. Там грейды у хэппи как-то, ну, получается, нужно... Нельзя так тратиться на всё. В итоге лейзер обгоняет по грейдам. Ну, правильно, если у тебя столько ресурсов. Обс-найпер-шот по вайперу, 1 минус. С одного выстрела убивается вайпер-снайпер-шотом. Да много кто с одного убивается, 170 демеджек, как-никак. Игнорирующего броню там ещё написано. Так, сколько, 1,43? Да, 1,43 на прицеливание. Почему-то микроролс 30, как сказать, да? Нет, 1,43, ещё быстрее. Так, ещё разок атака, да? Либератор раскладывается. И из караптера, либератора, непонятно, зачем раскладываются. Их вообще все посложить хэппи, что 15 штук, они караптеров просто будут. Хотя, нет, 3-3 караптера, это уже совершенно другие караптеры. Да, там всего один грейд на атаку. Да. Ой, неужели эту базу нам отменят? И денег, минералов уже нет. Минералов не прикрывают, к сожалению. Караптеры зелёнкой своей тоже льют, смотри, у них разогрев в стиле грелок. Да, и эту базу сносит у хэппичу. У него сейчас осталась-то всего одна отбывающая база. Но запас, вы сами видите, какой. Я навряд ли думаю, что хэпп сейчас в контратаку пойдёт. Королев принимает, снайпер-шот по одной хотя бы как-нибудь пустить можно. По дальней, да, чтобы полчаса её не догонять. Неужели в контратаку? Ну, дропчик делает. На центральную базу, плюс госты. Но без либераторов куда? 12, где этих юнитов гордых? Не бери, есть либератор. Это клип и император. Где они? О, прилетели сверху. Прилетели, да. Подходят либераторы. Нижняя база, кстати, для элэзера очень важна. У элэзера ресурсов-то много, но газа вообще нет. То есть 5 ультралов последних фактически получается. И два из них будут выбиты. Смотри, либераторы здесь. Вот, минус 2 ультрала. Ресурсы-то вернулись. Но нужно заново заказывать. Угу. Тогда на нижнюю базу, наверное, надо как-то переходить аккуратно. Переходить в квадрат. Ну да, если либератор нужно будет там бить, то я почему. Как это будет там? Это же хороший вопрос. А снайпшоты на них как-то хорошо зайдут? Ну конечно, конечно. Зайдут хорошо. Тогда газ там не имеет смысла других юнитов тогда бить. Сверху сбивались. Да, был бы хотя бы армор на планете. А, уже есть. Все равно линги гигантские. 3-3. 3-3, адреналин есть. Конечно, есть адреналин. Газ не добывает лейзер на верхней своей базе. Как, собственно, и второй газ на тоже верхней правой базе. Поэтому и сталкивается отчасти из-за этого. Все, хэп еще летает медиваки, можно вспомнить про них и вернуть. ЦЦшечка, планетарочка готова. КСМ-38. Почему мулы опять не кидаются? Просто не пойму. Там... ЦЦшки рабочие улетают с 12. В панике в здании прямо. И лейзер какой-то контр-выход готовит. Да, слоны есть. На последний газ заказаны. Снайпшоты пошли, снайпшоты, снайпшоты. Минус все слоны практически сразу же. Даже, смотри, либераторы даже с одной атакой сплэйшем и то более-менее дерутся. ГГ пишет и лейзер. Газа нет. Хотя у него две базы наверху. Или там было что-то в конце. Ну, и лимита мало. 76 газа. И он понял, что либераторы тут покарают. Вторая игра какая у нас. Ульрена карта вторая. Ну что же, интересная карта такая чуть нет. Долговато грузится. Сдаю ульрену. Так, прыгай, Миш. Назову и лейзера. Кто-то хотел как раз макроигру. 200 на 200, пожалуйста. 15 минут как раз такие лимиты бегают. Ну да, самое что ни на есть. Ну как вот тут у Хэппи не честно. 200 на 200 не бьется. Он всегда поменьше лимита. Так, он 170-200. Ждем Хэппи. Че-то не заходит пока. Не знаю. Счет уже 1-0 в пользу Хэппича. Кто-то написал ему 0-0. Сразу так обескуражив. Оболчили, да. Ну да, тут сразу объяснят, какой правильный счет. Так, заходит Хэппич. Так, Хэппич готов. И лейзер ждем ответа. Поехали. Все готовы. Вторая игра. Время около 10 часов. Ну по 5, конечно, долго вот эти серии проходят. Максимум игр Култи с лейзером потребовалось. Только сейчас дошел сигнал до чатика, что как бы ГГ и Лив. Да, задержка, она такая. Полторы минуты. Ну вот, на этой карте, вот в ТВЗ, мы уже раза, наверное, 3 видели Нидус. В исполнении Зерга против Терна. Вдруг, вдруг разрядочка сейчас будет. Вместо макроигры. Какая-нибудь сверхагрессия. С другой стороны, мы же видели, как Хэппич принимал, когда готов Нидус. Пара танков. Баньши или Либератор. Рабочих водит заранее и уничтожает. Что это такое? Тирановское ополчение прогнало польско-зерговскую интервенцию. Спать тебе. Ну ладно, может зря искал. Что-то в этом есть, да. Как Минин и Пожарский. Ну у нас-то Император никуда не делся. Еще пока тут, еще все более серьезно. А, это разведка просто, хорошо. И ЦЦ сразу снизу. После Рипера от Хэппича. Так, так, так. Ну что, вижу мув шесть лингов. Две королевы. Что-то подустал прям немножко. Даже замолчал. Есть немножко. Я хотел подкинуть тебе тему для размышления. Наверняка она уже звучала. Почему Либераторов назвали именно так. Они там, какие у них взгляды. Почему они вместо демократии и свободы приносят только боль и разрушение. Ну в общем. Ну пригорит. Ну пригорит. Сразу же. Мы-то знаем ответ. Почему так. А по факту все мне кажется банальнее. Потому что, ну. Потому что Тим Мелитер Архонмод. Как бы Валькирия теперь Либератор. А денежки-то заново берутся. Вот тебе и демократия. Тебе и Либератор. Сейчас рипера принимают. Собаки пытаются обложить со всех сторон. Да. И судя по всему отсюда не уйти этому будет. Товарищи. Он регенится. Можно мувик снимать. Тоже было по этим пяти секундам. Просто перед собой под ноги кидает бомбы. Собаки хдыщ. Еще если было бы круто. Они за пределы могли падать. И разбиваться вниз туда. Вот в небытие. Да. Как в овервочи. Там есть товарищи. Которые отталкивают. Можно противников сразу скидывать. За пределы карты. Не играл пока. Да и судя по всему уже не придется. Так. Привет. Лестер. Троянец. Всем привет. Ребята. Кто недавно на финал пришел. ПМщик. Просит показать. Ё-моё. Лезер 440. Средний. Какая это больная. Зачем. Вот это хороший вопрос. Зачем. Лингами контролят. Пытается забегать. Подождает ксм. Ну танк тут. Залп. Двоех. Три ксм. Убил. Овера хэпич не добил. Я думаю упадет потом АПМ. Ипс привет. Всем привет. Ребята. Когда-нибудь АПМ обязательно упадет. Это да. Счет 1-0. Там с лоупоком. Шадоу. Добро пожаловать. Третья база. Хэпич сейчас пытается небольшими силами создать напряжение. На почту. На почту. Давай не будем это на стриме делать. Но спасибо тебе за поддержку канала конечно. Но. Второй танк. Подъезжайте. Да ну что-то тут хэпичик это. А вот сейчас 2 медивака будет. Кстати все идет вперед. То есть пытается прессовать именно начальными технологиями. Плюс 2 барака. А может он сейчас на третьем метнется. Очень похоже что он собирается. Еще нету кстати даже. Да что-то полетел третью. Можно с хайграунд подхарасить. Здесь и рабочих то нету. Да. Нечего харасить. Ради одной квины такие маневры выделывались. Не добилась квина. Ну можно улететь. Можно ручи еще пострелять по ручам. Но не успели танки стрелять. Да. Кэш контроль это все это дело. Ничего не попадает. Еще на третьей базе будет сейчас контролировать. Но в хату все стрелять. Улетает опять на хайграунд. Оп. Какой залп сейчас пройдет. Проходит. Как же это надоедать может. Так. Выманил каст треведжера. Ахахаха. Сейчас уже по одному дропу и треведжер отлетает. Да да да. Если внимания и рук хватает. И конечно такие темы. На данном этапе зергу ну тупо нечем отбивать. Ну что-то хэппи законтроль. Меня беспокоит то что. А вот наконец стимпак со щитами. Что как же долго они делались. Ну тут сейчас бы какой-нибудь сразу вот контр-выход на стиме. И хэппи ну тупо. Ну ё-моё пока стимпак заказывал. Танки потерял. Начинается. Это плохо. На ста 9.7 щит. И лейзер не стал никаких нинусов. Самое интересное на этой карте делать ничего такого. Может и вообще не будет. Не знаю. О еще новые танки. Я думаю они без особого желания летят. Но выбора особо нет. Им там рассказали уже. Как хэппи чтимпак заказывал. Ну минус 3 раучек где-то. Да неплохо. Там тоже было сначала неплохо. Ну да но потом минус танки. От хреба будет? Хочет такое ощущение. Нет что-то тут хэппи просто дропнул. Сайлайзер вперед идет смотрите. Бунтерчик может. Танк всего лишь один. Марики мародеры есть. Конечно но раулеров что-то многовато. У меня это беспокоит сильно. О как он танк засейвил. Классно. Но прям под раулеров. Подъем он все засейвил. Хоть красный но дэмэр будет свой выдавать. Ой как он его сейвит. Прячь. Хороший. По лимиту как печаль. Все равно парабам в особенности печаль. Два танка стоят. Вообще ничего не делают. Тут вообще скан пошел. Ну вот это да. Это косяк. Они тут не совсем понятно чем занимались. Ну криктумер один выбил за цену скана. Так. А тут атака. Готов. Танка прорывается. Ну что пока не один на один конечно. Но что-то похоже на вот этот счет уже. Становится. Потому что био недостаточно. Роучи один наверх. Идет танков. Ой. Просто красавчик. Да и роучи идут. Идут 60 на 115. Да ребятки. Приближайшие несколько секунд я думаю мы ггшечку увидим от хэпера. Хотя два танка еще прилетают. Но шансы уже их не осталось. Более чем двукратное преимущество по лимиту. Левый лейзер рабов 60 будет меньше. Не знаю. Там и добычи нет. И по рабам катастрофически отстает император. 40-7-124. Хэппи не сдается. Бьет. 31 рабочий. Император не сдается. Только мертвым. Только мертвым. Роучей очень много. 140 лимита тараканов. Заходят и лейзер. Понимаете. Надо додак забить. 1-1 ребята. Ну вот и куда эти два танка улетели? Вот куда они улетели? Зачем они улетели туда? Все началось с потери тех двух первых. Но они-то по крайней мере себя окупили. То есть они там убили Реведжера, Квинн, Роучей каких-то там еще. Внимание к себе привлекли. Все это, конечно, хорошо. Но если не идет какого-то дожима, какой-то грамотных грейдов, ключевых и выхода, допустим, то там зерк-то бы устанавливается. Просто так и получилось. С тем пока нет, выйти нечем. Ну, полетал танками. Да, поконтролил. Да, наубивал. Да, там потери. Но нужно же как-то реализовать это все. Либо макро, либо выходом. Да, можно было третью поставить. Но я не помню, там же вроде зерк рядом находился. Он контролировал третью во время. Кажется, нет. Я был, да, там как-то иногда. Да, иногда. Наверное, можно было. Ну, третью-то можно на хай-граунде сначала запилить. А потом уже вниз полететь. Все готовы? Поехали. Третья игра начинается. Это Бо 7. Нужно стартовать. Еще у нас впереди немало игр. Камбэк инкаминг. Ну, видите, как близко. То есть тут реально не сказать, кто фаворит. То есть понятно, что для нас-то фаворит император. Ну, да. Но по игре и вторая была как-то совсем невнятная. Ну, там как-то сложно, на мой взгляд, выходить вообще. Террену позицию занимать. То есть он до этого перешей... До центра доходит, там где узкие проходы. А вот дальше как-то тяжеловато идет. То есть занять там позицию очень сложно получается. Не знаю, что там может помочь. Могло бы помочь. Может быть, дроп на мейн, расшатывание как-то, чтобы зерк между третьей и мейном лететь-то недалеко. Ну да. Не знаю. Не знаю. Оверлорд первый же направился в нужном. Да, ну хорошо, что хоть не вертикальные респы, потому что, ну, тут и лейзер бы сразу бы, может, мог бы идти в какой-то пуш. Типа как с Тиран Виком он делал. Здесь-то все-таки гораздо дальше с этих позиций идти. А тут буквально два экрана, от рампы до рампы. А тут опенинги одни и те же. То есть хэпич ставит рипера, делает СЦ, зерк через фаст хату, газ пул для газа лингом, развлекание рипером, соответственно, будет собаки, мувик. Ну да, мув. Не сразу, конечно, по готовности пулу. Ну, ранний мув в любом случае. Рипер сейчас вперед полетит. Да, полетел хэпич рипером вперед. Спрыгивает. Можно на мейн врываться, можно на вторую врываться. Депошечка здесь уже рампа немножко застраивается. Факта, видимо, да, факта пошла. Ну, все, стандартно пока. Пролетает рипер. Граната под рабочих и лингов там тоже подкинул. Минус один. Минус один. Роч, ворон. Минус два, минус три. А, почти минус три. Ну да, ну, до рабочих добрался, пока королева не достроилась, что самое интересное. Вот он. Вот он демоджен, наверное. Нет, не получается. Замоноком. Не получается, да. Ну, конечно, туда врываться можно. А дайте руч ворон от элэйзера, обрати внимание. Это не оборонительный руч ворон. У меня вообще такое ощущение подкладывается. Да, хэпич о нем не знает. Хотя он, может, думал, что там масс рипера, не знаю. Ну, хэпич не играет масс рипера. И мне кажется, с его контролем-то зря. С ручами здесь очень хорошо. Ну, то есть, сложно хэппи рампу контролировать такую широкую. Да, четыре заказа, но, видимо, личинок больше не дать. Пять, пять. Понеслась. Восемь. Да, да, это не просто какая-то оборонительный руч. Это явный такой... Ну, не улэн, но это улэновый подпуш такой, я бы сказал. Хотя, в чем разница? Разница в том, что вероятность того, что элэзер здесь наубивает, она высока очень. И если наубивает... Опа, опа, рипер, кажется, спалил выход вообще. Спалил, спалил. Легопи улетает. Ну, бункер, посмотри, какой поздний успеет. Он вообще достроится. 20 секунд еще. Да, должен успеть. Да, должен успеть. Тем, где здесь гранаточку рипер на ходу, он, блинг, развлекает. Танк еще и пара мариков. Вот танчик, наверное, самый главный. ДПСер будет в этой всей бригаде. Танк здесь очень важен. Кстати, в бункер, кроме рипера, и нечего посадить-то получается. Хепич, вот сейчас два марика только выйдут. Банша заказана. Так, третьих ццшек нет никаких. Какой тайминг, смотри. Да, бункер идеально фактически доделся под роучей. Такое-то еще. Геленчики жгут. Ну, это то же самое, что с теранвиком происходит. То есть здесь-то... Здесь-то идти дальше и получать здесь немножко слабее уилейзер. Куш, КСМ-ок бы с мейна вывести. Хепич выведи. КСМ-ок хорош, гранатка вообще. Да, гранату очень решает здесь. Танк без сиджет здесь разбирается. Сейчас засиджит, возможно, его. Нет, не достал сиджет. Ну, 7 КСМ-ок потерял. Но там леер, может быть, это... Нидус продолжение хорошее будет после этого. Может быть, да. Но тут танк Банша уже есть, да. Нет, все-таки Нидус. И он спалит, скорее всего. Не самое лучшее явное продолжение здесь. Банша летит, Инви скоро будет. Это Нидус... Ой, это, наверное, леер, чтобы как раз-таки от Банши... А не, Нидус, смотри-ка, пошел. Ну, плюс от Банши у Версира можно запилить. Так, ну, пока такое ощущение... Давай, давай, полетел. Игра тупит, и Эй Лейзер тупит, и Оверсира не пилит. У Хэппи Инвиза нет еще, но через секунд 10. Здесь королевы ни одной нету. Хэппи через столько оверов пролетел, и Эй Лейзер просто не заметил. Да, на двух оверах спалился. Усталость, может, на игроках тоже скажут. Конечно, они уже... Тяжело говорить, а там весь день столько кликов представить только. О, это хаос. Это просто хаос. Да. Вот Нидус... В чем плюс того сверхраннего Нидуса, что ты первый приходишь, и там хаосовый оппонент. А тут... Нидус пошел, Хэппи заметил. Два танка есть, Банши подлетает. И самое главное, продолжение после этой атаки Лейзера уже, скорее всего, не будет. Потому что Банши нарезал уже десяток работ. Да, тут как бы беда. Да и Нидус можно покуснуть. Хотя нет, королевы успели вытянуть. Ну, КСМ-ки здесь... Наверное, не стоило КСМ так... Да не, они затанковали серьезно очень. Ну, конечно, потери. Ну, Заргавич тоже рабов-то нету. Только их понимает, что... А, там Гиллионы заехали еще с Нарис-Т какой! Гиллиончики заехали, да! Ой-ой-ой-ой! Гэ-гэ-гэ, ты что? Не заметил я оно в последний момент, как ты сказал. 16-16, там, по рабову. Успел нажать, успел. Император! Вообще, действительно, странный такой был свитч в лейер. То есть, по логике, надо было, там, заказывать рабову, делать третью какую-то там базу и пытаться нейтрализовать эту разницу по сумме личной башни. У нас четвертая, получается, игра. 2-1 в пользу Хэппи. Получилось так, что Нидус был под три танка, под Банши, под Мариков. Все было хорошо. Ну и странно, что он на Банши не среагировал. Реально, она пролетела через одного овера, потом через второго овера. Пролетела еще 5 секунд, потупила, пождал. И... Да. Ну да, короче, странно. То есть, я точно видел, что один овер рано заметил, и еще один овер прямо перед урывом тоже заметил. А, все, все готовы. Все. Да, цвета нормальные, раз и верные. Поехали. Вижу, вижу, опять спрашиваю. Два раза спрашиваю, гол не гол. 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 Ну, на этой карте вряд ли какие-то... Здесь просто защищать, в общем, рампу. Узкая, классическая такая. И роучем... Мне даже страшно представить, как они там от рипера, от этого, от минок разлетаться будут. По всем будет попадать, просто по всем. Да. Изи мани, там, дошел сигнал, все сразу... Да. Фанатская база, конечно, хорошая. Угу. Блай уже не играет. Тут, в принципе, можно зайти на сетку тем, кто не так давно присоединился. Во-первых, вы можете не заходить, не спойлерить. Посмотреть лучше завтра, там, днем, когда полная запись появится, трансляции, посмотреть все, как проходило. Тем более, ну, игры-то хорошие. Вот. Но в данный момент осталось их в живых только двое из восьми. Да. Хэппи и Лейзер. Только двое. Минимум второе место у проигравшего, ну, победитель неплохой призовой их заберет. Что будет у нас соточка-то, интересно. 97,200 сейчас. 800. Непонятно пока. Посмотрим. Ну, что, пулгаз и лейзер стандартная хата. Пулгаз потом. Ну, естественно, к готовности пулу сотки еще не будет. Здесь рипер, опять же, от хэппича и ццэшка. Ну, тут минералы можно не добывать уже. Завтыкал немножко, ну, секунду буквально, это фигня. Лейзер, что лейзер без разведки играет. Ну, карта вот такая мясная вообще карта во всех матчапах. Тут обычно, ну, 4 базы очень близко. И обычно здесь макро идет, конечно, всякое может быть. Посмотрим, может быть здесь наоборот, от противоположного лейзер какой-нибудь. Нидус попытается впилить хэппи, к примеру. Ну, не факт. Так, а рипер-то уже подошел практически. Рипер уже подлетает. Собаки его ждут. Да, видит хэппич, что третьей хатки пока нет. Собаки с пимы хотят зайти. Вот псы. Еще гранатка. Не пуху, там раскидывает все. Очень эффектно. Ну да, гранаты, я думаю, еще. Видим мы применение всяких тут. Уже всякие есть. Перепрыгивалки через камни с этой гранатой. Риперами можно неожиданно врываться. Как пайпа-джамп получается какой-то. Пытается он этого пса поймать. Поймал, поймал. И опять регенится. В это время те же самые гелионы и старпорт. Четыре гелика. Наверное, все-таки это будет банша, пока непонятно. Хэппин не уверен, есть ли там какие-нибудь лэйра он не видел никакого. Может быть, в какой-нибудь игре хелбатпуш, может, увидим что-то такое. Но тут не будет хелбатпуша, судя по всему, с медилаком классического. Может быть, банша плюс армори будет там хелбата. Криво посадил, что-то. Передумал, что-то, смотри. Просканил. Так, просканил Хэппич второй. Он просканил левый нижний угол. И что он увидел здесь? Увидел, что газ строится. Добавляющийся. Передумал строить баншу. Так, Брамила призовую увеличивает на две соточки. Да, спасибо. Поближе. Поближе, поближе. Осталось не так много, да, психологической отметки. Залетает овер минус овер. Я, честно говоря, не понял, что именно Хэппич увидел сейчас. Ой-ой-ой, как Гиллион и Риппер растолкал. Смотри, гранаты на мейн. Врыв идет рабочие под ударом. Рабочие. Жесть, уже минус 7. И это не конец. Это явно не конец. И он их вводит. 10. Куча, куча. 13. И 14. 14, да. И 12 заказных. То есть даже с дозаказом столько не будет. И заказался, и догнал только еле-еле. Да-да-да. Хорошо за ним. И третье. Сашечка ухай пошла. Либератор сейчас сюда летит. Кстати, здесь как раз-таки Риппер кинул гранатку. Вот как я там, помнишь, говорил, вчера. Растолкал. И с ней как-то сбоку-сбоку да проехал. Многие из эльгии рассчитывают, как раз, что королева будет блочить. А лингов-то нету. Нифига у него не было. Хоть и мур был. Кстати, лингов 0 было действительно. Либератор, смотри, начинает заряжать. Либератор начинает. Никого не убил. Спорка перекапсил. Ну, дроны катаются. Это уже как бы дэмэдж. Спорка туда-сюда. Как вратарь. А вот, кстати, смотри. Может, спорка не достать, а до минеральной линии не достать. Достанет спорка? Достает? Нет, все-таки достанет. Показалось, что могло быть вне зоны спорка. Вот здесь точно не достанет, но здесь и до минеральной линии не достает, конечно, либератор. Ну, вот такие это, скорее, вот если бы здесь доставал либератор, это была бы кривость карты и такое фиксится, наоборот. Потому что вот это как раз имба, которая за счет карты именно дается, получается. Так, либератор сверху раскладывается. Не контролит элейзер. Два дрона минус. Сверху тоже либератор есть. Залетает. Куда залетает? Сюда, кстати. Жестко. Вот здесь позиция, что королева могут не уйти. Так, либератор ушел. Спорка, ну, спорка отобьет элейзер. 1-1 у Хэпича раньше, лейер очень поздний. Так, залетает сюда, нужно разложиться под королеву. Ну, элейзер видит все прекрасно. На мэйне отдался, да, походу, либератор? Да, на мэйне, вот я как раз за него болел до конца. Королева тут получила два выстрела, но... Убила все-таки, его ХП мало было. Так, третью ЦЦ-шку, что-то вот Хэпи учитывает та... Ё-моё. Что такое? Рабочих 21 погибло, но последнее количество рабочих. Ну, чё-то за фигню. Опять Хэпи еще старая вот эта вот песня начинается, что ли. Третья ЦЦ-шка не вылетела, рабов мало и лейзер шоу плюсик. И перекачан экспант, 24 человека было на мэйне 16. Я очень сильно сомневаюсь, что Хэпи контроля не хватает ЦЦ-шкой перелететь. То есть он просто этого не делает именно по пониманию игры своему или почему-то, не знаю. Хотя это, ну, чем зерк может там, не знаю, лингами, забеганием. Ну, вывел там танк, поставил сверху, вывел несколько марика, всё. И деваки есть, всё хорошо, да. Увести можно. А тогда, несмотря на потери по рабочим, 21 там, всё равно зерк впереди, парабам. Может усталость, Хэпи тоже не любит поездно играть. Ну, тут в Арморе опять же косячный тайминг, то есть 2-2 у зерк даже раньше может заказаться сейчас. Ну, пока, в принципе, нормально всё, парабам, близко. Сканит Хэпи, но чувствую, тут он просто, ну, вот за потерей. Ну, кстати, по ресурсам-то одинаковые почти, но парабам это, ну, естественно, плюс, но ничего особо Хэпи это вообще не дало. Но у Лейзера, смотри, оверов на карте вообще, вот один только там висит. Сейчас дроп может, хотя и Лейзер тут роучий на мэне оставляет как-то сам по себе получается. А, сейчас будет двойной дроп, смотри, один на четвёртую базу. Да, на четвёртую и на мэне. Ну, тут, хоть и здесь маленькие, но они без щитов и... О, а на мэне-то, не, на мэне и роучи возвращаются. На мэне и роучи возвращаются, двойной дроп, Хэпи видит, Малик забирает. Ну, королеву здесь подрезал на дальнюю. Слева спорка не на позиции, ну, хотя, наверное, он не будет в углу бежать. Спорка тоже ничем не поможет, роучи рядом здесь все, короче, ждут под спорку. Хэпи ещё залетает, убери, что ты в бок. Ну, слава богу, не погибает медивак, но уже для дропов эти медиваки не годятся. Тут королева 2-3 выстрела, всё, минус медивак будет. Лимит зверский у зерга, уже практически соточка мяса, рачей. Ой, 192 на 126. Такого начала, что за жесть-то, блин. И лейзер идёт пушить, 15 ревозеров, морг, 15, 39. Господи, а у нас 30 лимита находятся в чёрт знает где, в медиваках. Да, здесь ещё юнитов-то нет почти. Ну, может, контрзабегание подрешает? Сейчас вот двойное такое забегание от Хэпище идёт. Хорошо. Здесь маленький. Но зерга это не останавливает, он продолжает. Конечно, конечно, зерга уже идёт вперёд. Но тут на сверх каком-то контроле танков, может быть, на хайграунд уйти. Да, на хайграунд вижена нет, кстати, лейзера, кстати, ни одного оверсирования. О, какое мясо! Мясо дичайше, танки просто раскладывают. Сейчас один танк Хэпи не отвёл, но он выжил. Только сейчас погиб, депошку не закрыл, это очень зря Хэпи не закрыл депошку. Четвёртую в это время хату выбил, посмотри. Но по лимиту что-то печально всё. Но если получится на мэне справиться, вот либератор есть, раскладывается. Сразу же лейзер каста под либератор даёт. Но марики-мародёры выходят, и лейзера лимит всё меньше. Как вот эта армия погибнет, у него, кстати, станет всё печально. На третьей базе рабочие живут у Хэпи. А вот зря он для себя. Блин, медивак, медивак. Боё, медивак. 70 на 120, всё равно, всё равно. Ну вот нужно было Хэпи, посмотри, он ещё пытался контролить этот дроп у Зерби. Сейчас ему надо нафиг было увести всё этот дроп медивак, контролить только дома. Ключевой момент был дома законтролить, естественно. 2-2 у Хэпи сейчас будет готов. Ау, и лейзер ещё проатаковал, так что. Кстати, вот да, помнишь, я говорил, что по грейдам из армора. Так и получилось. Просел Хэпи. Возвращается дроп. Ну, роучи, что-то очень много. Ну, боевой, кстати, не такой уж прямо. Как же жаскин. Культу Зерби, гигантский лимит. Его отдаётся. Кидаются в касты. Сейчас танк выпьет. Очень боится за стажа, вроде отбивается. Ну да, повезло. Везёт ещё Хэпи, что лейзер тупит. Ты одного-двухроучий на третий не пошлёшь. Это очень большая ошибка. Так, либераторы вылетают. Вот только всё. О, только сейчас заметил. Ну, либераторы зато есть. Скайпи здесь отобьётся. Но точно рабочих лучше увести. Тупо на мейн. Тут лейзер четвёртую восстанавливает. Нагловато морфит немножко, нет? Очень нагло морфит, но всё равно не получается Хэпи отбить. Либератор разложен. Второй не разложен. Танк сверху где-то вдалеке вообще стоит. Ничего не прикрывает. Куда там танк-то Хэпич переразложи. Ой-ой-ой, там заметил только он краснющий. Там ведь деможи 75-139. Я не знаю, если Хэпи здесь вытащит. Это чудо будет. Но пока вроде как нету предпосылок, чтобы он прям взял и вытащил здесь игру. Хотя здесь Деп всё вроде нормально. Танк 17 киллсов, 18. Мулы, на какую третью Хэпич 4 мулы? Что ж ты делаешь-то, ё-моё. 60 лимита выходит Хэпич сюда. Разваливается на ровщик здесь. Хотя не мародёры пока живут. Танк где-то вдалеке. 3-3 заказывает. Танк не очень такое существенное идёт. Что мешает кинуть мулов? Тираны иногда просто... Понятно, что контроль экран здесь находится. Но если ты не понимаешь, что ты теряешь всю свою экономику просто? Хотя, посмотри, лимит это уже больше не... Уже 100 на 60. И уже 3-3 делаются. Чтобы рабочие там 30-60 надо срочно восстанавливать добычу на третьей базе. Ну да. Ну да. А там 4 начинает работать. В общем-то, что я могу здесь сказать? Чудо это какое-то. Как он отбился, во-первых, да? Как отбился чудо. То есть, подытожив вообще весь этот долгий, сверхдолгий замес. Хэпи мог бы сделать лучше намного всё. Но и так как бы отбился он чудом. То есть, и так у него нормальная ситуация более-менее здесь ещё. Хотя и лейзер экономикой, как он вперёд вырывается, 3-3 может это решать. И очень сильно сейчас решать то, что и лейзер, он даже не пытается инфестейшн построить, хайв. Вот если бы он понимал, насколько сейчас ущербная экономика, я уверен бы, он бы именно так и сделал. Он думает, что у Хэпи там ещё более-менее всё окей, и нужно продолжать как бы давить, давить, давить. Хотя у него есть ресурсы и на давить, и на переход. Да, и на то, и на другое. И время самое главное. Подрезают к вину, подрезают несколько рабочих, теряют на дувах, но там ещё роучи погибли. Так, ещё один дроп. Хэпи всем практически своим лейвам. Давай, 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 дави. Инфестор выходит с 50-ю, это у Лайя последнее время такие фейлы частенько были. То есть, не дождался, ну, криво заказал по грейду там. Так, мародёров двух Хэпи отдал. На второй базе готов Элейзер. Медивак на 8 ХП улетает. Нужно уйти, просто уйти отсюда. 110 на 140 уже. Ну, конечно, вот этот мультитаск, вот этот Харас Хэпи, может быть, он прям сверх демеджа какого-то не наносит, но Элейзер в панике просто. Элейзер в панике. Тут может казаться, что у оппонента тут, не знаю, нереальное преимущество. Ты будешь просто неправильное решение принимать. Не понимать, когда идти вперёд, когда не идти вперёд. Наломиться там, случайно, обдаться. Скромикоз появится, летать становится очень опасно. Ну, и так нахарасил рабочих, поубивал там, и майнинг тайм несколько сбил. Ну, что, выходить на четвёртую надо потихоньку, или как? Ну, да, причём ЦС-шкой с мейна просто перелетать, скорее всего, если... Ну, тут как-то, я не знаю. Да, конечно. 3-3 есть, вроде бы. 3-3 есть, ну, блин, по лимиту. Вот хайф там уже пошёл, как-то вот настолько... И хэппи вот сейчас, посмотри, то есть он в улын превратились вот эти все его дропы. Рабочий не строится, нифига не строится. Вот решил выйти на 3-3. Ну, накрипит, это ж не дома драться на рампе, принимать на этой узкой. Это разные вещи совершенно. Очень... А хотя, если он вот именно эту позицию займёт, там, где Либератор у него отдаётся... Ну, да, четвёртая, это база под ударом, но Либератор прямо на спорту, ну, ё-моё. Танки прилетаются, сюда позиция... Хорошая позиция, очень хорошая. Если Зерк сюда пойдёт, это будет раздох. Сканет, хэпище. Давай, 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 ломись, ломись! Камни погибают, реводзеры отдаются, камни вообще краснющие. Микос сюда пошёл из места, приходит камнями, ё-моё! А-а-а, задавили! Часть задавила, часть убежала. Микос ещё один пошёл, хэпи ничего не спасает. Ну, 120, ну, 140, смотри, уже и Лейзер ничего не... Лейзер больше пойдёт. Не видит решения, кроме как идти в хэпи. Да, уходит хэпи, правда, на рампу сейчас. На рампе можно отбиваться. Так, реводзеры. О, Либератору каштует, Либератор. Минус, конечно же, танк стреляет. Второй Либератор здесь есть, микозов очень много. На рампу поломился и лейзер, стимпачится хэпич. Так, а танкова атакует. Лейзер одного, но здесь мы не выстоим. Кэпич в атаку-то идёт? Чё-то медленно, Кэпич, в атаку идёт очень. Дроп наверх, точнее, не дроп, какие-то юниты тут рабов просто немеренно у Зерга убивать. Танки дропаются, ну, Билл-то нужно прикрывать. 3-3, грейды можно, можно убивать. Лимит на две части развален сейчас у Зерга. Кэпи кайтит, куда, ну что, ну, танки почему, ну, не знаю. Нет у него опции, сейчас дропнется. Почему, ну, откуда сейчас убегать-то, там те, на мэне просто, ну, беспредел, дрался путь с этой армией бы просто и всё. А лейзер опять на рабочих не отправил никого, то есть если мы примем эту армию каким-то образом... Да нет, уже здесь ничего не примем, я согласен. А 2-2 похоже, что сейчас будет. Такая классная фишка с этими танками. Да, согласен, конечно, но вот сейчас Хэпи вообще бред. То есть он очень долго убивал эту четвёртую, танки были не с краю где-то. Вегей пишет Хэпи. То есть можно было быстрее выбить четвёртую и быстрее перейти в контратак. То есть танки дропнуть, просто пусть стреляют и идти убивать просто спокойно. Био пытаться, ну, то есть идти в полный размен, отсечь весь прирост, пятую утун на девяти выбить какими-нибудь там мариками, я не знаю, и поднять здание, собственно, улетать, как тираны и умеют делать. Так, четвёртая, пятая карта у нас сейчас будет. Гребень Лерилак. Ну что, напряжённый пока финал, один в один так идут они прям карта в карту. Так, Хэпи, сейчас зову. Так, без записи. Без записи, Лайзер. Хэпи, всё, всё вроде. А, Левочи ждём. Так, Лайзер 3 минуты попросил. Какой, кстати, дэмэдж от камней ты не помнишь случайно? Ну, там как-то здание почти убивает он, там, ну, не буду врать, больше 500, мне кажется. Ну, они недолго мучились. В конце концов погибали ради императора, за императором. Это было классно. Позицию занял великолепный, там такой размен, помнишь, там 200, осталось 140 лимита. При том, что он урона сильного не нанёс. Только один микоз влетел хороший. У Хэпи в этом проблема постоянная. То есть, как бы он принимает и, казалось бы, переверни. Но макро какое-то прям, ну, печальное, что не перевернуть никак. Так. 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 Сейчас его если придёт, ну, хотя, что я пишу, и так понятно, что он напишет. Напряжённый финал получается. Ну, да. Ну, у них как-то всегда вот так вот. Всё, все готовы. Поехали. Пятая игра ещё не решающая. У-у-а. Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, поехала игра Я вижу, там у тебя фанаты Мэдисона тоже есть Слушай, я не знаю, иногда пишут некоторые, что-то там Ну, ты чувствуешь, что добавилось новую аудиторию после того, как Мэтт пришел стримить? Слушай, ну, никнеймы, вижу новые какие-то Такое ощущение, что да, как будто бы Ну, должен же кто-то прийти с такой аудиторией, как у него была Это здорово, если кто-то есть из тех, кто о Гудгейме раньше не слышал И вы в чатике отметьтесь, пожалуйста Потому что у нас тут как бы своя атмосфера, обстановка Так, что ты... Стримы по какой-то непонятной игре абсолютно Совершенно безумными игроками Только надо не забыть в чатик через полторы минуты заглянуть Да, тем временем Хэппи не изменяет традицию И начинает с головореза и ставит эксп То же самое, в общем-то, что и в прошлых играх пока что По крайней мере у Лейзера Ставит быструю хату, потом газ, пул и собирает на мув Так, что-то мне тут это... Сейчас, Миш, позвоню быстренько Да без проблем, тут пока еще все только начинается По разведочке, кажется, сейчас Хэппич спалил Овера Вот они должны были здесь пересечься Он его спалил и понял И направил, соответственно, сразу Рипера в нужное место Очень внимателен к миникарте Мину, правда, ставит таким образом, что Может быть, наперед ее вообще надо скидать Так, чтобы собаки вообще не могли Это просто сказать, чем сконтролить, естественно И со временем, в любом случае, контроль будет оттачиваться Ооо! Развел даже, скорее всего, в минус сейчас Хэппич Потому что покатался рабочими больше И, в смысле, лейзер развел в минус Громил, увеличил призовой фонд еще на 200 рублей Толкает... толкает Квин Прорывается, делает разведку Видит, газ не собирается Мув делается, пытается свалить И на последних хитах вроде как... Да, на пяти хитах сваливает Все, я здесь Все, я здесь Так, гребень у нас, карта Кросс-риспы Ну, навряд ли, да, здесь будет Поэтому какая-то агрессия Че там такое? Да, там модератор сам себя протроллил Потом сам себя забанил на минуту профилактически Ну, то есть, понял, что был неправ, забанил А тут вообще горят псы Горят на работе Четыре гелиона встречают восемь псов Трое из них не выживают И, в общем-то, дальше идет баньша Фек, гелики Тут лингов, кстати, ловят Что-то линги какие-то неуловимые пробегают И, кстати, так, а что здесь-то есть? А здесь ничего вообще нету А, нет, два, два гелиона вышло А, гелион, еще марик Все нормально, они примы Вовремя гелиона Там еще пополнил призовой фонд на 800 рубликов Shadow Steel Это важно, потому что, ну, как бы Времени осталось мало, одна соточка Слезы, слезы там остались Соточка хочется, конечно Тем временем гелионы заезжают на эксм Тут четыре квины, с ума сойти Четыре, да, и как-то не пускают Три гелиона с рук до рабочих дорываются сейчас Хэппи И на мэйн он двумя еще прорывал А, здесь линги Там уже все Там уже все Пять дронов Это не то Это не императорский результат Ну, хоть что-то Может, в экономике здесь-то побольше будет хэппи строить Зато Всего Так, треть Сашка делает Зерк ее увидел Насколько я даю Сразу же ее спалил Фек, банша Инвиз готов Гайя, банша А, уже вот одна пролетела Я смотрю что-то Угу Кстати, неожиданно залетает Плеера нет, спорок нет Ой-ой-ой Можно нормально Сейчас нахарасить Главное не отвлекаться на ненужные цели Но хэппи этим как раз Не грешит Ну, куда Какая Нет Ну, столько стоило По-разному Всем трем Наскредиалгроном Увидел 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 И добил третьего Хэппи Семь дронщиков Минус, ну, парабам лучше Третья ССшка Танки Единственное, что Блин, вот как вот эти сверхпоздние стимпаки Вот эти вот все Какой-нибудь Кто-нибудь бил бы Хэппи бы придумать Такой бил, что вот Пофиг без грейдов Но на этой стадии Чтоб вот стимпак был бы Какой-нибудь там Восемь мариков Прибежал тут и начал Ну, пока таких нету Угу Ну, пока таких нету Уолит Куда через два Будут думать себе, блин Какие игры вообще Вот бы Вот бы Как сейчас играл бы тогда Да 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 Так и бывает Зачем инвиз Ну, он нашел просто Четыре гелика Посмотри, как на третью просто врывается Никто их не встречает Два дрона минус И лейзер еще дронами тут решил подбиваться Не, братан, тут не получится Так, банша Да Ой, давай в стэк Давай Одиннадцать Минус банша На второй тоже забирает Двенадцать уже убитых Это та первая по ходу дела Еще забирает Ой, ой, ой Четырнадцать Ё-моё, рабочие приехали с третьей сюда А здесь вообще плохо И тут еще хуже Вообще все плохо Шестнадцать рабов банши унесла Шестнадцать Шестнадцать, да Бедолаги рабочие Телеки пытаются вернуться там Слышали о битом рабе О, заблочил эфистар Не добил рабочего Хорош Ну вот Мы будем его помнить, конечно Так, минус бильончик Андропов Плюс пятьсот рублей Андропов Кто там у нас? От Горбачева Ельцина ждем Ну и от Того, у кого пригореть может От него, в смысле Я вот заговариваюсь А, неудивительно Там, одиннадцать часов Четвертая база у зергах Хэпич выходит на третью Лимиты Сопоставимые Количество рабов Сопоставимое Даже несмотря на колоссальные Потери и кайп Хэпи больше Погоди, по грейдам Что у нас? 1-1 в 1-1 Так, уже в коготь перешел Луси Лейзер Раньше решил Свищнуться в ультра А есть арморит у хэпи? Они строятся Блин, что за втыки, блин? Да, это хронические Какие-то ошибки Хронические Повторяются Археоптерикс тут спрашивает Опа, соточка зашла! Да, соточка Да, есть же Есть же, да Спасибо всем Ансе, поздравляем Ансе с тем, что он все-таки Ансе поздравляем с тем, что он крутой чувак просто 100 100 Барьер пройден Ну все, теперь можно говорить Ну да, был турнир Да, 100 тысяч Да, хэпич чем Рано говорить Да, пока рано Спрашивает Археоптерикс Пока за тиши Пойдешь ли ты на Звездные воины в кино? Или ты не фанат? А я пойду Только Времени Последние полторы недели Практически не было Из-за стримов Такая же у меня фигня получается Хочу сходить Ну что-то Ну зато народа поменьше будет Да Да, места хорошие можно выбрать Так, двойной дропчик 140 на 116 Сейчас пользу хэпич Хорошая ситуация Очень хорошая Причем он даже не дропчик делает Это будет Такое забегание уже Простим патч нами Но Элэйзер что-то знает Что-то он подозревает Да, элэйзер тут рядом находится Но хэпич загружает Улетает Всего лишь один марика Одновременно с этим Смотри еще дроп на третью полетит Да, 7 марика вдруг сюда Но здесь, кстати, нечем встретить Да Но роучи бегут Роучи уже бегут Микозы Микозы Улетает медиваг Своего оверсира Забрал сейчас С фаербулами Элэйзер И даже по инфестру Один попал Но он выжил Регенец Что будем делать? Какой-то выход от хэпича Да, пошел выход Но нужно Нужно реализовывать Тут как бы Да, блин По грейдам Сейчас 2-1 здесь будет У Элэйзера Ранжовая Больше всего страшных вещей у него в процессе Как раз Слоны пока без адреналин Хитин Но слоны Вот эти два Их хоть даже больше Чем два будут Пока вот этого грейда нет Это вообще не те слоны Угу Вот очень уже много игр было Когда они выходят Они такие мягонькие Прямо И щупают все вот эти А потом Копгрейд доделывается Они реально Раскладывается Тайминг атаки Великолепный Хороший Элэйзер не решается Даже за эту базу сражаться Пока Пока не готов И это отлично Потому что Приводит сейчас все К одинаковому количеству Бас хэпич И попутно уничтожает Еще опухоли И сбавляется Он Лучше наверное не увлекаться Боюсь что он микос ловит И наверное А что же Что делать? Летать Или Отступать отсюда Или нет? Или вот Разложились хорошо? А вот Он видит ультрала То есть нужно понять Что здесь ультрала И отступить Как-то либераторов Добавить Грейды Ключевую Сейчас тут Фактически 2-2 Ооо Позиция будет Можно его подловить Он тут слабеньким Моськом то идет Ультрала Там в продакшен Четыре штуки Вон третка то я не понимаю Ой а почему Ультралистки решили сражаться И подставляют Своих Но кстати Уже готов Армора Это очень важно Но даже с армором Кстати танков Значимость Против ультралов Усилилась Потому что они хоть Какой-то дэмэш по ним наносили Так Передроб Передроб За камни Лейзер Отлично Очень вовремя Либераторы приходят И как раз вот Подбил же он Он же этих реведжеров До этого И либераторов уже нечем Так вот Закидывать Да Вот даже лейзер понимает Добавляет еще Вот посмотри Хеппи выбивает четвертую Лейзер на трех Было лимита больше У Хеппи Посмотри сейчас на лимиту Да Ничего за фигня Даже сам Сейчас уже устал И как его все Не успел видеть Почему так происходит Либераторы разложены Ультралы Просто прут и прут Либераторы Падают Вот сейчас один Сейчас дэмэдж будет Выдавать Хорошую позицию для Хеппи Но ультралы там Катит Хеппи Как бог Но Этого недостаточно Оооо Какая боль Выходят И лейзер на их 160 на 120 Четыре либератора Они могут спасти ситуацию Но какие дэмэдженные Все эти био-юниты Е-мое Надо уходить куда-то Чтобы ультралы еще не зажали К стенке Не прижали Как вовремя он уходит Либераторы выходят Либераторы раскладываются Ревозеров бы как-нибудь Попуснуть Чтоб они стреляли 105 Пытаются Пытаются Опять Третью И лейзер не трогает Это Хеппи везет В этом плане Так Ультралов в ренше либераторов Выманивает Хеппич Хочет очень выманить Но никак Хотя Да 86 на 145 3 2 3 2 Да не совсем понятно было Когда он выбил 4 У них были одинаковые лимиты Вообще Одинаковые Но потом Вот Когда было сражение на подходе К Хеппичевской базе Ну 4 танка Оно было минусовое Очень сильно Знаешь что Там нужно было Наверное Хеппи не отходить А раньше вперед идти Пока ультралов не было Чтобы вот этот лимит разменялся Нормальный Он понял бы что Что там происходит Так орбитальная версия дает Вот С модом Жесть какая-то просто Ну Просто Лейзер построил ультралов Сейчас И за Тачхеппи Нечем было Законтрить их Кстати Грамотный микс еще хорошо контролирующий Лейзер То есть он Он успевает реводжерами закидывать Очень четко у него получается Так нужно цвет поменять Или Пофиг что фиолетовый и красный А это револьвер Потому что я ему еще люблю Револьверу то фиолетовый Ха-ха-ха Кто там Что Он А в сервере Так все готовы Поехали А сколько рабов нажег Сколько рабов наубивал Ну да Ну вот опять же что тут Все Возвращается Круговорот Ошибок в природе Я не знаю Что Что было в хоте Ну в воле Я не помню что там было Хэппи воле Не Хэппи воле Тащил почему-то В конце там 3-2 Все 3-2 Все Возвращается Тащила Все Все счет в сеточке не беспокойтесь ну хотя если кто следит согласен ребят еще раз всех 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 приветствую все каналы мишин канал у меня ребята сказывать и гудгейм может кто-то сидит еще на чьих каналах везде всем привет финал у нас так что не простая вот стоит закрыл случайно и лейзер ведет возможно последняя игра но будем надеяться что нет вот и как обычно говорю что можете поддерживать естественно турнир соточку перевалили уже хорошо под не побили рекорд варкрафтовского турнира от кирилла русбрейна который поддерживал но может еще что получится поддерживаете стримеров конечно тоже нас так просто такая пограничная ситуация понятно что большинство фанатов хэппи и не тут решающего он на волоске от вылета и как бы понимаешь что поляк эти деньги все равно не так рационально как император это точно императора казна императора народе беспокоиться поляк все спустит ладно шутим конечно шутим лейзер хороший вроде как судя по хоум-стори и так не пригорает общительный нормальный парень уйти там шаре так не был 5w7 у меня по 5 стоит прошу прощения ты кстати интерфейс поменял вчера или нет 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 я тоже забыл что надо у меня и так хорошо в общем то только счета не хватает насчет благо большинство курсом ну да ничего страшного о рипер залетает снова тут можно попробовать зато есть возможность с разными интерфейсами глянуть если откроется напрямую 20 мм так рипер под карась 0 юнитов убита сейчас ухэпи еще атак ухэпича лаба старпорт гиллиончики строятся дабы 7 ребят я помню поменял счет квины так забавно раскидывается в разные стороны опасно опасно и еле 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 на 3 рассчитано все было еще дрон бы куснул бы за бачок и не спалил он тайминг третий базам к сожалению но хотя еще линги здесь рядом сзади с риперами но он улетел и водит наверх еще и гранат успел кинуть гиллиончик есть есть баншей вниз пошел карта конечно интересно здесь надо в мако как-то играть 3 изи третья база для тирана это всегда хорошо как и пищу играет надежно банши гиллионы другой стороны здесь и на третью просто ворваться широкая рампа если она будет узорка раскачивать веке дошли в печати в обоих да но делай конечно дает залива в районе рамп стоит с этих и крип выбивать сплэшем через вот эти разрушаемые плиты пришел целых лет зря хэпи не попытался на хайграунд проехать там никто не вошел 4 гиллиона могли бы там просто заехать замечательно но надежных и ты хочешь сыграть не аркадь ничьи это в общем то конечно на кону денюжка на кону победа что самое главное большие первые уже залетает на мэйн на мэйне ее уже ждут инвиз доделался но есть вроде как мертвая зона можно пострелять вроде как и куда прилетать два трона минус 3 всех продам ушли ну гиллионы заезжают на 3 база 3 кстати королева не готовы защищать рабочих это минус 5 все рабочие дамир здесь были кроме одного банша улетает взрываются гранатками гречка уезжают лимита больше рабов одинаково но сколько раз уже такое было но почему-то почему-то не очень да почему-то там 200 лимита у нас нет так хочу больше нету никто не отвечает про помню уже не могу рассказ жилищный вопрос решается буду жить семьей отдельно стримить буду отдельно комнате здесь а не на кухне вебочка все дела но есть долг поэтому всем спасибо кто поддерживал вкратце по игре бандши висят одна дэмэджная так 2 зелененькая прям висит чуть не хочет двумя хэпи вороваться на этом краю кстати королев то и нету скан пошел к лифту убивать гиллионов дпс не очень хватает то есть скан вообще в молоко получается кинул устал наверно хэпи маленько тоже третья банша подлетает тремя бандшами тут уже можно а три королевы ждут на демо весит не это красная фокуснуть бы сейчас с энергией сразу королеву хотя тут у двух энергии есть просто так не фокуснешь ни хрена да не удается хэпичу также эффективно нарезать рабов как в прошлой игре но по крайней мере он также на третьей базе делает грейды с инженеркой опять легкий втык 80 с армари соль ничего не меняется да вот решил попросить скан убить бандшами всех лифтумара выбивает на 1 даже энергию не хватило тайминга скана так он не пробил элэж ну хэпи контроля дроны сюда сейчас ой этот дрончик с пятью минералами сейчас минус дрончик билл хэпи бандши живут лимит одинаковые практически ну тут предыдущей игре примерно то же самое было вроде как выход вроде как и опять же смотри опять пораньше элэзер то есть он сейчас не зависает на вот именно раучи реводжерах а раньше выходит ультралов свитч делает этих аль более ранние грейды уже 22 не делаются с рейнжовой атакой уже коготь делается можно хату отменить вот сейчас тремя баньшами а уже инфестры ой большие большие внимательно твои минус 3 бандши а как вышел вы ожидали медиваки то что один все улетели медиваки то все один еще летит один дальше ну четвертую отменят ну блин тут и дзергу и не будь наверно за нее драться-то особо вообще тут эта хата недостроена ну да у него и рабочих так не с перебором танк не сейвит хэпи не доконтроливает микос отлично влетает умирают парик и мародёры но тут танки дело свое знают танки отгоняют один в один грейды ровно и сейчас ох опасно сейчас подходить дальше хочет эти катку отменить катку отменять ну и лезер успел нажать escape красавчик как он руча отводить что всплэш танков минимизировать тоже грамотно очень сейчас дел отдает хэпи свой выход в итоге весь мародеров увидишь тоже короче целую армию отдал и в итоге только хату отменил которую лезер и отменил сам это и тоже еще не вечер конечно два-два делать идут и пиори вообще замечательно ну там уже утрала пошли либераторы нужны нужно что-то анти ульта ну хэпи смотри он уже планетарки на основных направлениях делает пытается макро увести но ему четвертую базу будет сложно защищать в принципе не ну как вот здесь планетарка и пару либератора по армия находится между 3 4 в основном так обычно делается посмотрим посмотрим вообще смекоз будет забирать недоконтроливает хэпи миды вакс танчиком мог подставить разница по лимиту в 45 но зато у императора 4 база раньше какой-то это странная реальная ситуация экономика у него вроде не хуже рабочих столько же в результате зерга больше и технологии у него явно не хуже двойной дроп на четвертую квины уже ждут плетки спорки делаются один дропчик шестью марик нет и без питью до питью марик и на вот он кстати может доставить неприятность есть но линги выходит прям рядом грамотно реагирует линга разворачивает улетел от всеми отменит пятую вот опять же по лимиту опять зайдут откуда этот провал берется постоянно до природное лишь смотришь у них прям там прет и прет все но они правда ли в либераторов не такие фанаты конечно прям по четыре их нужно строить гост академия пошла так пятую ниндзя нычку получается такую даже хэппи запиливает есть пятую сменил с роучими мародеры берутся минус 7 мародера роучих забрали 3 3 опять втыкает а тут блин 3 2 у лейзера уже сейчас будет готова хэппи 33 даже не заказано хотя ресурсов несколько много да хватает и выход час идет на зерк и на воздух не делает он вообще и не ду свою что тут вообще страшное творит и лейзер он кажется хочет на 4 потом не дуста моим так не готов всю либераторов то заранее нет а ну может быть боится боится револьджер тут хорошо либераторы дэмэдж наносят ну да но не особо ничего не погибло не добили ну что будет неожиданный врыв на мэйн видимо да да оверлорд начал двигаться на севере а поэмщик у нас 390 голый лейзер ну хэппи тоже 360 потери 5 500 хэппи 5 400 и лейзер почти что одинаковые ну хэппи даже на сотку больше потерял опять же 33 заказал слава богу хэппи вообще гасты пошли но беспокоит меня опять же вот эти два спайра и опять же хэппи не делать на воздух вообще грейдов ульку это разведывательный ультрал тут это лейзер и бежит проведет с пошел пошел минус да ну либераторы конечно здесь накроют ну да смотри сколько дэмэджа сразу они выводят выходить не хочется никто не первым не выходит из нидуса ультрал и атака на четвертого вообще не защищает ничем пока цити диссер эвазеров то мало стояла пару хотя в либераторов они уже дэмэджа выносили ну вот свой либератор начинают стрелять да уж и желаю они не выстреляться но не вычиню и вычинит но ультрал и потери есть вылила царо у лейзера лимит сейчас упал очень сильно здесь линги гастовки к нам и не принимают ну кстати ниндзя нычка вот это хэпи может подрешать сейчас либератор не висит но не прикрывается сашку нужно перри разложить его вот так другая дальнюю там ультрал так а ультрал есть тут обычные дропы сразу не работают мародеры маленькие неважно они то что раньше 8 еще ультрала почти звери это 5 у него был банк был да он заказ у хэпи банка нету продакшн тоже не самый лучший это опять по 5 либераторов но они как-то тухой вот сейчас либерат вроде хэпи строит но не использует он их грамотно то есть он позицию имени занимает хотя реводеров немного то есть он по факту их уже раскладывает как все погибло опять полю хотя 170 хэпи если зерк отдастся еще вот разок так на базе и либераторы заранее разложились хорошо ведет хэпи конечно что не видит пазу него я задаю эту базу может он сейчас попытается нет не пытается там проверить очень в этом плане ведет очень круто да нинус опять пошел и убился сразу же правда и в это же время планирует атаку лейзер на четвертую базу там ё-моё началось так идет давайте ребят потом ведь вечер поздний ну что снайпер шут от гастов либераторы перекрывает но не все но вот сейчас ультрала терпит ультром меньше лимита сейчас опять до заказ будет смотри он слил и лимит выровнял но хотя вот он думает что реально базы нет то что он убивает постоянно четвертую это очень круто если бы у хэпи че не было слева нычки вот это прям вот она его сейчас спасает уже который раз за контрите там к чате неудобно что-то мне просто отвлекаться реально что еще один минус очередной либератора не успею но тут линги только вы помните да и а два есть либераторов пока не там линг мародеры разносят сейчас инкубатор но не успеют не успеют выкаются зонов 8 грудов у лейзера пытается база выбивать здесь ультрал есть порядке третий пугать на воздух слава богу и лейзер пока только одно атаку успел сделать у хэпи вот на либератора у нифига себе атаку решил хэпи все-таки заказать заметил хату заметил газ сейчас лейзер идет тут уже хэпи на добывал с этой базы спорядочной начинает вычинивать на стимпаке бежит газ ты ой как снайпер-шоты сейчас без скрипа это минус все ультрал и почти 10 либератора разложено снайпер-шоты пошли ультралы падают либератор сделал много-много минусов на нижней базе смотри 16 человек погибло до 20 тонн здесь друг ультрал сминает сразу же лимит то у нас плюсовый и базу мы защитили левую сейчас выход какой-то хэпи все они еще вообще даже выстрелить ни разу не успели кошмар какой какой юнит классный смотри сколько их тут чем надо контратаку чем больше брудов и караторов только лучше пригорел блин ну ребят 4 3 намечается заносите призовой заносите поддержку вот сюда финал что надо не получится раньше освободиться на пораньше маленько будем до конца гейминг до конца финал у нас тут идет все семь игр потребовались так руины все раса карта кстати большая очень решающая тоже тут офигеть хэпи ну император не сдается никогда бьется до конца очень круто это база конечно еще раз я конечно повторяю одно и то же но она реально очень помогла прям очень помогла на все и решила фактически что разница как раз и было с предыдущей игрой в этой базе до этого хэпи погибло он отмазиться не смог а здесь она жила и он смог отмазиться в итоге так и печет не заходит сигнал дойдет и окончание кстати был очень динамичный сейчас игра там секунд в 30-40 повернула сейчас взорвется чат я думаю спокойно обобщаются общаются типа а потом минус а вот пошел момент ого лол сейчас вот кажется у меня только пиво и смайлики 322 я предупреждал это провал а зачем мы брыды ты в конце концов понадобились почему ну типа то не контрят и снайпер что то есть смотря на просто молодые игроки в первый стартап не играли не понимают что либераторы могут делать сплэшевые вот эти такое у меня ощущение надо складывать уже не первый раз вижу есть там даже коробка даже с гидами там просто сплита и даже там если есть сплит там сплэш очень хороший 33 ребята вот же такое количество ресурсов них потратил и все зря так какие то я не знаю лагает ли счетчик или нет ну три пицца и 2 400 у меня как-то это прямо серьезно скажу это почти что для мертвого смысле для 40 для старкрафта это вообще круто да получается для русскоязычного неудачно пошутить простите пожалуйста у нас и варкафт и в общем-то тоже старенькая игра но интересно ее делают именно игроки согласен так последнее решающее так угадал и лазер но он не мог не угадать это об этом не говорили и пищ тоже поймет когда овер прилетит ну кстати если лазер за контроль это он может в невиженах эпича свернуть и он не поймет где лазер находится нет не стал лазер нику а сворачивать овера показал своего ну копиритер да абсолютно так же играют как и раньше скорее тут вопрос в том насколько успешен будет вот этот многоступенчатый харас от хэпи рипер гелионы и потом баньши потому что от этого многое зависит ждем нидуса от пацана из польши часть эпича да нет чувствую хотя всякое может быть тут как бы позиция такая что оверы там будут и может вы лазер тоже все это задолбало хватит с меня скажет он этих либераторов и у меня тоже есть совершенно продолжает газ добывать это реально может быть плеер ручь ворон да посмотрите пошел да не ну такой ручь ворон не поднирус быстро ставится то есть это скорее какой-то под пуш будет троучим чем чем нидус то есть и бараку в той игре где сначала под пуша а потом нидус может ну там хэпи выиграл кстати здесь кстати на этой карте та же самая проблема что и на той где он делал под пуш с ручьами а именно сложность плане защиты экспанда то есть широченная рампа и могут быть проблемы с и и бежать кстати еще достаточно близко ну то есть относительно относительно дальше чем там конечно ну это действительно ручь не на защиту это агрессивные ручь и лазер не хочет видимо играть макро если есть другие опции более удачные по его мнению и мнение это ну да не хватало и нерава точно точно как у то не помню какая по счету это игра была уже если честно главное рипером как можно раньше он увидел он увидел он увидел он видел рипера рипером увидел роуч и хэпи реакция лично бункер пошел бункер а он сдает правильно ну наверное это верно на лабу сразу танчик ну все четенько решение тут баншали да тут лаба под баншу понимает что и лазер видится понимает хэпи что реводжеры выбит если что либератора поэтому хотя с танком принципе и либератор может подрешать то есть ай лазер смотри как грамотно он залетел овером увидел адекватную подготовку и забил на пуш ставит третью базу и штампует раму подчеркнулись он знает что хоть и готов сдать базу держал ваш канал на он этого это его устраивает он говорит окей хорошо тогда я развиваюсь фоновом режиме там по тихому быстро и сдавай мне эту базу сказать с хэпи это просто на ура работает вот так как делают это фейк он даже ломиться не будет роучер конечно жалко он отлетел так смачно да главное чтоб хэпи сейчас понял быстрее что темпу что я помню свердосом еще давно так вот было то есть он делает вид все типа с блин кому не загоняет хэпи наверх хэпи там столько наверху сидишь там уже три базы полностью раскачанных пока он обратно на вторую спускается нужно большое отогнать манча все теле можно улет садить сразу по пещере вот живой как какая миссина от него полетела ну и провожать до конца нужно до 3 базу и туканье ну на подшаге на подмоге и через атаку спасла да да не до контролировать чутка там лэр заказ дронов и к вины на третью базу для защиты от ваньши ну не сказать что это дало какое-то серьезное преимущество зерга хэпи мог в общем-то и умереть если бы было нет не очень адекватной реакции от него спорка поставлены на мои не не очень хорошо большие находят свободную зону стрелять по рабам не то и по газовыми до сгоняется минералов и 2 пролетает гильончики на третий на гильончики там отдача королеву проезжает нам они лейзер не закон а не закон последний секунду контролил королева его можно ли не нижний большой наверно можно один выстрел сделать не хочет но 10 дронов забирает принципе хорошо это как раз то та разница которая у них была ну 35 53 все равно когда уже мне кажется хэпи просто в такие моменты забывают рабов заказывать у него продакшене участие не было блин старейшая проблема между он и от нее она была давно он от нее избавился в ходе но через она опять что-то возвращает рецидивчик ребята рецидивчик пошел так танков четыре штучки может это выходу не 3 цешка все-таки пошла но одна инженерка беспокоит мне к штамм 11 там до экономик конечно вылез ржовки но продолжает банджами так зато подрезать воровом 62 3 чем по такой щенят тем больше кэпи убивает и больше становится как гидра до да в такие моменты как раз очень важно не забывать во время харасса самому штамповать рабов это такая прям типичная всегда если ты выходов не собираешься делать то как можно раньше третью цешку потому что ну у тебя танков столько не будет зерк ломиться так до когда тебя банша харасси также заказывает рабов как логику подсказывать нечего оказывает и там и контроля не хватит хотя хэпи харасси бандшами куда-то там какой-то мультитаск чёртов на лом делать там надо контролить только в наломе идеально это уже ул-ин получается умный мариновый дроп двойной полетел на бэйн мимо 1 оверлорда и кажется проскочит 2 сейчас посмотрим ну да тут вроде в рейнже летит овертира морфит не видит секунда в секунду просто и дроп в мертвую зону смотри как здорово да 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 ой и как ворвутся сейчас эти марики ребята работаем и через четырнадцать секунд еще за один будет до спорка моментально вот спорка спасла жизни многим рабочим эти прочь ворон подрезать хорошая тема хорошая но там ничего не делается дробов он все равно бы не добежал никаким макаров ну хоть что-то короче подрезать что-то хэпи подрезал спорка и руч ворон это совсем не очень на самом деле так получилось потому что рабочий ворон уже ничего как бы не давал там не грейдов ничего не делалось для прироста тоже особо не важен до 11 дронов 4 база так дробщик двойной все еще летает тут лейзер опять мы не контролируйте кстати да есть возможность сюда хотелось бы конечно сделать одновременно с с 3 но сейчас рабочих и должно умереть побольше чем прошлый раз не уводит сразу рабочих и лейзер вообще ты были бы можно про лучше точно было повалить да и так же те кто являет валют пути именно с этим нет еще не идет дробь надо валить валить надо надо валить но сейчас как этот пойдет можно будет и тем обратно друг с тем плачется по мальтовой прыжевает черену попытался по духа там нет пытается хату ну посмотри какой ущерб по грейдам дичь то какая сейчас будет скорость хотя не армор делается но 1 1 2 2 обеспечен разваливаются кстати на мейне щиты да делались инфесторы опять с 50 вышли что же за фейлы такие не под грейд а вообще делал грейд а он вообще посмотрите сейчас кстати очень часто инфесторов делают вообще без этого грейда на плюс энергию в начале при выходе и в итоге они с 50 выходит вот опять же хэппи за дропу ну по лимиту печально и 2 2 то ё-моё щас коди кипу да правда нет 6 только не говоришь что в атаку пойдешь сейчас но это вообще неадекватно иранвик чё-то ну тиранвика хоть там хотя мы тоже 2 2 то делалось как бы только только в той игре если но если правда позицию тут как-то сверху занять вообще идеально разложиться так что прям потом 2 2 тайминга там один грейд на атаку всего лишь 11 будет до раскладывается хэппич танков прилично пытается о ну с богом заходить по частям хреновая очень у зерга позиция до позиция ущерб танки просто разваливают жесть как они разваливаешь вели разваливает все 2 2 посмотри 2 2 3 10 секунд то есть идеальнее не придумать просто да 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 и позиция отличная и тайминг неверный и дальше пресс продолжает прессовать и подбегает и укрепа хорошая лейзера 48 лимитов до заказа сейчас опять же он криво на я опять опять хорошо давайте побольше сплэша тем не менее он как-то додавливает все равно хэппич смотри разбирает но танки одни остаются здесь вот что минус хэппи возят бьёй что-то очень мало подходит где-то про 4 базы а просто какой-то смешной у хэппи и опять 100 наступили что ж такое-то а это лейзер ё-моё как действительно как рабочих убивает убивает их только больше лимит вроде убивает убивает все больше намного нагло играете сейчас с этими реведжерами вообще хэппичу хорошо бы дропчик отправить направо помнишь там хата недобитая такая и хата недобитая ну тут 2-2 конечно и лейзеров скилые как решают у хэппи инженерка одна не работает только вторая атака делать ну хоть хотя бы атаку вторую дождаться и то хорошо 126 189 закатывается на атаковать чудо-контроль танками нужен прям на три попадания на один не попал танки переразложил хэппи 5 танков здесь ой сколько дэмэджа танки выдают но хэппи дальше чуть не законтроливают одного отвез по второму попала либератор здесь 86 на 150 вроде отбивая по лимиту все беда 82-135 либератор падает пудрый дан печаль старали да 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 и лишь я разговариваю атака вторая не было сейчас доделана в чем печаль была и лейза продолжает давить демотивирующий лимит такой на телек у на руках чем но не но боевой не такой прям вообще печальный как общий но все равно что-то беда здесь танк и пи не может разложить так чтобы стрельнул он поручим до стрелишь ты поручим конечно же сами стрельнули в танк 8136 у хэппи 4 есть между прочим это планетарка и лейзер будет его убивать до смещается кстати прирост это я вижу не очень-то и лейзеру хватает здесь 2 армор делается ну-ка 7-ре-ой и 7-ре лажеров блин все эти ручьи реводжеры все эти ручьи реводжеры постоянные блин пачки здесь принимает бой танков вообще нету переломил тенденции император повержен не получится в очередной раз забрите вот так вот не получится 4 3 х и пищи лейзера уже очень много раз побеждал два только на гг на бубра лигах ну что поздравляем и лейзер пол озерам самого первого тура прошел он и забирает какой-то там приз как он приз забирает 50 точно там чудо да 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 там классный призовой мы естественно его ему отправим ну да конечно 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 спасибо за участие 50 тысяч 8 350 тысяч 1 32 23 классно получается у нас замечательный призовой всем за это спасибо да классный был турнир много эмоций жалко конечно что не не до кон ну борьба все заслуженно все достойно спасибо тем кто турнир поддерживал сереже за организацию за комментарии я с вами прощаюсь спасибо думаю еще вы комментируем да не потратили какие-то не знаю счетчик ли это или откуда-то люди пришли посмотреть накрутка я считаю просто накручиваем все ребят спасибо всем за внимание цифры цифры не знаю что там на самом деле эти значки короче поддерживайте турниры поддерживайте нас всех комментаторов организаторов мишки спасибо большое тоже я с удовольствием да думаю что еще с тобой мы ворвемся как-нибудь будем закругляться вот 12 часов 12 10 часов 12 часов 10 минут вот у меня стрим идет так что пора бы отдохнуть согласен хорошего вечера спокойной ночи спасибо миша тебе тоже так ребят вам же я скажу что что я вам скажу я вам скажу то что запись сейчас я поставлю на заливку на youtube еще раз всех поблагодарю за внимание еще раз я поблагодарю вас за внимание увидимся завтра завтра приходите завтра будет шоу матч я буду с алексом 007 играть против кин кобры и кьюби кьюби это девушка который играет starcraft будет интересно в 13 00 вроде как начало да там это будет все фуфан ставочки все дела увидимся нет интервью никакого не будет интервью мы может быть завтра возьмем очень устали всем пока